Все, тогда, вот, тогда, ага, все, посещение вечеринок никогда не было моим любимым занятием, и идем дальше, они всегда такие хлопанные, занимают так много времени, предыдущие планы и обязательства приходится отменять, все для того, чтобы просто развлечься, это оно, да? Да, и вот Ханна Райт появляется, здравствуйте, здравствуйте, все, это даже без перевода, понятно, звук почему-то у меня на всю катушку, надо делать его потише, потому что я, опять же, заново проходил игру полностью, Так, все нормально теперь, да? Новая неделя, почему-то пуст, потому что новая неделя, так, голоса громкие, да, видос можно, Саня, попозже, если хочешь, можешь сейчас назаказывать на какую-то сумму, и я на перерыве тебе поставлю, если что, но только, только такие, ну, как сказать, мы в перерыве только сможем это сделать, потом уже после этого я перерыв не буду делать, я сразу, если хочешь, заранее можно поставить, только приколы, никакие там, чтобы не отвлекаться от новеллы, и все. Заново полностью зачем? Потому что вылетало нафиг у меня все, добро пожаловать, приветствую всех, так, подожди, это получается мы только на вечеринку пришли? Я ненавидел их с детства, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, наконец-то я в эту новеллу играю, аж прям, аж прям вспоминаю все это, капец, как долго мы не играли, но, так, но мама наставила на своем, она зачесывала мои волосы назад, цепляла на меня один из этих душных смокингов, если рядом находились дети, заставляла меня заводить друзей, не важно, насколько шумными или утомительными это было, потому что все это происходило лишь для поддержания видимости, в какой-то степени ложь окружила меня еще задолго до того, как я решил, что хочу сделать со своей жизнью, правильно, правильно? К счастью, существовали ли простые способы отключиться от окружающего мира? Большому разочарованию моей матери, моей матери не всегда удавалось приносить мой CD-плеер, что? Типа отключиться от жизни, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так тут перематывать походу вот так надо будет, иногда будет вот такая вот собака вылазить просто. Привет, Махараджа, о, да, вот очень, Блуд Линеск, Блуд, кидал, кидал здесь, наконец-то поздоровалась со мной, привет, Маха, вот это аж прям праздник, это же даже лучше, чем донат в 5000 рублей, так, сейчас кто-то скажет, я тебе хотел закинуть донат, но ты говоришь лучше, ну ладно, так. Так, я был сам по себе в компании своей музыки, у меня был свой маленький мир, то есть он слушал, короче, CD-плеер и там подобное, пока я не научился наблюдать, на самом деле это было просто делом осведомленности, неудобно, конечно, читать вот так вот, но как-то надо, вот как-то придется, это ужас. Сейчас все будут массово, так, кто там будет здороваться, так, и для кого-то с острым взглядом, перекошенный галстук или простой взмах запястья мог бы много рассказать о человеке, вот, это он, короче, ну, просто наблюдателем стал и детективом из-за этого, короче, мы играем ДВС-3, играем, как его, блять, забыл его, как, Тосак, Тосакой Эштоном, да, так, да я до сих пор не люблю вечеринки, но тебя пригласило Б, почему он сюда пришел, его, Бека пригласила, блять, Ребека, Бека, одинаковые имена почти, особенно таких, Ребека, Ребека, Изабелла, блин, Изабелла, точнее, Ребека и Бека это одно и то же имя, а Изабелла это вторая, кстати, я сегодня увидел еще одну концовку, я в ахере был, случайно наклацал, махая слышала мои эмоции, как Изабелла умерла, это пиздец, на самом деле, я до сих пор не люблю вечеринок, особенно таких больших и пышных, как новоселье у райтов, Однако, когда есть реальная причина прийти сюда, я полагаю, они не так уж и плохи, поосторожней, Ширли, ладно, Ширли это его машина, если кто не помнит, кроме того, мне нрави, эммм, нравится мне это или нет, это всего лишь часть моей работы, я здесь для выполнения задания, Меня интересует человек с таким распростертым именем, как Люк Райт, так, теперь перемоточка, блин, как же неудобно перематывать, так, блять, можно было бы предположить, что каждый предпочел бы оставаться незаметным, после того, как его имя оказывалось связанным с несколькими нашумевшими преступлениями по всему Лаксборну, Короче, Люк пиздюк, на самом деле, потому что, ну, как вы понимаете, с Люком там закручивается что-то непонятно что, что вот зачем, что за спойлеры, какие спойлеры я случайно нажал, я этот, любознательный, да, 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 привет, да, так, банблуду, вы увидите, а вы даже, я не знаю, как вы увидите, там мы теперь будем проходить, как, как Леса переводила ДВСМ, девушку Скорлупи, мы все, как сказать, смотрели все абсолютно концовки и тому подобное, это было нереально охеренно, если бы тут так бы, а тут придется так, потому что, если не перевести, то мы половину не узнаем, и плохие концовки, это только же концовки, потому что ты привыкаешь к персонажам, ты привыкаешь ко всему, и ты, ну, это, просто, когда они умирают, в ахере просто, здравствуйте, Пуза Алина, Пуза Алина, Признаться, большинство расследователей по этим делам застопорились с течением времени за неименованием каких-либо зацепок или доказательств, но это не делает это его менее подозрительным, и вот он здесь устраивает вечеринку у себя на заднем дворе, что там Люк такого натворил, что за ним охота, ну, непонятно, плохие концовки, да, офигенные, хотя следя за ним весь прошлый год, сейчас этому не удивляюсь, он постоянно жаждет этого проклятого внимания, всегда тоскует по нему, будто бы безна... Подзорный щенок, мне нужно быть гением, чтобы понять, почему его нигде не найти, и это на его собственной вечеринке, да, он потом придет позже, но сейчас это не проблема, что меня бесит, так это несколько, насколько далеко распространена его вседозволенность, как близко он подобрался к жизням людей, о которых я забочусь, снова как навязчивый зуд, о котором ты не можешь избавиться, сначала профессор Кларк, Я там еще один спойлер увидел, маленький, давным-давно, но я в ахере, конечно, от этого, ну, как в ахере, ну, на тот момент я так-так себе в ахере был, но, а, не, я еще знаю один спойлер, ну, короче, я знаю много спойлеров, но, блин, я не знаю, чем закончится и вообще, но я вам серьезно говорю, интересно закончится, правда, что там дальше будет. Эту игру можно, короче, сравнить с этим, как же он называется, с унтилдавным, потому что тут умирают, и концовка, и потом еще есть концовка, которая, наверное, расскажет все, а в этой концовке, чтобы эту концовку получить, надо всех поубивать нафиг, и все, спойлерит, я, короче, знаю всю игру, ну, Крипер Герл, я не знаю, но я так, я картиночки видел, просто потому что я искал, потом и забыла, я также встретил Зимена здесь некоторое время назад, а теперь, теперь еще и Рэлл, Ребекка, вот она, неужели ты не можешь не позориться хоть немного, Бекка, если я найду хоть царапинку на Ширли, их расплата будет ужасной, Люку тоже мало не покажется, если по его вине с голов, с голов Зака или Ребекки следит Ходинин волос, беспокойство по поводу, вы оху, и сейчас я вам кое-что покажу, вы охуете на кое-чем, просто, беспокойство, беспокойство по поводу непродолжительного контакта Изабеллы с ним, уже само по себе является стрессом, короче, смотрите, Я никогда на стримах, на видосах не включал дерево рутов, потому что тут написано, это функция состояния текущей против глав, ее содержимое могут посчитать за спойлеры, но, сейчас мы откроем это, это не спойлеры Посмотрите, каким образом, сколько тут рутов, и вы сейчас просто обосретесь, посмотрите, посмотрите, сколько тут выборов Это только Эштон, я не знаю, что там в Эштоне, я мотал Ребекку и других, посмотрите То есть, какой-то момент, вот тут, идет пролиск, пропуск, вот этих моментов, что это, блядь, за моменты, что это, это выборы, вы понимаете, это, мать его, выборы, кандидаты, так, вот Вот, посмотрите, это, блядь, это что? Вот, выбор, обновление истории, общий рут, и посмотрите, это я, вот, я сейчас буду мотать, блядь, ебать Подожди, хорошо, давайте у Изабеллы посмотрим Посмотрите, на, у Изабеллы задонатить не получается Таня Джеймс, а что, что у тебя не получается, если не получается, подожди, донат проверен, а не, включен Если не получается, обнови смски, если не приходит тебе, перезагрузи телефон Посмотрите, у Изабеллы какая красненькая вот эта штучка, и посмотрите, сколько тут выборов И у Эштона, я ебал, и у Эштона, вообще, она, где она, она вот такая, вот такая писечка просто У Мариан Так, я ничего не вижу, что написано Очевидно, кто должен быть первым Видео Саня заставляет Блуде запустить стрим Так, сейчас клип один пройдет, я забыл клипы выключить, но Яой опять в топ недели, это Саня, короче, задонатил 100% Короче, прикол в том, что на каждом руке Да-да-да, это как, это меня будет, короче, на стрим Это меня, Саня, будет на стрим Нет, такие видосы можно закидывать, я даже ничего не это, ну, все нормально То есть, вы посмотрите, у Закари и у Ханны Я когда мне говорила, ну, у Ребекки нормальный такой выбор, ну, этот Вы представляете, когда мне говорила, Маха говорит такая, типа, ну, Вадим там, говорит, труд очень длинный Я такой думаю, да шо ты, шо ты вообще, там, понимаешь, там, ну, себя в голове думаю Да леса, для нее, там, ебать, ДВС, там, такое, нормальное Не-не-не, если какой-то клип будет, я выключу сразу, удалю, там, все нормально будет Но, я реально в шоке, это реально длинная хрень То есть, реально длинный рут, походу, будет Привет, Дова То есть, то есть, я в шоке, я думал, они просто, ну, ну, знаете, с непривычки переводят, для них это много Но нет, ни хрена, запись да останется Люку тоже мало не покажется Если что, ставьте лайки, если хотите, чтобы запись все нормально осталась, все было классно Это на было длиннее человек? Не-не-не, нормально все Игра не работает на телефон, потому что я не знаю почему, на самом деле Я сомневаюсь, что он попытается что-нибудь, наверное, телефон плохой, может быть, или хрен его знает Может быть, не тянет Или там надо ее покупать Я оставлю запись на канале, только, пожалуйста, не забывайте ставить лайк Так, хорошо А вот, Тарниш, бля, я сбился More that anything Люку тоже беспокуюсь по поводу неправдительного контакта И забыл, и с ним уже само по себе является стрессом Я сомневаюсь, что он попытается что-нибудь предпринять на виду других людей, но это не то Так, я тут, все, поехали Так, шеф, короче, как я понимаю Блин, вебку забыл Шеф, как я понимаю, он, короче Ну, это можно было и так догадаться, что Эштон, ну, как бы, работает в отделе Так, ну, как там, ну, как так Можно кого покормить в подвале Так, шо за секси дама Ситру, ты шо, не смотрела игру, что ли, или что? Так, шеф, мое присутствие здесь может показаться в лучшем случае странным Но у меня есть уважительная причина Та самая, которую он самолично предоставлял мне год назад Вместе с щедрой порцией лести для новоспеченного детектива-инспектора Все-таки не могу же я считать, что мой старый добрый босс находится здесь по той же причине, что и я, правда? Хотя увидеть его здесь, болтающим с богатыми и знаменитыми людьми Лаксберна Само по себе не так уж и большой сюрприз Не хочу показаться грубым, но парень явно карьерист Удивительно всего то, что он, кажется, выражает слишком сильное желание поговорить с женой человека Представляющего мой интерес Какой черт он вообще здесь делает? То есть, получается, он вообще... О, бля, пиздец Эштон, что? Получается, Люк забеременел... Забеременел Люк забрюхатил его жену Короче, пиздец, на самом деле Кстати, за любые спойлеры бан Так что... Кстати, кстати, кстати Кстати, 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 кстати Я спрошу у... Махараджи тут нет сейчас, да, наверное? Кузькин хвост А ну-ка, быстро напиши в чат Во Так Кузькин хвост Сейчас Стой, стой, стой Не пиши, подожди Кузькин хвост Стой, 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 стой Кузькин хвост Так, бля, не могу тебя... Так Ты тут же, да? Все нормально? Так Ага У меня просто чат летит, извиняюсь Я тебя сейчас делаю админом Если кто-то спойлерит бан Сразу же, без всяких вопросов На всякий пожарный Люк заберем... Так, подожди Так что вот Добавить модератора Все Если что, смотри Потому что я не смогу сейчас отвлекаться очень сильно Я вообще не смогу отвлекаться Так А ну-ка Так Где сироп? Не вижу сиропа Так Напиши что-нибудь еще Ты админ или не админ? Махараджа Тебя забанить? Ой, то есть Админом сделать или забанить? Что лучше? Выбирай Не, на всякий случай Есть люди Вдруг придут какие-то люди И вдруг Проспойлерят На всякий случай Но админ вы только на тот момент Когда мы игру проходим Потом я убираю админку Забанить? Хорошо Сейчас Махар Махараджа Эштон Всех тупо Ба Эй Эй Админов Прости Бека Я только что видел Кое-кого С кем мне нужно встретиться Давний Друг Что черт возьми здесь происходит. Погоди, что насчёт? Это не займёт много времени. Будь осторожна, пока меня нет, хорошо? Эй, будь осторожна, с чем? Это... Я не хочу привлекать к себе внимание, по крайней мере, до тех пор, пока он не даст мне поводу испортить его вечеринку. Спасибо за приглашение, Хана. Как покляжу, муж ещё не пришёл. Как же тут перемотать? Ага, вот так можно. Ой, так долго перематывать, ну ладно. Должна сказать то же самое, вашей дорогой Рошелли. Рошелли. Снова врачей, полагаю? На данный момент... Полагаю, как меня это слово бесит после вчерашнего резера, полагаю. Ух. На данный момент всё, что я могу взять, это ожидать и оставаться незаметным, особенно для шефа, чьи мотивы, мягко говоря, сомнительны. Если это значит, что я должен притворяться, будто бы незнаком с Заком и Ребеккой, или заставлять себя общаться с людьми, которых едва знаю, не говоря уж о том, что они мне не нравились, так тому и быть. Я не могу никого вовлекать в это. В блужданиях тоже не может быть и речи, когда повсюду дислоцированы охранники в штатском. Конечно, я бы с лёгкостью мог пройти мимо них, но предпочёл бы не осуществлять этого сейчас, когда я один из тех немногих, кто шпионит и бродит всюду. Лучше всё попытаться сделать это, когда рядом будет толпа людей. А также, если верить пьяным заявлениям их дизайнера интерьера пьяным. Подожди, а когда когда это Эштон встречался с Марианной? Да, ну... Махаража, когда с тобой встречались? Эээ... Резеро смотрел... Да я Резеро пересматриваю, я не помню его вообще просто. Сколько теперь админов? Админов пока много, но с каждой игрой, которую мы будем проходить, мы будем убирать админов, так что не переживайте. Должна ли мы обрабатывать информацию missing persons сейчас, или... ты хочешь ждать 24 часа? Он где-то рядом, бродит. Знаешь, я могу определить, когда кто-то глифует. Это зависит от того, насколько хорошо я сыграю сегодня. В лучшем случае, эта вечеринка даст нужный мне порыв для того, чтобы расколоть Люка Райта. Или же предоставить нечто опровергающее ему подозрение. Возможно, я даже смогу узнать... Кстати, Евгин тоже. Вот, и погнали. Мы играем в новеллу тут. Видишь, новелла. Сейчас у людей деньги потихонечку закончатся, и все. И пойдем дальше, нормально. Так, или же предоставить нечто опровергающее ему подозрение. Возможно, я даже смогу узнать, какую игру ведет мой босс. Так. Ага, я уже улетел. У меня были подозрения. Раньше несколько догадок смещенных тем, насколько неуклюжим дураком выглядит этот человек. Но никто, походу, не взаимодействует с Райтами, да? Походу, да. И не получать приглашение на устроенную ими вечеринку просто так, не желая при этом что-либо от одного или... Чего-либо от одного из них. Или же в обратном порядке. Вот. Итак, кину последним осторожным взглядом этих двоих, я направляюсь в больный зал. Я просто надеюсь, что это не усложнит ситуацию еще больше. Черт. Пока донаты я не могу выключить вообще, потому что мне сейчас надо будет уезжать, и мне надо будет срочно хотя бы купить сумку к тому, чтобы поехать, да? И я не могу их отключить. Извиняюсь, конечно. Но я постараюсь сделать атмосферно, чтобы было. И да и не буду... Да и не думаю, что будут донатить так. Вот. Евген сегодня на мели. Вот это хорошо. Хорошо, что... Хе-хе-хе. Что... Что сегодня клипов... Ну, клипы сегодня как бы не это, нельзя, но... Блин. Евген, тогда... Потом попозже тогда поговорим на эту тему. Глянем. Я не уезжаю, стримы будут. Как были, так и будут. Не переживайте. Переводил, что пиздец. Да. Но самое главное, что потом с каждым годом я все лучше и лучше переводил, и потом я начал упор делать на то, чтобы хотя бы понимание было... Ну, на... Ну, как... Что вообще происходит. Ладно. Что я скажу по поводу... По поводу... Что-то я хотел сказать, но я забыл, что... Что за фильм? Кстати, это Форест Гамп. Это... Блин. С Томом Хэнксом. Я не знаю, как вы не знаете такое. Это охрененный фильм. Да и у него все классные фильмы. Старые. Так. Партии, партии, партии... Партия. Люк Рай... Так. К тому времени, как вечеринка была в самом разгаре, ночь уже опускалась, но Люк Рай так и не появился в моем поле зрения. Этот человек может быть довольно показным, но это... Честно говоря, я впечатлен. Я даже не знаю... Опять еду! Лянь, какую еду! Вы говорите, фу, эти много еды! Посмотрите на это! Я даже не знаю, скольким закускам я уже наполнил свой желудок. Посмотрите, как... Сколько аппетитно выглядит. Я бы сейчас сожрал бы это все, блядь. Старелка вместе. А... Так. Слишком многими, наверное, официанты уже пялиться на меня каждый раз, как я прохожу мимо буфета. И, кстати, да, я забыл по поводу Кэнзи ответить на твой вопрос. Ты говоришь, новеллы там я смогу или нет? По идее, там ком должен быть... Должен тянуть и лучшие игры. Но! Процессор играет роль самую большую. Сегодня или завтра я сяду, понаустанавливаю кучу игрок, которых я хочу взять на... Как он называется? На прохождение. И... Я посмотрю, как он будет работать. Если он будет очень плохо работать, то... Я пойду и бэушный процессор какой-нибудь куплю. У нас есть один магазин классный. И я в него зайду. Ну, если там, конечно, есть. Если нету, то... Посмотрим. Винти своего работодедателя, а не меня. А это у него хватает смелости являться позже всех. Кроме того, именно в этом месте сосредоточена большая часть праздничных разговоров, гостей. Несмотря на то, что они стояли под одной крышей с теми людьми, о которых шептались, некоторые просто не могли устоять. Я, в свою очередь, мог следить за любой полезной информацией. Бездельник. Суарес все еще решает эту техническую проблему? Суарес — это отец Кайли с синеволосой девочки. Так, это я знаю, что это какая ли кто-то такая... Хм, техническую проблему, сплетник. Прошло 3 года, рано или поздно этот мерзавец сложит... 2 и 2. Кого пиздец? Кого там пиздец, а? А это уже на уровне доната или даже выше равно, подчеркиваю, не равно. Ну и что это, ману? Не дашь, Сашка, вот не дашь. Ты, блин, кошелек потерял? Где ты деньги нашел? Я не пойму. Ты поехал, Саша? Абахасла! Вот это у нас на донат наставь, да? Саня, ты поехал? Этот при чем? Да не, ни при чем вообще! Ага, ага, я ось, скажи донатит, ага. Это на уровне доната В смысле, такой донат надо поставить Я что-то потише буду делать Пиздец, спасибо донате Что тупо оглохли, спасибо, да? Саша, ты поехал Ты поехавший? Так Возможно, это он уже сделал Так И я вот И я вот из-за тебя опять не пойму, где и что и как Маленький пьюц? Что за маленький пьюц? Так, возможно, это он сделал Так, вместе Если уж та бюрократическая волокита, которая на меня навесили за последние несколько месяцев Что-то значило Так, подожди А, вот Ха, возможно, он уже это сделал Вот, я немножко улетел И вот, это та уже бюрократическая волокита, которая на меня повесили за несколько месяцев Что-то значило Подожди, а что до этого сказали? Прошло 3 года, рано или поздно Подожди, а кто он? Ну, ладно, короче Либо, так, либо кто-то просто дергал за ниточки Меня бы не шокировало Это дело не продлилось бы так долго, если бы у этого подонка не было Какого-нибудь мула в полиции Крысы Хм, тише ты Мы все знаем, что Суарес хочет уйти Подожди, а Суарес, а мы видели, мы ж не видели его никогда вроде бы, да? Я знал, что его дела плохи Еще в день слияния Эванс Инкорпорейтед корпорация Эванс Что-то я не помню Ну, что же, раньше не было бы, что с ним было Да, потише кто-нибудь может услышать, особенно это его жена Такая небрежность всегда была преимуществом для меня Однако, нередко мне хочется быть вдрызг Пьяным дело это Да, вот он говорит Наличие острого слуха Также означает, что иногда вы можете услышать некоторые очень сомнительные вещи Подожди, не видели, да? Вич лазань Не вич, а бич Вообще, на самом деле Типа, ладно Кто-то изменял на этой неделе мотив одного дела Изменил Разбившего чью-то голову об стену Или от оправдания отца за сожженные убийства дочери заживо Такого рода вещи После нескольких лет это становится утомительным Вы приобретаете своеобразную нечувствительность к подобному Но люди все так же остаются совершенно отвратительными Иногда в мире просто не хватает отбеливателя мозгов К сожалению, пить вино сегодня не вариант Я держу бокал в руке только для вида Я должен быть готов к тому, что мне придется сесть за руль позже А также я определенно хочу быть трезвым, если что-то пройдет не то Что-то произойдет Так, перемоточка А что-то всегда всплывает на заданиях, подобных этому Например, детектив умирает от остановки сердца Да Насмотрелся уже Этот Насмотрелся, походу, уже казино рояля Ага Потому что я буквально ощущаю тот момент, когда мое сердце замирает Стоит мне только перевести взгляд в угол больного зала Хана Райт Некоторые скажут, что я веду себя немного абсурдно И, возможно, так и есть Это просто вечеринка, и она хозяйка Это говорит лишь о том, что ей нужно время, чтобы пообщаться со всеми гостями Но Хана Райт в девичестве Эванс не чуждо желание, чтобы ее чтили По крайней мере, так считает общественность В отличие от своего мужа, у нее есть деловое чутье Не говоря уже о впечатляющем По служном списке, необходимом для управления компанией Или эффективного сокрытия любых нарушений Начисто, насколько я и мои агенты Выяснили Но это не исключает Возможной причастности К тому, что задумал ее муж Кстати Она надела себе кулон вот этот вот В конце А его нету Заметьте, там синяя штучка и все Черт, Люк Райт всегда выходил сухим из воды Согласно предыдущим отчетам Пока я не потрудился изучить его тщательнее Того, что я нашел, может и не хватит для привлечения кого-то к суду Но все же достаточно для зарождения подозрений Это может быть немного преждевременной реакцией Однако никто не продержится в моей профессии долго, если будешь слишком беспечен Ты бы привлекла его внимание гораздо сильнее, если бы приоделась покрасивее, не думаешь? Бека в одном и том же ходит все это время, да, я так понимаю? Ни одного стрима не удалось не пропускать Да, кстати Так А это она на следующий день Кузькин, ты что спалеришь? Так, теперь придется тебя в банда закидывать А я предположить не могла, что это новоселье будет таким роскошным Если бы знала, выбрала бы красивее платье Да, тут ты не знала, как будто бы у Ханны и Люка, серьезно? Ага Пока что ничего, о чем стоило бы волноваться Она, вероятно, даже больше забыла Это может, это может, чьи правы Она, 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 она Она, вероятно, даже больше заботится о своем имидже, чем ее муж Думаю, поэтому Потому что она росла, уже будучи в центре внимания Хотелось бы верить на все это Беспокойство не покидает меня с самого начала вечеринки Я уже избавился от него раньше Хотя, кто бы на моем месте нервничал, не так ли? Я работаю под прикрытием на вечеринке, организованным тем самым человеком, которого я изучаю Это само по себе рискованное располагает множеством возможностей для совершения ошибки Ошибок Обычно, полагаю, напряжение спадает в первые полчаса или около того Меня же учили сохранить спокойствие в подобных ситуациях Однако с каждой секундой, что я провожу здесь, напряжение только растет, стремится захлестнуть меня И вместе с тем возникает чувство, будто бы за мной кто-то наблюдает Как было и на прошлой неделе, но я должен привыкнуть к этому Но люк сейчас тоже придет, а ну-ка так, перемотать щека Люди будут смотреть на меня, вне зависимости от того, какое для них имею значение Они всегда так делают в подобных случаях Но когда ощущение чего-то жгущего взгляда на спине задерживается чуть дольше, чем нужно Время от времени я пытаюсь оглядываться, чтобы поймать виновного Не выходит И несмотря на все мои усилия подавить это чувство, крошечные уколы продолжают жалить затылок И легкий след холодного прикосновения вволакивает мои конечности Вот это перевод, конечно, класс У тебя в попе чешется, на это будет Ты заебал в попу, пойди мой, блядь, пойди Или что, я не знаю, кто знает Да, Алина, что ты рассказываешь? Я уверен на 100%, что ничего не будет Пока мой взгляд не переключается обратно на Робеку и Хану Райт Я не знаю На самом деле, если это было бы, это было бы что-то нереальное Она стоит там, темно-волосая, грязная, выделяясь из общей массы Так, погоди-ка Он ее тоже видит? Он видит ее? Но даже если так, никто, кажется, этого не замечает Пускай она отвернута от меня, ее нахождение здесь поражает Это тревожит Нет, вводя взгляды, я стою неподвижно Я смотрю на нее, будто бы моя жизнь зависит от того, останусь ли я Останется ли она там, где сейчас стоит В ее присутствии, я чувствую себя загнанным Блядь Ты не угадаешь, кто это Бугака? Блядь, сука Вот это пиздец, блядь Вы что делаете? Да мы поехали, или что там? Вот это, блядь, на таком моменте жестком Блядь, это Саня, 100% Это Саня, хотя Сейчас Или Алина Если Алина не испугалась, значит это Алина Потому что Алина всегда пугается Блядь, это Это нормально Это в порядке Кто описался, ставьте плюс Тупо Если вы немножко сиканули В этом стримеры, скримеры не пугают Скримеры не пугают, но будут пугать донаты вот такие вот Это Алина, да? Спасибо В самку Здравствуйте, это капец Это Рутеша, да Так Ну теперь хоть пранков Нормально В ее... Подожди, блядь, где звук? В ее присутствии Я чувствую себя загнанным в ловушку Пока другой гость не натыкается на меня Выводя из этого оцепенения Алина, это ты, блин? Или кто? Только я понимаю, что это все время задерживает дыхание Что все время задерживает дыхание При чем я смог понять, что же случилось? Она исчезла Блин, а пожестче парочку еще скримерков кидануть? Давно стрим Вчера только вот начался Сегодня вот сейчас закончится через 5 минут Быстрое сканирование помнты не позволяет отыскать никаких признаков ее присутствия Вечеринка продолжается, будто бы ничего не случилось Да, походу Эш тоже видит этого Этого фигню Но Эш тоже видел Письмо, но не только письмо играет роль Не, мне судить, но я уверен, что Кого-то вроде нее не пустили бы даже на такое роскошное мероприятие Что делает служба безопасности? Неужели они так некомпетентны, что Настолько выделяющийся может легко выйти без предупреждения? Ты что, дурак, блядь? Ты дурак? Эштон, ты вообще дурак? Или что? Что ты несешь? Что ты несешь? Кого впустят? Он, он что, первый раз сетов пару скримерков и будут ей Цаня, это ты, блин, или кто? Так, вы там не надо меня путать Вот это, путайте меня Так, это уже должно быть Это должно быть, блядь Это уже должно вызвать Это не пару скримерков Там, там скримерков пять, наверное И все Так Это уже должно было вызвать возмущение Особенно со стороны хозяйки Она стояла на расстоянии вытянутой руки Это, кстати, был донат на все Да, это на все был донат Это должно быть вызвать смущение со стороны хозяйки Она стояла на расстоянии вытянутой руки От этой женщины И все так же Она просто продолжает свой разговор с Ребеккой Ах, профессора А, и ты, малышка Бекки Мои родители не могли приехать Так как они сейчас в Шотландии Кстати, мама передавала тебе привет Значит, значит, где что-то есть Поэтому я начинаю видеть всякие вещи Хотя это не могло быть из-за вина Я такой же трезвый, как и тогда, когда вышел из машины Закуски? Но зачем кому-то... Подозрительно... Но зачем это делать-то? Но подозрительно я не могу понять Чего бы ему вообще взбрело в голову Что отравить еду, которую она будет подавать на свои вечеринки Хорошая идея При даче имею кого-то, вроде шефа ли в списке гостей То есть, люк все время думает, что это какая-то... Кто-то подсыпал в еду и там подобное То есть, это не может быть такого, короче Блин, у меня походу подвис Походу или телефон, или я не знаю Но что-то без перерыва грузится, но ничего не грузится Алло, телефон Ой, бля, я понял, в чем проблема У меня и VPN включен И мобильный интернет сейчас весь просадится А потом в автобусе что я буду делать? С записи, получается, я буду... Так, сейчас извиняюсь, момент Вот так Так Вот Красавец, спасибо Не бойся, нажать, бойся, вилки, 1, 2, 4, 4, дырки Ору, блудик, Ариэль Я еще думал, кто-никак... Почему-то никто не написал за это... Ариэль, она же тоже волосы себе... Это... Это праун Это Махараджа Так Если... Извиняюсь за такие звуки Так, он связан с торговыми наркотиками Да, тем не менее Такая тактика ниже его достоинства Это все, что я смогу сказать Почему все персонажи тут дурачки? Почему? Вот, я не понимаю Если вы видите призрака Вы должны думать, что вы проклятые А не еда какая-то, в еду посыпали что-то Если только сегодня здесь не произойдет массовое убийство О чем я сильно сомневаюсь Не-не, я был длинный суммный Стример не тупой Все Но нет времени углубляться в этом Даже если бы я хотел Особенно, когда в комнате поцарилось молчание И всеобщее внимание обратилось на парадную дверь бального зала Чертовски вовремя Добрый день, вечер Дамы и господа, наслаждайтесь вечеринкой Надеюсь, что я не сильно припозднился Приветствовать вас в особняке рай Да что ж такое-то? Алло Алло Ага На, я тебе вебку включил Все Ты меня тут прервал немножко стрим И у меня все улетело к собачьим мандаринам Так, все вот Сегодня весь... Да, вот Еще Обращай внимание Что я пока еще не учитываю инцидент С профессором Кларком Приятные Приятные Это только те, которые до сих пор замалчивают По Скайрайт в хорошем закрытии своих темных делишек Это все равно показывает Насколько он действительно гнилый человек По крайней мере Это тот случай, когда он в самом деле считает Что никто из его сверстников не может его осудить Я потерял счет тому Счет тому За сколькими инцидентами Словесных оскорблений и домогательств Этот парень уже закреплен Черт, даже... Он даже пытается подкатить к Изабелле На день открытых дверей Прямо на глазах у своей жены Так... Он... Если бы ты знал, скольким он уже подкатывал И то, что я нахожусь с ним в одной комнате Ничего не отбивает у меня желание врезать ему Честно говоря, это намерение становится только сильнее Однако по протоколу первоочередной задачей является задание Мое собственное мнение об этом человеке Не должно влиять на цель моего нахождения здесь Если я хочу поставить его на место Это должно быть в суде со всеми надлежащими обвинениями против него Я смогу сделать это только тогда, когда соберу достаточно доказательств Чтобы приезжать этого ублюдка Добро пожаловать в нашу скромную обитель Он как отморозок идет Как скамбэк А скамбэк это не мусор? Нет? А если Алина вообще никогда не донатила, это все за нее? Может быть такой, да? По топ-донам сколько осталось? Да не хватит сегодня до стакэ Ну шо вы вот... Ну вот что вы за лю... Вот-вот, ну не хват... Я сейчас ее заблокирую, чтобы не хватило Шучу, ладно, сейчас я посмотрю Сейчас Да вы издеваетесь, так нечестно Почему? А? Так нечестно А что если это мы тюльпы, а будут наши тюльпы? А что если вы вообще стрима не видите записывать? Так Да, погнали Ребята скид... Так, ну глянь, вы издеваетесь Это прикинь, Алина, насколько у нас чат такой любит тебя, что все скидываются, да? Так, добро пожаловать в нашу скромную обитель Сегодня вечером, если вы еще не определились со своими ролями Вы все, дамы и господа, двора вашего короля и королевы Если простите мою самонадеянность Так наслаждайтесь пиром, который был приготовлен для ваших чувств Поскольку у нас находится только лучший сервис Так что наслаждайтесь остатком ночи, господа Подавляя раздражение, я приготовился убраться из толпы Посреди возгласов и хлопков Сейчас самое подходящее время, чтобы вырыться отсюда А также попытаться найти то, о чем рассказывала мисс Маккалу В первую очередь Мои планы точно не уходило пожимать руку этому слизняку Фальшивая улыбка застывает на моем лице В то время, как я притворяюсь, что слушаю, как один из гостей сплетничает о нем Все это время я медленно покидаю зал К сожалению, прежде чем мне удалось продвинуться дальше Во, и начинается вот эта фигня, когда... Эээ, какую-то... Да, я видел Мио, я видел про Яойную новеллу Может быть возьмем ее, а может быть нет Но там слишком такое себе простятское Опять мы остановимся на том моменте, где приходит жена босса Этого Ли... Люка, Люка, да, его Люк зовут И говорит, что типа она беременна от Ли Вот, возможно тебе стоит присесть и... У богатых людей существует только два способа решить их проблемы Либо они спокойно собираются со всеми закрытыми дверьми Либо они создают из-за этого большую проблему И она просто взрывается у всех на глазах, так или иначе Забавно Нет, заткнись, уродина, я не с тобой разговаривал Я разговаривал с этим подонком Ты чёртов ублюдок, стоишь здесь со всей своей заискивающей улыбочкой Не проходит и несколько секунд, как перед нами Представляет самое что ни на есть большое публичное зрелище Зачем вообще тратить деньги на телевизор, чтобы покупать дневные сериалы Вы можете просто так пойти на одну из таких вечеринок Увидеть, как действие разворачиваются в реальной жизни Вы даже получите бесплатную еду На самом деле, если бы я был настоящим гостем Я бы воспринял, ну да, как какую-нибудь грязную форму развлечения Слизь за своим языком Ходишь по тонкому льду, Рошель Где твой муж? Кто тебя вообще пригласил? Так, проматываем Что-то мы уже полновеллы промотали А мне кажется, что мы до нового даже не дойдём ни до чего Фасон, привет Так, но я не гость Который просто хорошо проводит здесь время Мне нужно сосредоточиться на нём Несмотря на всю эту жалкую историю Итак, я жду, я слушаю, я наблюдаю Интересно, не правда ли? Это жена главного инспектора Да И вот 29 октября, суббота Хм, странно Сакура, привет Так, следующее утро начинается тихо Сейчас, блядь, делаю громче чуть-чуть И опять громко будет Опять донаты И буду опять Сбивать будут Так, следующее утро начинается тихо Даже все жилые Люди прибавляются, а лайки не прибавляются Что такое, а? Следующее утро начинается тихо Даже все жилые дома Салембуэла Оказались необычно притихшими Когда я выхожу из комнаты Открытый коридор Свободен от жильцов И из других квартир Не доносится ни звука Словно что-то назревает на горизонте Так, это подожди Это Ты же уже возле А Он с этой, да? С Бэкой там, где или нет? Мирный ночной сон Прекрасно Сказался на моём настроении Я уже не могу вспомнить Когда в последний раз Высыпался Так, чтобы мне при этом не прерывало Какое-нибудь срочное дело Это хороший способ Отлечься От всех последних плохих новостей Если бы настойчивое жужжание В моём кармане Меня не разбудило Я бы продолжал спать Звон прекратился Прежде чем я смог Перейти Перейти На какое-нибудь Наверное уединённое место Но к тому времени Сон уже испарился Из моего организма Какая жалость Я мог бы ещё бы больше отдохнуть Прежде чем мне пришлось бы Встретиться с ещё одной бурей Конечно, я должен объясниться Перед Ребеккой И не важно Будет ли это Чистая правда Или очередная Наспех выдуманная история Пусть я пока не придумал Как с этим справиться В отличие от Зака и Забеллы Которые обычно Не задают вопросов Довольствуются той малостью Которой Я готов делиться Которой я готов делиться С Ребеккой, наверное А не Готов делиться Вот Ребекка Очень импульсивна Но это Стоит отложить на потом О, шеф Передо мной Я гляну потом Саня Господи Какой же у него Рингтон Истинный Передо мной Высветило Семешева Словно издеваясь Печально Да Еще и настолько Еще и настолько Хорошее это В печальном таком этом Было бы здорово Просто расслабиться Отдыхать Да заткнись После вчерашнего вечера Или возможно Слушав спол Да Да Блять Выключи звук Конечно Там Говорят все о том же О чем мы слышали В последнее время Но все равно Это лучше чем стоять На улице Прохладный лак С борским утром С боссом на связи Вздохнув Я ответил лишь Покончить без сетки Наконец-то Фрей Где ты сейчас Господи Конченная какая-то Это как Вот это вот Что-то Что сучата Жду сигнала Или как там Блять Конченная Вот эта хуйня Просто Так Фрей Ты где сейчас Так я не ждал От него Такого тона В этот час От мысли о том Как все складывается У меня уже разболелась голова Я быстро Жал переносицу Пытаюсь спастись От головной боли Поэтому я никогда Не напиваюсь До потери сознания Он напился Да О чем это ты Не о чем шеф И вам доброго утра Типа он думает Что он напился Да Хотя наверное так и есть Он наверное Звонит мне Чтобы отчитать меня Или пожаловаться На свою жену Все это Меня не касается На самом деле Если только не относиться К тому делу Которую я расследую Мне кажется Это обычное дело О том Как богатый человек Изменяет своей жене Хотя я бы не ввязался За него Если бы Не взялся за него Если бы это была бы Жена любого другого человека Но понимая Что это жена шефа Я верю Что он признался бы Если бы его женушка Была замешана В темных делишках Делишках райтов Поэтому я с прошлой ночи Ушел прежде чем выставили Чем эту женщину Выставили вон Я не собирался расследовать Супружеские измены Это скорее всего А это были скорее всего Именно они По всей видимости У шефа Другие мысли в голове В этом утре Нет ничего доброго Так Сейчас чуть ниже Что все уже Алина не поднимается в топ Все на месте Все стоит В любом случае Где ты Я уже миллион раз Говорил тебе Всегда оставаться на связи Да он говорил И не только Зак, Ребек, Забелла Все не говорили мне То же самое множество раз Но прошлой ночи Я был под прикрытием Телефонный звонок Это последнее Что я хотел бы получить Когда были другие вещи На которые мне необходимо Было сосредоточиться На тот момент Кроме того У нас есть рации Специальные телефоны Для рабочих вопросов Почему он не воспользовался Этими линиями Связи Это настолько важно Я только проснулся, сэр Слышать ваш голос этим утром Это здорово Но в то же время Это очень рано Если бы вы дали мне Несколько минут Чтобы проснуться И было бы замечательно Нет необходимости Это не займет много времени Что случилось? Я срочно нужен в участке Нет, здесь все хорошо Просто Слушай, парень Фрей не Принимает Этот Не принимает Он на свой счет Ладно Фрей Эштон Фрей Да, его зовут? Блин, его так мало имя Назвали Что я забыл его имя даже Ты остранен от Лаксбордского дела Начиная с сегодняшнего дня Нормально Что ж, я совершенно не ожидал Услышать именно это Это скорее всего Из-за того, что Реально жена походу там И это наверное Какая-то Вселенская шутка Ну как во всех фильмах Обычно всегда Происходило, да? Я помолчал несколько Неловких секунд Шеф должно быть Пытается повернуть Свой очередной Ужасный пранк Провернуть Пытаясь избавиться От своего Плохого настроения Или возможно Ужасного похмелья Все знают Что если ему выпадет возможность Он совершенно Не контролирует себя Когда выпивает Если бы Неужна Вызовшая Ажиотаж Он возможно Упился бы в хлам В течение часа На той вечеринке Наверное он пил Еще после того Как они вышвырнули Ее из бальной залы Он должен был бы Пойти за ней Если бы он ее любил Но если так подумать Кроме того У него никогда Не было хорошего чувства юмора В большинстве случаев Он просто Бесит Но когда Он не следит за ним За кем? Если в моем голосе Будет слышно Малое толико Разочарование При разговоре С собственным начальником Это будет не моя вина Нет постойте Что вы шутите Шеф? Это основа Один из ваших розыгрышей? Временные сотрудники Ничего не говорят об этом Но я Это не так Это приказ от начальства Ах начальство Да Мое любимое слово С каких пор начальство Стало заботить дело О департаменте Уголовных расследований Насколько я могу судить Им все равно Что в департаменте Полно нераскрытых дел Пока мы придерживаемся Низких расходов А когда я хотел Пострелить фалы Старых Нераскрытых дел Они закрыты Они закрыты в архивах Тебе нужно согласовать Это с начальством Нужно получить доступ К этим рапортам Возможно если начальство Позволит Вот Каждый шаг Каждое движение В этом деле нет ничего Что не было бы скрыто Какими-нибудь органами власти Если не шеф То комиссар Или так они мне говорят Это заставляет меня Задаваться вопросом Зачем мне вообще поручили Его кому-то Кому бы то ни было Ни один из них Не сделал ничего Чтобы сдвинулось Это дело С мертвой точки И они Еще интересуются Почему уходит так много времени На то чтобы Появился хоть какой-то намек На прогресс Вы не можете просто Вывалить на меня такое Вы не можете Просто так отстранить меня От дела Я могу Прости меня Эштон Ты хороший депректив Один из лучших Что я видел в последние годы Но Три года шеф Три года Три года прошло с тех пор Как Разнеслась Эта неизвестная Техническая утечка С тех пор Как имя Люка Райта Стало открыто Связано с несколькими Грязными Сделками В корпоративном мире Лаксборна Некоторые из них Из них Связаны со смертью Три года Я был единственным Кто зашел бы Так далеко Достиг значительного Прогресса Чего не смогли бы Сделать офицеры С большим опытом Когда им было Поручено это дело В течение всего лишь года Практически безо Всякой помощи Со стороны Этого Чертова Начальства Конечно я буду Взбышен А вы знаете что случилось Если бы я не рвал задницу Над этим делом Если бы я не посвятил ему Целый год своего времени Она бы стала очередным Нераскрытым делом Как и любое другое дело С которым связан Люк Райт Я спас его Чтобы его не отправили В архив Сэр В архив Видимо если дела идут То Все омбец За них потом Никто не думает И не расследует Я так понимаю Так Приколы с детскими песенками Любознательно В смысле Которые Ты хочешь заказать такое Или что Такое можно Я думаю Подошел уже достаточно близко Кстати прикол в том Что если кто-то захочет Ну не то чтобы захочет Если все сложится так Что когда я буду Оллое И наберется Стока у Алины И если будет мама Как бы ее дома То я не смогу крикнуть И тому подобное Так что Смотрите Прикол в том Что если Может быть потом Это уже не сыграет Вот Ну не сыграет так Как должно Так Я полностью Основную Что ты сделал Фрей Но Комиссар Не рад твоему прогрессу По их меркам Все еще Это все еще Слишком медленно Ни хера себе Слишком медленно Слишком медленно Ну а что Насчет тех рапортов Которых я заполнял Я заполнил каждый из них Черт побери И отдал вам Каждую зацепку Которую смог собрать Разве этого недостаточно Им нужны результаты Ни куча исследовательских документов Не только одно Безосновательное предположение За другим Конкретные доказательства Фрей Очень жаль Они уже приняли решение Как во всех фильмах Как короче это На улице Да Как видите На улице заору Не на улице Я так не соглашаюсь Это 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 Не я предупреждаю Просто Может такая фигня быть Что когда я колой приеду И там столько и наберется И в этот момент скажешь Да ори А там все дома Не Тогда уже не будет Я просто предупреждаю Что я этого делать уже не буду А там Я ж не говорю Что донатьте Обязательно донатьте Я не говорю Просто если так будет Это Это вот так вот будет А на улице Не я орать не буду Тем более не в своей стране Я даже Я там Поначалу даже не освоюсь Орал же Так я орал дома У себя Да А там на улице Да ну нафиг Еще жить буду Два месяца Как минимум И не хочу Я могу Захарать на улице Да ты всегда орешь Ты идешь Орешь Постоянно Как резаная Постоянно орешь Кричишь Так Ну посмотрим Что будет Аллоя будет кричать Да там никто не знает Ай блядь Ай сука Нога В колесо попало Не знаю Будь веселым Дерзким Шумным Драться надо Что Почему любознательно Почему любознательно Заказывает Видеоприколы С этими Это я вроде видел Бедная собака Блядь Блядь Улыбка Я не знаю Забонят Но это опасно Потому что СССРовские мультики Монут баниться Спокойно Говорят Мы Пеки Буки Как Выносит нас Земля Задают Просто Собирать Время По 5 минут Это советские мультики Я на всякий пожарный отключу Хотя уже наверно поздно Даже отключать Но Блин Любознательно Советские Я думал Ты мультики Какие то такие Которые Ну Ну Как Типа Вот Заказывали Там что то Как Алина Заказывала Вот это На этот Но Блядь Но За советские Мультики Могут Забанить Могут Не факт Что забанят Но Но Могут Саня Да ты Ты же не знаешь Откуда ты знаешь Но Я попадаю Сразу Скачать Глянем Но советские Лучше не закажут Ты такие Какие ты малоизвестные Я думал Ты закажешь Так Ну Слишком медленно Ммм Сомб Билл Фон Лоджерсон Так Бля Я запутался Им нужны результаты Некучи Следовательских документов Не только одно Безосновательное Ага Конкретные Доказательства Более Доказательств Да Мне очень жаль Они уже приняли решение Они собираются Придать дело Тому Кто дольше работал В полиции У кого больше опыта Кому-то У кого больше опыта Так Так подожди Так это мы уже Прошли вроде бы Нет А ну-ка Стой Сейчас Подожди Он говорит Следи за своим языком Да я немножко Пролетел Вот Шеф Я уже сделал гораздо больше Чем все эти старые хрены Когда-либо Делали за своими столами Все же Лишь за год С тех пор Как мне его поручили Следи за своим языком Фрейд Ты говоришь о своем руководстве Ты Я не какой-то там новичок Только Что закончивший обучение Я так же компетентен Как они Бесполезно Я уже знаю это Они никогда не говорили Этого так Чтобы я слышал Но с той самой минуты Как я Вошел в участок Многие из них Недооценивали меня Если что Сироп Если ты тут Или кто-нибудь Кто у кого есть бандикам Поставьте на запись стрим Чтобы вот он у вас Просто записывался И все И за спонжбоба Не забанят Любознательно Но тут прикол в том Что у кого есть Как сказать Права То быстрее забанят Спонжбобе не было песен Если спонжбоба Песни именно будет Тогда да Скорее всего Не знаю Если что Поставь на запись Чтобы все записывалось Сразу Или Алия Если придет Может его попросить Просто на всякий пожарный Вдруг что Вот Так Сколько лет Это расследуется Одно дело Вроде 5 или 15 Но тут непонятно Сколько именно это Они никогда не говорили Этого Чтобы я слышал Но с той самой минуты Как я вошел в их участок Многие Из них Недооценивали меня По одним только Их взглядам По заданиям Которые я получал Для них я все еще Ребенок Слишком молодой Слишком зеленый Слишком неопытен И как раз Только они приплели На меня Да что ж такое Алло вылетело И как только Они прилепили На меня этот ярлык Любой аргумент Который я привожу Можно спокойно Выбросить на помойку Неважно Насколько он логичен Чего я достиг О чем говорится В записях И сколько труда Было вложено В каждое расследование Которое они мне Подкидывали Мы все знаем О твоих навыках Парень У тебя не было бы Этого значка И звания Если бы ты был Недостаточно хорош Однако это дело Просто не для тебя Слишком высокого уровня Слишком рискованное Чтобы ставить Такого хорошего офицера Как ты В опасную В опасную Эту Охрененная Ну вот Вот вовремя Ну вот вовремя Аллое Походу Перегрызли Зарядку От ноуда Шиншилы Звание Если бы Ты был бы Недостаточно хорош Однако это дело Просто не для тебя Слишком высокого уровня Вот слишком рискованное Что мы пропустили Чтобы ставить Такого хорошего офицера Как ты В опасную ситуацию Он вообще Сам себя слышит И вот эти объяснения Странные Сами по себе Никто не идет На такую работу Без понимания того Что это опасно И вот Вештин спрашивает Я могу получить Еще один шанс Вы сами сказали Что я хороший детектив Это лишь вопрос времени Когда мы закроем это дело Не важно Что я думаю Фрей Ты отстранен от дела И это окончательно Я жду Все соответствующие документы Файлы на своем столе В понедельник утром Я даже не пытаюсь Ничему прикасаться Я знаю Как это упрямо И решительно А шо Алина Алина поехавшая Алину все любят тут Как могут не любить Алину И как я могу Не любить Алину Другой бы Стример Сказал бы Я не буду делать этого Вот я могу тебе даже Вернуть бабки И не делать А я беж сделал Даже такое Сейчас кто-то может скажет А это потому что Типа там Жадный к деньгам Или типа такое Скажу Нет Алина это тупо Человек поднялся Тупо с низов до верха Моментально Сразу же Тупо Топ донатера Самого узнаваемого Зрителя На ютуб канале Ублудли носа Так что Алина По второму Мне кажется Или по третьему месту Я даже не знаю Мне кажется По второму месту От леса Вот Леса Как донатила В самом начале И вот Алина на втором месте Как она донатит В плане того Что Вот Как сказать Не то что по времени По времени Такому длинному А вот В малом количестве Времени И много Вот Вот такая вот хуйня То есть Вот такая вот херня Алина Если что-то скажет у нас Она на втором месте Хотя я места эти не хочу Конечно делать, потому что для меня Каждый важен, кто приходит на стрим Лео важна, она хоть не донатит много Но она мне Важна, то что она приходит И ей нравится Мне нравится то, что нравится людям Если им нравится мой стрим Мне в кайф делать для людей Так что вот Это называется скорость доната Не скорость доната, а как сказать За промежуток маленький И этого, такой донат просто, это считай, сейчас был момент, когда ты просто вот проспонсировала то, что я могу поехать, я могу хоть до своего дня рождения, но один опять же минус в том, что бля, у меня днюха 25 марта, и я хотел бы сделать стрим на 25 марта, а уже таких донатов точно не будет на 25, и надо было чуть-чуть оставить хотя бы на 25, было бы хорошо. Потому что я там, ну, попытаюсь сделать все нормально, все классно, но я себе поеду заранее, я хочу уже поехать, я уже просто нереально хочу поехать, у меня много таких вот моментов, что я боюсь, то денег не хватит, то компьютер будет что-то тупить, то еще что-то, и вот, ну, как бы вот страшно в этом моменте, и как-то я завтра, не знаю, буду настраивать комп, поеду, процессор может чуть-чуть получше возьму хоть какой-нибудь. Короче, и не только Лео, я говорю, Саня, этот, все важны, кто приходит на стримы, вот, так что, вот такая вот фигня, аж, блядь, речь хочется толкнуть эту, как она называется, ебать, я выгляжу как даун, а толкаю, пытаюсь толкать такие речи, это ужас. Ладно, все, поехали. Поеду, все же слишком поздно, так, несколько, шеф, пожалуйста, несколько недель, тогда я оставлю на вашем столе более убедительные доказательства, клянусь, это не займет больше времени. То есть уже слишком поздно, мальчик, я уже поставлю вызвешенность других офицеров, у тебя нет доступа, пока не дана новое поручение. Черт, просто держись подальше от участков, Фрей, возьми выходные. Серьезно, шеф, это из-за того, что было прошлой ночью? Это из-за того, что я был на вечеринке, у меня была причина, чтобы... Да, Лео, это... ты был на вечеринке, это заставило меня замолчать, его наосторожный тон, неожиданные осторожные нотки... А-а-а, он же видел все, что происходило. На моем лице медленно возникает хмурое выражение, мои брови нахмурились, замешательства, как бы мне не было ненавистно говорить о, собственно, боссе, но все как-то подозрительно. И, кстати, Кузькиному хвосту и Махе завтра надо будет скинуть тоже донат. Не знаю, сколько я скину, но завтра кину какую-то часть, потому что они переводили игры. Кузькиному хвосту вообще надо бы поставить, можно так сказать, памятник за то, что она помогала мне с драматическим убийством. Если бы не она, драматического убийства на канале не было бы. То есть мы бы также переводили долго и тому подобное. Она хоп, пришла и все. Вот, ну ты будешь снимать, тримить Walking Dead в финал сезона? Ну да, подожди. Так он выходит там, одна часть в год вроде бы или что-то такое. Мы уже его почти прошли весь, только в конце там осталось. Так, наш Ленин, здрасте. Ленин, это как бы сейчас дед был бы, сказал бы, леденец Ленина. Сложно не думать о том, что в таком плане, учитывая, как он себя вел с Ханой Райт прошлой ночью, он обеспокоен. Почему он должен быть обеспокоен? Вот. Все, кто был, были приглашены, я ни секунды не сомневался, что он получит приглашение, хотя его присутствие там порождало много вопросов. Здесь что-то не так. Я случайным образом наткнулся на это. Все, что у меня есть, это смутное подозрение, но если взглянуть на это под другим углом и сложить все вместе... Кстати, Алина, не забудь написать мне после стрима, чтобы я тебе поменял в топ-донате в начале этот, как он называется, число. И когда я колой приеду, мы, наверное, повесим там огромную такую сигну для тебя чисто. Возможно, меня странили от этого дела по той же причине, по которой его туда пригласили. Бля. Да, шеф, я был не так... Не просто так, не... Ну, не просто так, короче. Была какая-то причина. Подруга пригласила меня пойти вместе с ней. А что вы там делали? Я знаю, у нас нет прямого правила, запрещающего посещение вечеринок, но это было... Он закашлялся, это звучало почти как словно подавился собственным отправданием, ложью. И я не хочу ни в чем его обвинять, но все же... Он был тем, кого я уважал с тех пор, как присоединился к ЛПД, Лаксборнскому полицейскому департаменту, даже несмотря на то, у него странное чувство юмора и склонность тянуть время. Он явно достаточно компетентен, чтобы выполнять свою работу. В противном случае, он бы не стал главным инспектором Лаксборнской полиции, он бы не прослужил множество лет без какого-либо послужного списка, поддерживающего его. Но... Что если это была просто случайность? И что... То, что поддерживало его, было что-то... Не... Не что-то, а кто-то. Жена его, походу, да? О, ох, черт. Нихрена себе. Твою мать. Шеф Харви, о том, что случилось в прошлой ночи. Какое это имеет значение? Фрейд, сейчас мы об этом не говорим. Какое это имеет значение? Какое это имеет значение? Я засчитаю всю чертову клятву, которую мы давали, когда нас принимали на службу, если смогу. Но в данный момент, кажется, уже слишком поздно напоминать ему об этом. Когда следующий стрим? Сироп, ты сейчас спрашиваешь, как знаешь, когда стрим закончится? Самые... Самые глупые вопросы в мире. Почему так мало зрительный на стриме? Я не знаю, когда следующий. Завтра поеду в этот, как он называется, посмотрю сумку для компа, потому что, блин, когда... Как я его буду забирать? Не знаю. Сейчас найду конченные анекдоты. Давай, на 2Ч найди. Но, блин, но не советовал бы сейчас Сироп, потому что, блин, сейчас сюжет хороший, так что не совет... Ну, лучше не надо сейчас. Потом, если что, потом. Так. Ну, не в сюжете, что было прошлой ночью, это не имеет значения. Лео, ну, только что... А, ты же не пришла раньше. Короче, мы только что были на вечеринке у Ханы Люка Райтов. Там его жена начала гнать на Люка, что он, типа, изменил и всякое такое. А, следующий стрим, ало, или тут? Не знаю. Будем смотреть. Пока не знаю. Вот. И в этот момент шеф это был, ну, его жена была. И теперь он, как бы, как бы, ну, сомневается в том, что изменяла она или нет, ребенок от него или нет. Вот в чем смысл. Я подозревал... Так. Я подозревал вышестоящее начальство или подчиненных Нинишваранга, но своего собственного босса... Геремонию удивительно, что та утечка информации ничего не дала. Кто-то, кто был рядом, мог дергать за ниточки. Меня специально направляли, чтобы я потерпел провал еще до того, как мне поручили это дело. Блядь, эта крыса, это 100% жена его. Ну, кто ж еще-то? Я все равно ничего не поняла. Ну, ты смотрела серии или нет? Лео, если ты не смотрела серии, то какой смысл объяснять? Потому что, блин, это уже раз третий или четвертый нам показывают. Это уже миллионный раз нам показывают. А ты спрашиваешь. Да какой там прийти? Тут легко все. Хана и Люк закатили вечеринку. На вечеринке его жена пришла, начал Люк обвинять, что он отец детей. Вот. И, ну, блин. И, понятно, а это муж, блин. Вот. Такая вот фигня. Но я не хочу просто так сдаваться. Я не хочу верить, что просто так потратил на это год. Я не хочу, чтобы это было очередной новостью, которую мне придется сообщить профессору Кларку после всех этих обещаний, что я ему дал. Даже я, человек, который уже ни хрена не помнит, но я все помню то, что, ну, самое важное происходило. Я просто не помню там за, может, синеволосую девочку и, ну, может, других. Я просто хочу знать, сэр. Вы на вечеринке были с Люком и Ханой Райт. В понедельник... Бля, как же громко. Детектив инспектор. Первым же делом с самого утра. Каждую копию файлов, что у вас есть. Я хочу видеть их всех на моем столе. Нет, это же не Фрейд. Ты меня понял, что я могу еще сделать, как улыбнуться и кивнуть. Когда мой начальник ждет ответа, говоря со мной таким тоном, а отмахиваясь от моих вопросов, словно избавляется от трупа. Да. Короче, типа он... Типа он не идет расследовать дела, но он будет расследовать, я думаю. На листке написал миссию инкомплит. Что? Да, сэр. Как только это он сказал, он бросил трубку. Вот так-то отстранено дело. Фрейд. Смешно, почему это все еще выбивает меня из колеи? Я уже много лет назад узнал, насколько все на самом деле отличается. Как далеко от реальности все, во что я верил. Будучи мечтательным ребенком. Здесь нет ни погони за преступником, на высоких скоростях каждый день. Нет захватывающих перестрелок или увлекательных дел на каждом шагу. Лишь оформление документов, много бумажной волокиты, контракты, с политиками и бюрократами. Я собирался все изменить. Надеюсь, что это... Этого людям... Надеюсь, что этого людям, о которых заботчий станет лучше. Все это измени... Вместо этого я изменился сам. Да, тут нет ничего такого, но на самом деле... Тут пиздец в том, что маньяки и тому подобное. Синеволосая девочка племянца любви. Это я знаю, она любит сладости учиться в той же школе, в которой... Ну, это я тоже знаю. Но кто ее родители? Кто ее родители? Вот это я не знаю, не могу до сих пор понять. Полагаю, так мне и надо, за то, что я стал таким идеалистом. Наверное, эта вселенная подает мне знаки, что лучше оставаться таким же скептиком, каким я и являюсь на самом деле. И вот теперь я здесь остался бесполезным. Не могу ничего сделать, кроме как стиснуть зубы и долбануть по стене. Этот... Этот... Заходите в этот, как он называется, да, в группу сиропа и смотрите там все. Этот облидок даже не признает моего ответа. Что тебе сделала бедная стена? Кто это? Я догадался, что Ребекка увидит меня в таком же смущающем состоянии. Это Ребекка. Так, перематываем. Откровенно говоря, я не люблю, когда она видит меня таким, что, кажется, происходит довольно часто, вне зависимости от моего желания. Ребекка, сейчас не самое подходящее время. Однако, заботы, которую я ожидал увидеть, повернувшись, не было. Вместо этого она выглядела, ну... Шторм, который оставил назревать прошлой ночью, был здесь, прямо на ее лице. Вот-вот готова разразиться. Когда вообще для тебя настанет подходящее время? Ты теперь всегда занят, занят всем. А теперь я нахожу тебя здесь, пытающимся удрать, не потрудившись даже попрощаться, не потрудившимся, не сказав и слова. Я действительно начинаю думать, что я нужна тебе только для роли моего дивана и мои стряпни. А, то есть, он у нее ночевал все это время. Бекка, это не о том, о чем ты думала. Я не собирался удирать, я собирался попрощаться, мне позвонили. Ее... Так, сейчас. Сейчас. Ее батя, брат... Люка. Ее батя, брат Люка. А, все, понял. Все, ясно. Так. Бекка, это не то, что... Я ой! Я ой, ну блин, ну ты вовремя. Это Саня или ты? Я уже, я уже, блядь, запутался. Кто там донатит, кто? Я не понимаю уже. Так, ну у нас, у нас же тут клипы. А я клипы отключил же вроде бы. А, нет, клип я не отключил. Отключить клипы? Клип есть? Это я. Чуть-то какой-то нет бросил, я тоже. Я, блин, сосредотачиваюсь, но... А че, нету клипа? Нету клипа. Даже чат, наверное, есть, а клипа нету. А ну, есть чат? Нет чата. А клипа нету. Либо клип какой-то паленый, либо, не знаю. А, чтобы ровно было. Тю, блин. Ну, я думал клип какой-то, все ясно. Вау, письмом. Привет. Да, письмом. Если что, ставьте лайки, не забывайте, пожалуйста, тупо накидывайте, тупо накидывайте, и все будет классно. Блиииин, твою мать. И так получается, я не смогу оставить стрим. И получается, что заново все выложу, а там опять нихуя не будет ни лайков, ни просмотров. ВК, Вадим, ну что ж меня все отвлекают-то? Спроси, спроси у... В группе, что ты пропустила, и тебе расскажут все. А то тут, я тут это... А то тут и вообще. Так, еще 500 рубликов, да. А еще 10 тысяч, и все будет вообще классно. Да, что ж такое там? У тебя, ты издеваешься, у тебя что-то постоянно тут происходит. Жопа, ну. Так, да уж, я не знаю, придется переделывать стрим, да уж. 100% там ни лайков, ни просмотров нихуя не будет, потому что все уже на стриме посмотрят. Ладно, все, я не отвлекаюсь, у меня... Давайте так, не будем отвлекаться, и все. А то уже отвлекаемся много раз. Спасибо, Влада, но... Только если бы все смотрели видосы, а не некоторые, то было бы хорошо, тоже. Бека, это не то, о чем ты подумал, я не собирался удирать, я собирался попрощаться. Мне просто позвонили. Хватит шутить те, что у меня не в настроении, хотя я не буду врать диванчик. Десяти из десяти, я бы еще там поспал, лол. Я бы, говоришь, не ускользнул от меня, но на данном этапе дружбы в нашей жизни... Какого ответа она меня ждет? Я стал геем, короче, Алоэ. Слышишь меня? Или не слышишь? И молчит. Ну, блин, ну спроси в чате, я стримлю, ну... Я даже вконтакте не буду заходить. Просто приходишь ко мне, звонишь и... Спрашиваешь, и все. Я не буду отвечать, отвлекаться. Ну, я... Я не могу так простримить нормально, да? Какой-то пиздец получается. Так. Так. А что я должен ответить? И сейчас. А все, сейчас лишься из-за того, что произошло прошлой ночью? Приходи на стрим, приходи везде, пиши, но нет. Вот надо как-то, я не знаю. На этот... Она приподнимает... И почему ты не позвонила до сих пор, я не пойму. А ну, сейчас я позвоню сам ей. Вот это меня бесит, когда пишут, но не звонят. Ну, и что это такое? Ну, и что ты... Что ты искупалась только что? Сейчас идет стрим. Я не люблю отвлекаться. Я даже на стриме очень много раз отвлекался. И в итоге придется переделывать его, понимаешь? Ты можешь прийти или нет? Купалась жопа. Помыла жопу. Тупо помыла жопу. Сейчас. Ну, вроде бы... Так, нет. Обработка, что ли, идет до сих пор? А, нет, обработки нету. Стрим не забанили прошлый. Это нормально. Значит, все можно скопировать будет и сделать один стрим нормально. Ладно. Все, короче. Поехали. Ты все еще злишься из-за прошлой ночи. Так, что это такое, блядь? Приди на стрим, я тебе скажу. Все, я выключаю ВК. Бесит, когда отвлекают. Но это пиздос какой-то. Так. Так. Ну, а это лишь приподнимать бровь. Если честно, это и есть тот ответ, который мне необходим. Когда я вижу ее такой, начну верить рассказам Зимена о том, что Ребека пугала его иногда. Да, вот я сейчас даже не понимаю, чем смысл уйдет, потому что я столько раз отвлекся, что пиздец просто. Я определенно видел это уже не один раз. Но то, что я это уже видел, не отменяет того направления, которое начинает принимать наши разговоры. Мне остается лишь неловкое покашливание, как способ протянуть время. Ладно, конечно, ты все еще злишься. Но, чтобы не случилось прошлой ночи, мне действительно очень жаль. Я извиняюсь столько раз, сколько захочешь. Если хочешь, я даже встану на колени и что-нибудь в этом роде. Так, сейчас проматываем. Эштон, извините, это мило и все такое, но если... Я не это хотел тебя услышать. Ладно, хорошо, с чего ты хочешь начать? О, ну не знаю, я действительно забыла об этом после твоего третьего захода к буфетному столу. Это не была поездка туда, заняло много времени. Ты же будешь... Ты не будешь обвинять меня в том, что мне захотелось перехватить немного закусок. Это куда они ехали? Подожди. Ох, ла... А, Эш, в течение всего вечера, всю вечеринку. Пожалуйста, не говори мне, что... Все, чем ты занимался... Все, чем ты занимался, потому что я никогда не видела, чтобы ты объедался, как свинья. Ты даже прилагал огромные усилия, чтобы избегать меня. Надо ли мне напоминать тебя, как ты игнорировал Зака? То есть он пошел на вечеринки, в итоге ни с кем не общался, не развлекался, а просто наблюдал за персонажем задним, и все. Иногда мне кажется, что ты не хочешь, чтобы нас заметили на людях. Такая вот дружба, да? Ты знаешь, что это не так. Такого никогда не будет, Бека. Я был... Может, ты даже использовал меня, чтобы попасть на вечеринку? Ты согласился быть моим сопровождающим, но вот ты был гораздо больше рад просто свалить оттуда, не так ли? Честно говоря, я немного чувствую себя использованной. Я не могу даже посмотреть ей в глаза. Ребека постоянно орет, постоянно это, нервничает. Но, блин, она хотела с ним свиданку, а он... Просто... Он же не знает о ее чувствах. В итоге, кто виноват? Ну, она виновата больше. Потому что, блин, ну скажи ты ему, ты мне нравишься, господи. Да, это тяжело, но тебе сколько лет? 28-29? Это не 15 лет, не 16, не 20 даже. Не даже 2 года. Не то, чтобы я соврал ей. Я действительно хотел быть там, чтобы Зак был в безопасности, чтобы Ребека была в безопасности. Просто на всякий случай. Неважно, клиент или друг семьи. Все равно это была вечеринка, организованная подозреваемым. Тем самым, кого много лет назад обвинили в том, что он убил жену одного человека, чтобы получить желаемое. Но тогда вдруг появился шеф Ихана Райт и Люк Райт. Не мог просто мирно где-нибудь сдохнуть. Но тогда вдруг появился шеф Ихана Райт и Люк Райт. Внезапно все мои изначальные цели стали неважны. Если бы меня там обнаружили, черт. Если бы выяснилась моя связь с Заком и Ребеккой, то значит, что могло произойти. Но Ребека этого не понимает. Не понимает, что мне нужно им рассказать. И что нельзя... А чтобы не навредить им, типа, да? Короче, прикол в том, что мало того, что тут и так проклятие, так еще и какие-то дела с люком пиздец. Все это видно по ее взгляду с сжатыми губами и нахмуренными бровями. Но! Я скажу, что такой сюжет, который тут в этой игре, он уже не новый. Он уже много раз был. Но он все равно классный. То, что... А если взять? Ну, не знаю. Редко такие новеллы видишь детективные, чтобы так классно сделаны. Хотя тут много клише. Тут миллиард клише. Но все равно классный, интересно. Болик Бека, я спрошу еще раз. Чем ты занимался на вечеринке? И причем эта игра вышла в 2015 или 2016 году. А сейчас уже 2019. И вот из-за этого она кажется... Ну, не такой может быть классной, но она классная. Ты включишь это в веб-ку? Писька. Так. А, Блуд, стоит, наверное, добивать новые донаты на суммы больше 2К для таких стримов, как сегодня. В смысле? Ничего не понял. И у меня звук пропал. Ничего не понял. Кэнди? Ты о чем? Так, сейчас. Вот так поставлю, чтобы видно было. О чем ты? Ничего не понял. А, ты имеешь в виду, что новые донаты, типа, чтобы новые оповещения были? Да, я думал. Бахнем. Бахнем и на тысячу, и на две, и на три. По-разному забабахаем. У меня уже мысли были о том, чтобы и в 5К сделать и тому подобное. Но надо что-то крутое. Надо что-то прям такое, чтобы заходило прям жестко. Произошло то, что мы рвали трусы, и я вам написал на лбу, что Алина, он, закидывала донаты жесткие. А если что, посмотри в этом, как он называется. В чате. Ну, не в чате, а на стриме. Просто. А то этот смущает. Смущает. А ты что про меня сказал? Ничего не сказал. Я просто говорю, что, блин, ты постоянно отвлекаешь, и люди отвлекают. И я не могу сосредоточиться на стриме. Ты в итоге нет, чтобы прийти сюда и поговорить нормально. Нет, мне надо выходить. Переходить в контакт, туда-сюда. И так вот многие люди пишут, и все. Вот. Из-за этого я и сказал. Так. И вот теперь я опять... Я спрошу еще раз, чем ты занимался на вечеринке? Что такого ты делал, что не мог уделить и пару секунд своим друзьям? Этот день начался просто замечательно. Начало мое дело, а теперь Бека. Что мне делать? И выбор тут. Сказать правду. Или stretch the truth. Не знаю, что это. И вот настаивать, что это конфиденциально. Это конфиденциально, Ребека. Не знаю, почему так, но надо походу так. Написал про меня за то, что я ухожу не просто так. А, ну ты, блин, уходишь и даже ничего не говоришь. Не приходишь ко мне на стрим. Ты пришла с этого, с той фигни, с работы, и даже ничего не пишешь. Не приходишь. Вот это я сейчас на стриме на всем рассказываю тебе. Как будто бы это и так непонятно, да? У меня нет никаких секретов, конечно, на стриме, но... У тебя Бека лагает. Но, блин, ты приходишь и не идешь ко мне. То одно, то другое, вот. С Rage the True, значит, приврать. А-а-а. А, понял. Я думал правду сказать. Все, тогда... Тогда это хороший, тогда выбор. Это конфиденциально. Конфиденциально. Интересно, сколько раз я это уже говорил? И не только ей, Цу, Маме, Заку и даже Изабелле. Сколько раз я говорил им то, что в основном сводилось к фразе «Не лести не свое дело», чтобы быть уверенным, что им ничего не будет угрожать, чтобы уберечь их от опасности. Моя работа – это не игра. Она не такая замечательная, как показывают по телевизору. Когда был ребенком, я тоже так думал. Так, мотаем вниз. Тогда я был таким же бестолковым. Так, сейчас. У тебя вебка... Вебка, походу, все умирает уже просто. А, понял. Ну ты сказала бы так. Я разговариваю с Аллоей, которая сидит сейчас в скайпе. Но, боже мой, я многому научился. Хорошие парни не всегда выигрывают, а справедливость не всегда торжествует. Вести расследование – это не просто один раз осмотреть место преступления, после чего к тебе придет озарение. Это без сонной ночи в криминалистических лабораториях с техниками. Это несколько дней в одной и той же одежде запятанной китайской едой, потому что приходится сидеть в засаде. Это разочарает опять клише. Хотя, кто знает. Да я не пугаю тебя, но, блин, ну просто... А, а. Это разочарает, когда бюрократия мешает тебе изучать материалы и дело детальнее, или когда ты знаешь, что подозреваемый виновен, но его отпускают безнаказанным по техническим причинам. Это значит видеть гнев и боль, безысходность к каждым делам. Я знаю, что у тебя просто горы вопросов, но я уже много раз говорил тебе. Я не могу больше ничего рассказать. На лице Ребекки. Все еще то же выражение, негодование и боль. Мне это тоже причиняет боль. Понимание, что я послужил этому причиной, это чувство, то... Выключи пока вебку. Алло, выключи ее, выключи ее вообще. Она просто мелькает. Мне сейчас эпилепсия будет. Это чувство тоже мне знакомо. Я много раз сталкивался с этим в последние годы. Интересно, сколько времени пройдет, причем ЗАГ, начнет на меня так смотреть. Или пока не причиню, забыли такую боль, что никакого искреннего раскаяния будет недостаточно? Что за бардак? У меня в голове бардак, и близкие мне люди страдают от этого. Так, перематываем. Это официальная работа полиции, да? Так ты использовал меня? Использовал. То, как она это произносит, заставляет меня чувствовать себя полнейшим подонком. Не то, чтобы я делал все это наручно, но я не могу просто переложить на кого-то ответственность за это. Верно? Кого мне винить? Шефа? Ханну Райт? Люка Райт? Это похоже на трусость. Это не меняет того факта, что втянул нас в эту ситуацию. Я даже не смог смотреть на нее из-за чувства вины, пожирающего меня изнутри. Но потом она рассмеялась. Че? Просто так? Нерешительно, почти без намека на веселье, но все же это был ее смех. Честно говоря, я не знал, что с этим делать, куда себя девать, услышав его. Словно один лишь этот звук мог пронзить меня. Мог, по крайней мере, сказать мне. Возможно, я бы смогла помочь тебе подглядывать, подслушивая. Не знаю, она так резко поменяла свой этот настроение. Не знаю, может быть, я могла бы стать Ирин Адлер? Ее улыбка не касалась глаз. Но эта маска, она так старается ради меня. Я тоже ловнулся, и хотя, полагаю, моя улыбка была такой же неяркой, как и ее, было гораздо легче вернуться к шутливой перепалке в такой ситуации, просто отмахнуться от всего. Так, по крайней мере, нам не придется иметь дело с неловкой ситуацией. Женщина, не неси себя. Ты скорее будешь Нэнси Блю. Нэнси Блю, не Нэнси Дрю, а Нэнси Блю. В чем юмор? Ее напарник было бы другого мнения. Эшет. Нэнси Блю, это типа Нэнси Дрю. А Эшет, в чем юмор? Я не понимаю. Ты порвал новые трубы. Ну, они не новые, как бы. Я старый порвал. Я старый порвал за 75 гривен, короче, которые я купил в АТБ. Они были хорошими, но я их одел один или два раза, и все, пиздец, короче. Да вы надоели мне. Не даете мне поносить трусы, пиздец. Я напарник был другого мнения. Ага. На моих губах невольно появилась кривая ухмылка. У нее, наверное, все еще есть фото с того конкурса, сохранившееся в ее старом дневнике. Я ни разу больше не видел ни одну из двух фотографий после того, как ей прегрозил, что сожгу их. В конце концов, я просто никогда больше не упоминал о них. Надеюсь, что она забудет об этом. Но небольшая улыбка на ее губах говорила о многом. Это были хорошие времена. Тогда все было намного легче, намного спокойнее. А сейчас? Сейчас все изменилось. Мы больше не такие, какими были, когда были детьми. Так что мы выросли вместе, вовсе не значит, что мы всегда будем только вдвоем. Глупо верить в это, когда ничего в этой жизни не постоянно. Все неизбежно меняется с годами. На самом деле, все же изменилось очень давно. Не только в том, что мы допустили свою жизнь других людей, но в том, что мы поменялись сами, как люди, как друзья. Все и правда стало сложнее, когда мы повзрослели, не так ли? Но изменилось не все, даже если это всего лишь обещание, которое я неизвестно, когда смогу выполнить. Я клянусь, объясню, когда все закончится. Когда ты сдохнешь или она сдохнет, сто процентов. Но тут будет хорошая концовка, так что, наверное... Хотя мы выйдем на плохую сначала, наверное. Я не пойму, Леон Грант, он что там, без перерыва, что ли, монтирует что-то в Стиме или что? Да тут все серьезно. Не, игра охуенная, на самом деле. Очень много клише, и когда ты сам записываешь, ты проникаешься. Ну, блин, вот на стриме, ну все равно лучше, намного. Я же говорил, что лайков столько не насобираем. 24 лайков всего лишь. Хотя, может быть, я по отдельности... А, по отдельности не получится. Да, 60 было, а тут 24. Ну, а, тишина наступившая сразу после этого сделала атмосферу еще более тяжелой. Не понял? А, вот. Между нами. Ребекка, к счастью, не позволила этому продлиться больше необходимого. Я думаю, что тебе надо уходить, ага? Ситуация уже достаточно неловкая. Растягивать ее, значит, сделать ее более какой? Сложной? Запутанной? Если она не является такой уже. Но вернешься к своему делу. Ребекка, понимающая, даже сейчас относится к Эштону. Эштону, как могут люди говорить, Вадим, и Забелла должна быть с Эштоном. Да какая Забелла? И Забелла там бегает. Мне тоже Бека поначалу не нравилось, она аж меня аж бесила просто. Вот. Но, блин, она его любит, на самом деле. А та, ну, не знаю. Там у них так вот хихи, да, хаха. По правде говоря, я не обязан это делать. У меня нет дела. Что касается работы, у меня должны быть выходные. Пока я не принесу отчет шефу в понедельник. И хотя я не хочу просто так сдаваться, приказ есть приказ. Здесь не бывает, как в кино. Я не могу просто сказать, да пошел ты, брось с него свой пистолет и жетон, стать каким-нибудь мстителем, всех победить и вернуться на свою работу. Но ты это сделаешь по-любому. Скорее всего, я попаду в тюрьму, чем смогу сделать что-либо из этого. Но так же не в моем характере сидеть тихо и ничего не делать. Я просто зайду с ума, если буду сидеть тихо сложа руки. Кроме того, есть кое-кто, кто должен знать обо всем, что связано с Люком Райтом. Да, мне надо поговорить с профессором Кларком. Есть кое-что, что мне хотелось бы проверить. Особенно другие вопросы, о которых она упоминала прошлой ночью. Так. В последнее время даже новости были шокирующими для общественности. Капец, мы сейчас просто прочитали всю часть Кузькиного хвоста. Сейчас пойдем... А, нет, подожди, это только часть Кузькиного хвоста. Да, получается, часть Кузькиного хвоста. Лол. Изабелла Эштон. Ну, для кого как. Но мы, наверное, и тот, и тот посмотрим. Но мне кажется, Бека куда достойнее Эштона. Она мучается, капец. Изабелла там тоже мучается. Но для нее важно не это, как я понял. Для нее важно родители, семья. Она еще найдет кого-то. А Бека что, одна будет? Нет. Вторая там еще... Ага. А тут сколько страниц? В последнее время даже новости были шокирующими для общественности. Вечером в полдень, утром. Все об убийствах совершенных одним и тем же способом. В которых, предположительно, обвиняли одного серийного убийства. Или все еще ничего не изменилось? Я не верю, что Люк... Блуд откусил и прожил. Да вообще мало, реально мало. Я прям мало прям. Когда вы переводили, раньше, когда Леса переводила, я такой, бля, так много записывать. О, так впадло записывать. Вроде интересно, но вроде и нет. А у Бекки вообще скучная тень была. Перед этим было очень интересно. А потом... В помещении был пожар. Никто из других постояльцев не пострадал. По сведям Лаксбургской полиции, мы ухватились за эту соломику, как только заинтересовались этими убийствами. Во-первых, я даже не тот, кто ведет это расследование. И все же, посмотрите на меня, ведут себя так, словно это еще какое-то громкое дело в моем послужном списке. Но разве не досадно? Вот. Так. А теперь промотываем. Хотя трое из моих друзей упоминали, что видели что-то странное, и пока я не хочу думать об этом в таком ключе. Пока еще нет. Пока я не исчерпаю все логические аргументы, которые могут прийти мне на ум. И если быть честным, я уже не знаю, как мне это воспринимать. Я уже дал слово Изабелле, меня больше беспокоило бы то, что я не сдержал данное обещание. А после претензий к Ребекке прошлой ночью, всего мирового сарказма будет недостаточно, если то, что говорят мне мои друзья, окажется правдой. Более того, я уже слышу смех Изабеллы. Хм. Ну конечно. Что это еще может быть? Изабелла пришла, да? Это не другой случай. Это что-то еще. Еще маха переводила так, что еще пилить, пилить. Да? Нормально. Ооо, тогда нормально. Это не... Ну тогда посмотрим. Это не другое дело, это кое-что... Это не другое дело, такое, что другое. Можно два стрима растянем завтра-сегодня, это тоже будет неплохо, потому что мне сегодня надо с собой посидеть, так как она завтра будет на весь день работать. Почти. Ну, не то чтобы работать, а там присматриваться к работе. Короче, работать другими словами. Только за это я не буду платить. Это о том, что Изабелла упомянула вчера утром. Я уверен, ты помнишь об этом, ты была вчера здесь. Ну, что ж, по крайней мере, ты игнорируешь всех своих друзей. Бека, я обещал, и я... Но не стала ждать, пока я закончил. Господи, ебать, она хлопнула, я аж обосрался. Затем закатив глаза, она развернулась и хлопнула дверью перед моим носом. Ну, или перед лицом. Я не понимаю, что я не так сказал в этот раз, но... Кажется, я это заслужил. Нам надо обговорить это в другой раз. К тому времени она немного остынет. Я надеюсь, к счастью, я надеюсь. Так, тут перевод улетает к нам в рот. А вот теперь, вот теперь... Дополнить... Так, загрузки где у нас так... А теперь мы берем эштанов... Вот это, да? Ага. Так, сейчас... Блин, куда же нажать, чтобы все нормально было? Ага, вот так. Такой шрифт, маленький-маленький. Бека тоже неплохая. Да, Бека офигенная! Я спать, потом посмотрю стрим. По-ностальгирую. Это сейчас любознательно имеется в виду, что профапа... Фапаешь, да? Ну, вся ясна, хорошо. Но надо было... Давайте, спокойной ночи. Почему забыл и лучше? Ну, глянем, глянем. Только не спойлерите, пожалуйста. Потому что тут у нас два админа, которые банят сразу же. Так. Так. А теперь я смогу бездельничать. Надо уделить внимание более важным вещам. Сначала профессор Кларк. Вообще ему плохие новости. А потом уже буду решать все вопросы, если забыл агентством Брайер. Возможно, еще загляну к Заку. Знаю, как он там. Послушаю, что он скажет. Он ведь тоже читал это проклятое письмо. С таким же успехом я мог бы сыграть паранормального детектива, пока я здесь. Или сверхъестественного. Не могу вспомнить. Сверхъестественное, да. Давайте, удачки. Приходите просто смотреть стрим на записи. Надеюсь, он останется. Так. Неважно, никому не повредит, если попытаюсь разобраться во всем этом. Если ничего не выйдет, прекрасно. Все могут наконец-то прекратить вещать о глупых проклятиях. И мы вернемся к нашим обычным жизням. К более важным вещам. Но если на самом деле что-то есть. Вы двое закончили? Я немного растерялся, когда нигде не увидел ее знакомого хвостика. Секунда и позже обнаружил ее, стоящей за дверью своей комнаты. Изабелла приоткрыла ее, но лишь немного, словно скрываясь от всех, кто может пройти мимо. Так рано в эти ленивые выходные? Сомневаюсь, что кто-то мог бы пройти здесь. Но увидев ее в дверном проеме среди неяркого света, освещаемого ее сзади, я понял, что она выглядит так, словно только что встала с кровати. Волосы в полнейшем беспорядке, веки все еще тяжелая ото сна и слегка надутые губы. Она даже еще не переодела свою пижаму? Лола, покажет ее пижаму или нет? Я отвел взгляд задолго до того, как сработало мое чувство приличия. Пускай мои друзья, я бы даже сказал, что мы... Какая музыка другая вообще совсем? Мы стали ближе, но это никогда не выходило за границы морали. Господи, или Иисусе, Господи, даже Ребекка никогда не встречает ранних посетителей из своей одежды для сна. Хотя, наверное, это наша вина, что она не проснулась так рано. О, Господи, что вы так, блядь, кашляете? Я сейчас обосрусь. И все же жар начинает медленно взбираться вверх по моей шее, я пытаюсь преуменьшить его кашлем. Забелла, ты рано проснулась? Неубедительно. Нет, не рано. Обычно я просыпаюсь в время, обычно это ты не можешь рано встать. И это говорит человек, который выглядит так, словно... Как будто бы вылез из кровати, да? Вместо того, чтобы как обычно ответить сарказмом, она просто отводит взгляд куда-то в сторону, и что-то мелькнуло на ее лице. Выражение боли блеснуло в ее глазах. Оно исчезло в ту же секунду, когда она снова перевела на меня взгляд, но вызвало болезненное чувство беспокойства в моем животе. Раньше я видел это выражение на ее лицо множество раз, только оно никогда не вызывало беспокойства. Сейчас оно кажется, не знаю, странным. Я же не сказал, ничего плохого, не так ли? Эй, у тебя? В любом случае, Бека была с тобой? Вы были похожи на маму и папу, когда они ругаются. Такие ужасающие громкие. Что если мы получим очередное замечание от моего владельца? Я прошу охранника запретить тебе посещение твое место навсегда. Мне? Бека кричала громче всех. Так, музыка не громче у меня работает или как? Музыка нормально работает? Все в порядке? Да, Эта... Но она же живет здесь, а ты нет. У тебя нет оправдания, ты прям выглядишь подозрительно. Спасибо. Я рад, что хоть один человек осознает, как я прекрасно подхожу для этого места. Не мсти себе в этом месте будет намного лучше, если твое лицо не будет появляться здесь каждые несколько дней. Сказала она опять, надувшись. Так вот, вы говорите, что музыку потише или там подобное. А то, блин, громко может быть. Но ее взъерошенный вид, особенно то, что ее глаза слегка наприпухли. Я только что заметил, смазав... Смазали весь этот пугающий эффект, который она хотела произвести. Нормально, да? Ага. Ага. Действительно, теперь она просто выглядит еще более похоже на разозленного чайночка. Я мог бы посмеяться над этим, если бы это не вызвало у меня мучительного ощущения того, что с ней определенно что-то не так. Что? Она недавно плакала? Это как-то тревожит. Она редко так делала. Когда такое случалось? Когда... Вообще, я видел, как она искренне плачет из-за чего-то. Кажется, это было после суда Девлина. Девлина, какой-то Девлинский суд. Ночью на мосту. Какой-то Девлинский суд. Хочу спросить об этом. Девлинский суд. Может быть, это... Она плакала в том моменте, когда она пришла куда-то продавать дом, и там была... Баба мертвая в этом, как он называется, в диване, из-за чего вначале ей говорили, типа, Бэк... Ребека, фу, блин, Изабелла, типа, ты, типа, там... Я не понял, что за Девлинский суд. Ну, скорее всего, там. И, скорее всего, в этот момент, когда ей говорили, типа, Бэк, ты чё... Блядь, да ёб твоё... Изабелла! Изабелла, типа, ты чё, поехавшая, типа, призраков не существует, а ей, скорее всего, они мерещились. И, скорее всего, это было на суде Девлина. Ну, это моё предположение. Может, и нет. Может, я не прав. Но, кажется, она намерена оставить это при себе. Эм, Белла, что-то? Эш, насчёт вчерашнего, то, о чем мы говорили. Ты думаешь... Думаешь, мы сможем взглянуть на это сегодня? Но я никогда не говорил, что... Ты пойдёшь со мной. Не беспокойся, я не забыл об этом. Ты будешь первым, кто узнает, если что-нибудь найду. Нет, я хочу пойти с тобой. Я быстро соберусь. Это не займёт много времени. Мне кажется, громко всё равно, нет? Нормально? Я не знаю, интересно... Интересно тут всё время интересное. Весь стрим сегодняшний. Изабелла, тебе правда не стоит этого делать. Я смогу справиться с этим сам. Ты будешь только... Я буду мешать, я обещаю. Кроме того, возможно, я смогу помочь. Знаешь, если ты... Если есть файлы, которые ты захочешь посмотреть... Нормально, да? Мне не нравится то, на что она намекает. То, что у Лаксборнского полицейского департамента возникли проблемы с этим. Это правда, но брать собой Изабеллу это даже не обсуждается. При обычных обстоятельствах. Если ты это сделаешь, у тебя будут проблемы. Если... Ты сам сказал, что тебе нужна информация. Я могу тебе помочь раздобыть её. А... И на самом деле... Это уже не так... Это важно. Я просто... Хочу побыть с тобой, да? Я просто не хочу здесь сегодня оставаться. Сидеть без дела. Вот опять. Ах! Что за любовный треугольник сраный происходит сейчас? Сейчас... Изабелла, ты издеваешься? Не надо... Не надо тут мне мешать. Я уже выбрал Бекку. Не надо. Что-то едва заметно проскользнуло в её глазах. Лёгкая складочка, появившаяся между её бровей. Если как, поникшие плечи, в то время как руки крепко скрещены на груди. Словно она ходит защититься от всякой боли, что может её поджидать. У меня достаточно причин, по которым я не должен брать её с собой. Прежде всего, то, что она гражданское лицо. Во-вторых, у меня всё ещё нет определённого плана действиям и ввязываться в это вслепую. С какой стороны не посмотреть, ей просто-напросто гораздо лучше подождать здесь, чтобы не быть втянутой в то, что может обернуться очередным моим провалом. Её предположение может завести в тупик всё, что мы разузнали. Но, увидев это выражение на её лице, услышав, как она произносит слух эти слова отчаянно умоляющим тоном, я не смог заставить сказать себя «нет». Поэтому я сдался, потому что тогда я ввел вне себя. Так, проматываю. Человека, который не желает оставаться без дела, который не хочет думать о проблемах, что его окружают. Хорошо, пять минут. Что, ограничиваешь меня по времени? Ну, я же не могу ждать вечно. Я очень злитой человек. Четыре минуты и сорок пять секунд, Изабелла. Как я тебя ненавижу. Я беру свои слова обратно, что ты сказал на прошлой неделе. Ты совершенно не изменился. Четыре минуты, тридцать секунд, двадцать девять, двадцать восемь. Я в этом месте поторопился. Ох ты ужасен. Надеюсь, у тебя никогда не появятся девушки. Появятся в конце. Она хлопнула дверью, несмотря на то, что мои смешки лёгкие, весёлые, всё ещё висели в воздухе. С ней они возникают как-то сами собой, даже когда и их эхо уже стихло. На губах осталось лишь тень улыбки. Я никого и не ищу. Я хочу сказать ей, не то чтобы я не смог ей сказать, я не буду этого делать. Я сам решил не говорить ей до тех пор, пока не разберусь сам в себе, пока не стану, пока не перестану чувствовать себя погребённым под коктейлем из чувства вины и лжи, что нагорел за все эти годы. Потому что неважно, насколько тяжело выдержать эти чувства, я всё ещё не достоин их. Не достоин её. КОГО? КОГО её? Может быть, Бэкки? Может быть, Бэкки? Потому что, типа, она говорит в детстве ей, она не может сказать ему, что она любит его. Может, из-за этого? Мне кажется, я же благородным идиотом. Бэллы. Изабеллы? До тех пор некоторые слова и жесты им это всё, что я смогу предложить. Всякие минующие, такие как копнуть глубже в отношениях агентства Брайер, чтобы облегчить её беспокойство. Он же Бэллу любит. Изабеллу? Да? Ой, блядь. Серьёзно? Ой, блядь. Ебанутые. Ну-ка, ну нах... Ой. Зачем вы мне это делаете? Зачем? Это сейчас я... А тех, кто создавал эту новеллу? Нахрена? Как теперь выбирать? До тех пор некоторые слова и жесты это всё, что я могу предложить. Всякие мелочи, такие как... Как? Такие как копнуть глубже в отношениях агентства Брайер, чтобы облегчить ей беспокойство. Ну это пиздец. Это пиздец. Я не знаю. Да зачем? Ну... Ну капец. Ну как? Ну блядь. Конченная Б... Блядь, это... Белла Бека, сука, розоволосовая. Вот это, которая должна была ему сказать, я тебя люблю. А он такой, я люблю и забыл. А я забыла и я... Да, я так, что-то там люблю, но на самом деле я своего папашу люблю всё. Я даже не уверен, что это даст какой-либо результат. В отличие от дела, над которым я работал, в котором у меня уже были определённые зацепки. Здесь я просто следую за её словом. Он говорит, потому что неважно, насколько тяжело выдержать её чувства, всё ощущение недостойных. А почему недостоин? Почему? Что за долб... Что за люди, блин-то? Что он ей такого сказал или что он ей не сказал? Он должен был всё сказать. Кстати говоря, о Лаксборнском деле. Мне всё ещё надо сообщить профессору. Конечно, есть опасения. Всё, всё же я много чего наобещал этому человеку и должен был сообщить об этом лично, а не по телефону. Неужели нельзя сказать? Алло, гараж, блядь. Но ему будет лучше услышать об этом от меня, чем от незнакомого человека. Вот он. А он сейчас, блядь, тоже сдохнет, сто процентов. Все поздыхают. Но ему будет лучше услышать об этом от меня, чем от незнакомого человека. Перила. Стали для меня твёрдые опоры, пока я ждал ответа. Хотелось бы думать, что я могу справиться с этим, не потеряв самообладание. Как только гудки прошлись, крепко сжалось... Мои руки крепко сжались на железных прутьях. Эштон? Вы сегодня не на пробежке, профессор? Обычно он находится в парке поздним субботним утром, если только не идёт сильный дождь. Чтобы оставаться молодым, здоровым, как он говорит, и он определённо вписывается в образ человека и его лет с малоподвижной работой. Ооо, нет, не сегодня. Ооо, нет, не сегодня. Как, как делать, я не достоин, ещё не время. Вот, и так же Бэлла, блядь, это то... Не из Бэлла, Бэка. И Бэка то же самое, капец. Любовный, мать его, треугольник, конченый. И тебе просто говорят, выбирай. Вот, выбирай. Ты не знаешь, что будет дальше? Выбирай. У меня в жизни бывали такие моменты, когда у меня в детстве такая фигня была, когда я в лагере был. У меня было две девчонки, и мне надо было выбирать между ними. И одна из этих девчонок, потом я в неё влюбился через время уже какое-то. И был прикол в том, что она мне настолько нравилась, что я на тот момент думал, ебай, я конченый. Просто надо было сразу её выбрать. И прикол был между той, которая в Крыму жила на тот момент. В Крыму это Севастополь, тогда ещё, помню, говорили постоянно, не Крым. И, короче, я между ними не мог выбрать, и последние дни были. И я вот сидел, и никогда не... Ля-ля-ля, Лоя такая пишет. Не, ну была такая фигня. У меня даже фотки остались, я там фапой на них иногда. Забыл любить рыбу. Куда? И прикол в том, что я не мог выбрать, короче. И там одна девчонка осталась, и она такая, ну, в моём городе до сих пор живёт. И я там по ней сох. А потом я понял, что я ебанутый просто, что... Там Аллоя родилась, просто родилась. Я думаю, о, надо, короче, это, ну, себе ЦП, короче, взять. М? ЦП, Волсе, короче. И Аллоя такая, о, привет! Я такой, о, я так тебя ждала... Как там песня-то-то была? Я так тебя ждала, Рома... Или как там? Ну, Ума Турман, как там была песня? Кейн, привет! А, нет, не сегодня. А тем не менее, он определённо там же, где и всегда. Да. Такого не было, потому что это мальчики сидрались за меня. Кто будет со мной? Ну, ну, как сказать... Вот там тоже была такая система, что я нравился двум девчонкам. Я был красивый. Не то, что сейчас. Мне раньше вообще нравился девчонкам. Не знаю, почему. Очень хорошо. А сейчас вообще... Хотя у меня вот сидят вот девушки на стриме. Они такие думают, да, блядь, заткнись, блядь, читай на вылу, сука, блядь. Я ради чего пришла, блядь. Чтоб сидеть, смотри, на ебальнику этот. Я, ей, шутить, блядь. Нарисовалась на себе-то. Хуйню какую-то. Дурачок, блядь. Читай давай, да? Так, Алина такая сидит, такая там уже накатила. Там слушает, короче, вот это вот... Там всякие блатные песни, короче. Так, а покуривает парламент сигарету там какую-то без фильтра. Такая, давай, блядь, читай. Тупо деньги вот так в экран, тупо вот так. И, короче, так, пишешь то-то, то-то. Делаешь, трусы рвёшь. Как, знаешь, в стриптиз-фобе. А почему ты не выбрался? Да вот, потому что не было того достойного. До сих пор нет достойного. Нет того, кто топ-донатер из парней. Видишь, нету Алоэ. Прикиньте, у меня будет топ-донатер из парней. Ну, это точно ей будет, сто процентов. Тем не менее, он определённо там, где и всегда. Выкрики и смех, и, скорее всего, детей и семьи раздавались на том конце линии. Я старался избегать парков как раз из-за того. Нет смысла напоминать себе о том, что могло быть, когда уже всё закончилось. А Саня. Саня, он не топ. Ну, он в топ, участвует в топ-донатере. Но я имею в виду в тройке. Сейчас я, извиняюсь, я быстренько отойду, брызну немножко. А, Евген. Евген, да. Но Евген сейчас к этому идёт потихонечку. Евген, мне кажется, скоро будет. Но это будет страшно, на самом деле. Надеюсь, что мне только девушки будут топ-донатеры. А, сейчас я приду. Так, алоэ, я шо хочу сказать. Я сейчас к тебе и так буду уже приезжать скоро. Вот. Сегодня потерпи. Я не знаю, на самом деле, что сегодня я хотел подольше постримить. Ты тоже сиди, слушай. Игруха интересная. Он уже 4 минуты, профессор Кларк слушает, как я хожу писею, короче, и тому подобное. Я хотел сделать маленький перерыв потом. Блин, воды хотел купить. У меня во рту уже от этого сока конченого. Вот, взял сегодня джафа. Вот, короче, вода, думал, тупо с бананом вот такая вот. Вообще аж пиздец. Хочется попить нормально, чё-то. Блуд, как бы я... Да, я знаю, знаю, Евген. Я имею в виду, что на первой тройке и тому подобное. Шо я хочу сказать? Мне спать раньше... Я знаю. Но сегодня надо будет хоть ещё чуть-чуть пройти. Ну, как чуть-чуть, блин. Я так ждал этого, чтобы пройти и тому подобное. Реклама на стриме, да. Не, кстати, классный вот этот... Вот это сок. Короче, не то, что сок. Но у вас такого, наверное, нет. У джафа, витал, у джафа, сила, манго, банан. Там разные есть. Только не берите, советую, не брать с огурцом. Там вообще пиздец. Покажи ещё раз. Сейчас. Только у нас джафа... Виталя. 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 Тупо ви. Сейчас, подожди. Есть это? Как она называется? Как она? Лео есть? Ви. Чисто ви. Вот. Я перепутала. Это не то, да? Сейчас предложу ещё Милкис. Не знаю, не слышал. Лео, тупо ви покупай. Ви, пятая часть. Ладно, прощайте. Я раб мой, потому что это... Вот я... Из-за того, что я приеду, надо побольше постримить. Потому что... Я завтра, наверное, не знаю. Вряд ли буду стрим делать. Хотя хер знает. Милкис. Что такое Милкис? Скиньте. Перерыв мы маленький сделаем. Скажите мне, пожалуйста, сколько у Махараджи... Сколько у Махараджи по времени стрим будет идти? Ну, то есть, сколько страниц у Махараджи? Скажи мне. Я потом пойду водички возьму, перерывчик сделаю. Перекушу что-нибудь и всё. Милкис со вкусом дыни. Что за Милкис? Скиньте ВКонтакте и в Кунтукте. Я потом гляну. Всё. А мы тут погнали потихоньку. Реклама на Ютубе, Ктори. А, ну это, наверное, это... Хазена часточная. Не, я понял. Не, я не стараюсь. То есть, ну, я не так-то долго буду. Просто мне надо будет ещё... Не, не знаю. Или завтра, или сегодня. Завтра, наверное, проверю все игры, которые есть. Чтобы матрицу взять и тому подобное. Там будет огонь стримы. Но, блин, я не знаю, какой там... Я не знаю, какой процессор. Там, может, процессор дерьмовый. Так. Скиньте, врачи. Так, а это... Кузькин, сколько там страниц, напиши. Так. Скинули, да? Сейчас я гляну. Секунду. Блин, кто люди будут смотреть повтор, будут говорить... О-о-о. А-а-а-а. Да. Знаю я такое. Я знаю такое, да. Всё. Так. Всё, поехали. Я знаю. Люциус с мангой... А, Люциус... Я вот не знаю, когда будет, но манга будет точно. А, Люциус, блин, глянем. Оно-то, в принципе, не сильно много. Херачит Алина. Алина, если что, если вдруг не Люциус, ну, может, какая-то другая пойдёт игра. Ну, глянем. Разберёмся. Так. Расстояние делала. Всё ясно. Будет, если что, если что, что-то другое. Алина, не перерывай, все твои заказы, всё будут. Так. Дарк Соулс ещё надо взять. Там, там игры валом будет. Блин, где же это Мамс? Тут написано Мамс. Мамс. Карьера, папа... Блин, я потерял. Я тупо потерял. Бля, я потерял. Ну, что ж такое? Кларк Дуис. Вот. Я нашёл. Сейчас. Всё, я нашёл. Так, я избегался избегать парков. Как раз из-за этого нет смысла напоминать себе о том, что могло бы быть, когда всё закончилось. Вот мама успешно в своей квартире, отец тоже был в порядке, когда я навещал его в последний раз. Хотя никто из них не женился снова. Они оба были довольно, довольно схожими, фу, своими жизнями в нынешнем виде. Наверное, единственное, кого это всё ещё волнует вследствие моего отвращения. Но в целом... Да, вот, но в целом, это всё же приятная картина для таких людей, как профессор Кларк, кому приятны такие виды. Я просто хотел насладиться хорошей погодой, пока она всё ещё не станет... Пока она снова не станет такой, как обычно. И чему я обязан такому удовольствию? У нас такой... На твоё держание... Эй, нельзя на держание... Ну, хотя мне похер на дождь. Да я дождь люблю, но... Не, Спайдермена мы попробуем добить по-любому. Потому что Спайдермен мне нравится, выделяй. А там не выделишь. Там если выделяешь, то когда нажимаешь на другую местность, то всё. Кажется, оно определённо в хорошем настроении. Определённо он. Я очень не хочу обсуждать... Сообщать ему неприятные новости. Но лучше быстрее покончить с этим, пока он не стреляет в гонца, принёсшего плохие новости. Это не в его стиле, однако долго сдерживаемое недовольство может изменить человека даже такую тихоньку, как профессор. Я надеялся поговорить с вами, а ну, вы знаете о деле. Полагаю, сегодня я просто неудачный, как только я смог произнести эти слова. И он замолчал. Вся лёгкость исчезла из его голоса. Он так делает каждый раз, когда мы снова разговариваем об этом. Вероятно, пытается оценить ситуацию, основываясь на тоне моего голоса. Наверное, даже лучше, чем я сообщаю эти новости по телефону. Кто знает, чтобы он мог прочитать по моему лицу и манере поведения. Искусство острой наблюдательности я научился ему у этого человека. Уже 8 минут мы разговариваем с ним. Наверное, он уже представляет, о чём может пойти речь по одной лишь манере моей речи. У тебя что, проблемы? На секунду я засомневался, глядя на его грязь под своими ботинками. На грязь под своими ботинками. Но в итоге я справился с собой глубоко и ровно. Я начал с того, на чём остановился, всё ещё путаясь в словах. Ну, у меня проблемы. Если так можно сказать. Эштон? Надеюсь, он, блядь, сейчас спросит про Изабеллу или тому подобное, но он ему скажет. Скажи ей, блядь, что ты её любишь, дурак, блядь. Пиздец. Спокойной, кто идёт спать, Крипер Гёрл. Не забудьте ставить лайк и подписываться на канал, если вы не подписаны. И самое главное, колокол нажимать, колокол, тупо. Подпишитесь везде. Инстаграм, подпишитесь. Подпишитесь в этот, как он называется, на канал, фу, блин, на ВК, чтобы не пропустить, если что. Если вам пофиг, то можете не подписываться. А если не пофиг, то как хотите. Он использует тон только, когда собирается сделать выговор. Но я совсем не в опасности, ничего такого. Ты говорил это раньше, миллион раз. Детектив, инспектор. Детектив, инспектор. Это измученная хрипота в твоём голосе и говорит мне совершенно иное. Это не то, о чём вы подумали, не волнуйтесь, я просто... Меня сняли с лаги с баронского дела. А-а-а. Ой, блядь, дурак. Я ожидал гнева, расстройства, возможно, даже разочарования. Но он всего лишь легко вздохнул с облегчением. Я, блин, тут мучаюсь об их отношениях больше, чем о своих. А он... Да я... Вот как, ну, по крайней мере, ты не в опасности. Лиз была бы не слишком рада, если бы слышала об тебя сейчас. Да ладно, он рассказал бы... Рассказал... А Элизабет Лиз... А, тётя Лиз. Тётя Лиза, она настаивала, чтобы я её так называл. Его последняя жена. А, его жена. То есть... А, понятно. Мягкосердечная женщина по многим стандартам. Она никогда не была благословлена детьми. И она проводила время, управляя пекарней. То есть, я думал, это Элизабет. Ага, хрен там. Но она стала мне ближе, чем мама за несколько лет, что я её знал. И профессор тоже. Это его родители, типа, да? Опекуны? Тогда, когда мои родители отсутствовали в моей жизни, эти двое заполнили боль, которую причинил мне их развод. Профессор Кла... Поверь мне, ты получил сбучку. Ты бы не захотел появляться на её пороге, выглядел при этом так, словно не спал всю ночь. Сколько лет назад было? Ох, жесть. Девять, десять... Я всё ещё не помню... Я всё ещё помню, это очень ярко. Два чёпор надетых человека с чемоданами в руках и со строгим выражением лиц. Они были... Постоянно... Постоянными посетителями пекарни уже на протяжении нескольких месяцев. Подожди! Подожди! Но... Это же не... Это же не Зака родители? Или типа того? Нет? Я не прав, Маха? Напиши. Они были постоянными посетителем пекарни уже на протяжении нескольких месяцев? Нет? Просто я помню про пекарню что-то было. Что-то по поводу земельного участка, которым являлся первоколассной собственностью в центре города Лаксборн. А, всё. То что-то про пекарню ж было. Там что-то родители у него были в пекарне. Вот это был бы пиздец. Я думаю, они надеялись договориться с ними, но никто из парней уступал их требованиям. Зачем им это делать? Маленький старомодный магазинщик был их мечтой. Этим вечером тётя Лис отправила меня домой, пораньше, не дождавшись профессора. На следующее утро новости о том, что пекарня стёрта с лица земли и распространилась по всему городу. Одна жертва происшествия. То есть, зарвали что ли? Спустя несколько недель земля была продана компанией Райтов. Люка Райта, да? Подожди-ка. У родителей Зака тоже было кафе. И там тоже были смерти. Там же два родителя умерли, да? Спустя несколько недель земля была продана компанией Райтов. Охренеть, погоди-ка. Теперь на этом месте стоит херов отель. Естественно, после этого... Это не связано, да? Я думаю, может быть, Люк убирает кого-то, убивает, а потом... Не? Да это я понял, но всё равно же это... Естественно, после этого инцидента было начато расследование, некоторое время там мелькало имя Люка Райта, но за недостатком доказательств дело было в конечном итоге... Было закрыто. Но всё равно Люк Райта тут был тоже. Профессор хорошо это скрывал, однако я вижу, что он не видит этого человека по сей день. Что ненавидит этого человека по сей день. Возможно, он даже винит Люка Райта во всех трагедиях, что происходит в городе. Он никогда не винил меня, хоть я в равной степени виноват. Я понял, что-то не так в тот же миг, как люди вошли в этот магазинчик. Ты поехавший, алоэ? Я потом эти трусы могу купить. Так, если что, если они там будут, правда. А-а-а, точно, 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 Маха, спасибо. А-а, я понял, что-то не так в тот же миг, как эти люди вошли в магазинчик. Твою ночь я смог спасти её. Я мог спасти её. Я мог помешать тому, что с ней случилось. Мог позвать на помощь или что-нибудь ещё, но я этого не сделал. Поэтому, поэтому то, что прожирает мне по сей день, это чувство вины. Лакс, морское дело должно было стать нашей возможностью возобновить это старое дело. Если бы мы смогли доказать вину Люка Райта в его преступлениях, вместо этого мы вернулись к исходной точке. И всё же, всё, что он сказал мне, это слова утешения. Надо полагать, он всё ещё может быть настолько обеспокоен обо мне и за моей беспечности после того, как я нарушил очередное обещание во второй раз. Люди никогда не прекратят удивлять меня. Ты наверно подумаешь, что я терпел неудачу как офицер, или может быть ты думаешь, что подвёл меня? То есть, как он офицер, да? Так. И знаешь, с самым большим удовольствием посмотрел, как этот человек будет уничтожен. Или кто заслуживает предстать перед высоким судом? Так, это он. Но и рад, что с тобой ничего не случилось. Пока ты работал над этим, это самое важное. Мне не хотелось бы снова переживать. Он неожиданно замолчал. Я представил задумчивость, промелькнувшее в его взгляде, когда он поглаживал обручальное кольцо на безымянном пальцем. Причем продолжить. Ещё одна привычка. Хм. С того дня он никогда не снимал его. Никогда не задумывался о том, чтобы снова сжениться. Даже когда ему удавалось снова продолжить дело, продолжить жить в некотором подобии нормальной жизни. Полагаю, это был его способ почтить её память, когда он не смог привлечь к ответственности человека, ответственного за свою потерю. Некоторых людей, некоторых людей просто сложно забыть. Ещё одна смерть твоя. Или даже его не вернет мою жену. Потом между нами зависла тишина. То есть, другими словами, он не хочет, чтобы мы продолжали. Не стоит себя, ну, как сказать, накручивать и тому подобное. Вот. Я не вполне понимаю, что мне сказать после такого... После такого. Правда. Мне стоит извиниться. Проявить немного сочувствия. Готовясь к этому разговору, я должен был подумать. О чём я ведь, кроме того, чтобы просто вывалить на его эти новости. Вывалить. Поскольку, кажется, всё, что мы сможем сделать, это сочувствовать неудачам друг друга. Я вижу прошу прощения за то, что втянул тебя в это. В другое время, при других обстоятельствах, я мог бы принять это, но... Никто не умер. Так, подожди. Давай, Евген, спокойной ночи. Ты шутер, она сегодня очень даже рано. Да, надо стереть сверху. А что за своим лицом? Подожди, что? Подожди, что? Что? Что с лицом? А что с лицом? Грустное лицо из-за того, что читаю, такие вот ужасы просто тут. Так, подожди. Жена его что не умерла, скажешь, Маха? А ещё никто не помер. Где кто не помер? В другое время, при других обстоятельствах, я мог бы принять это, но... Жена его умерла или нет? Ну? А о чём вы говорите, что не помер? Ничего не рано вставать на работу. Понял. Это нужно, Евген. Это нужно, это жёстко. Ну, уже направо... А вы мне про что? Что никто не умер? Э? Ну? Так я за это и знаю, и так. А вы мне что-то говорите, ещё никто не помер. Как-то никто не помер. Я имею в виду, что он говорит, что типа твоя смерть или другого того чувака, который умрёт, если ты его найдёшь, или типа такого, не вернёт мою жену. Вот. Ну, а я что сказал? Я что-то не то сказал? Да я... Маха, что ты кажешь мне тут вообще непонятное? Что-то непонятное, что-то вообще ужасное. Ты не можешь этого делать. Ты сделал это гораздо больше, чем... Ты сделал гораздо больше, чем любой другой офицер, который занимался этим расследованием. Так же не беспокойся об этом старом человеке. Путайте меня, я вообще... А, не мне. Ах, не мне, значит... Я знаю, что люди вашего департамента в последнее время очень заняты, и в связи... А... С... Блядь... Ага, в связи с этими тревожными новостями, которые мы слышим в последнее время, о смерти почти каждый день. И... Я не совсем уверен, связано ли это как-то с другими. Это кажется слишком грандиозным. Даже для кого-то вроде... Него, но если это делает этот человек... Профессор, пожалуйста. Может быть, если бы... Все вокруг не вышло из-под моего контроля. Письмо, сопняк, предполагаемое проклятие, которое... За всем этим стоит. Я бы тоже поспешил обвинить во всем этого ублюдка. Но как бы я не хотел, чтобы он взял на себя ответственность за это. Добавить еще один грех к его списку. Наверное, это не тот случай. Согласившись, я... Нанесу профессору лишь более глубокую рану. Но теперь да, кстати. Вот теперь да. Согласившись, я нанесу так. Я не хочу, чтобы он продолжал цепляться за эту ненависть дальше. Он уже... Прожил с этим... Несколько лет. С этим столько лет. Подобного рода злость... Она лишь ослепляет людей. Несмотря на... На его заверение... На заверение горечь... Все еще просачивается в каждом... Слоге, который он произносит. Одно дело, когда ты... Так поступаю я. Больно видеть, как человек, которого я считаю вторым отцом, идет тем же путем. Не извиняйтесь, пожалуйста. Вся правда... Все правда в порядке. Я могу попытаться заполучить его обратно в понедельник, когда встречусь с шефом. Я не обещаю, но если не получится... Если не получится, я обещаю следить за всеми новостями. Шеф сказал, что он передаст его старшему офицеру. Я мог бы время... Я мог бы время от времени улавливать некоторые новости. Но клянусь, я не окажусь от этого просто так. Я сделал все, что в моих силах, чтобы дело тети Лиз возобновили. Обещание снов. В данный момент это плохая привычка. Не хотел бы сделать для него больше. Все это время я гордился тем, что был единственным, кто всех знал. Всегда знал. Потому что неожиданно, кроме райтов и убийств, одолевших весь город, мне еще надо беспокоиться о призраках, проклятиях... Проклятиях, вещах, в которых совершенно не разбираюсь. В какой-то степени профессор Кларк прав. Все было бы гораздо легче, если бы мы просто могли бы обвинить во всем Люка Райта. По крайней мере, найти доказательства его вины было бы замечательно. Я с радостью отправил бы его туда, где ему самое место. И мне вот интересно, очень интересно, то, что убил ли... Даже если это Люк, то, что он убил и Розу, какой смысл Розу убивать-то? По крайней мере, найти доказательства... Ага. Впрочем, даже если бы он был причастен к тому, что происходит, закон связывает мне руки. Но, возможно, в этом моя вина. Да. Прошлой ночью я мог упустить возможность раз и навсегда закрыть это дело, если бы на вечеринке я только делал свою работу лучше. Но тогда была суматоха. Хана Райт и Ребекка тоже. Отвлекали меня от моей цели, но... Еще это не званая гостья. Хоть и в течение непроложительного времени... Сколько всего пошло не так прошлой ночью, что... Изабелла, это не розыгрыш, я видела что-то. Видите, поэтому я не хотела вам рассказывать, ребята. Это не шутка, вы вообще слушаете меня для... Начала. Я видела что-то в этом доме, оно стояло прямо передо мной. Если бы я не вырвалась, эта штука могла бы... Прошлой ночью на вечеринке. Но оно реально. А что я, по-вашему, видела? Что случилось потом, когда я пыталась сбежать? Я почти застряла с этой штукой в одной комнате. Мы все в опасности. Я думала, что вы мои друзья. Почему бы вы не верите мне? Эта женщина... Почему бы нам всем сначала не успокоиться? Я уверен, что у Изабеллы тоже есть... На этой своей причине нет необходимости быть такими жестокими с ней. Нормально. Единственный человек, который поверит в это все, это будет... Эштон, да? Ха! Дерьмо. Если это то, о чем предупреждала Изабелла. Если это то, о чем говорила прошлой ночью Ребекка. Сколько я всего упустил с тех самых пор, как прочитал письмо. Сколько я всего проигнорировал и пропустил, списав на переутомление досып. Да ладно, сейчас если ты поверишь тоже в то, что проклятие есть сразу, но это тоже будет как-то глупым. Даже прошлой ночью первое, о чем я подумал, это галлюциноген, которого не было в еде просто потому, что это было продиктовано моим обучением. Это менталитет, к которому я привык. Шестеренки, установленные в моей голове. Так что я машинально воспринимаю ситуацию именно так. Конечно, я не собираюсь все это принимать, пока у меня не будет достаточной информации. Чего-то основываясь, над чем я могу сделать выводы, доказательства, в чем бы оно ни заключалось. Не устрою рассуждать. Невозможно, когда неожиданно все, во что ты верил, привело с ног на голову, самым жестоким образом из всех возможных. Иисусе, мне нужно сделать... Иисусе. Господи, можно перевести ту, ну ладно, мне нужен слушатель. Мне нужно с кем-то поговорить об этом. И... Зак подходит именно для всего этого. Я должен идти, профессор. Нет проблем, можно... Ну, а что ты? У меня... Охуенно, взял, выключил. Нормально. У меня нет времени останавливаться и слушать, что хочет сказать профессор, так как я вскоре перервал звонок. Опача. В ту же секунду Изабелла появилась из своей квартиры, полностью одета и готова к новому дню. Так, мы с кем будем разговаривать? Мы будем разговаривать с этой или с кем? В ту же секунду Изабелла появилась из своей квартиры, полностью одета и... Ага, готова к новому дню. Как и всегда, она поприветствовала меня улыбкой, которая, однако, сразу же пропала, стала девушке кинуть взгляд на мое лицо. Какая жалость, это была бы первая приятная вещь, которую я увидел за сегодня. Меня раздражает это, я отчасти ответственен за беспокойство, которое заменило эту улыбку. Так, и должно быть, я был похож на человека, который задыхается или умирает, потому что, как только она говорила, в ее словах была лишь забота. Эш, тебе нужно в туалет или в ванну? Да, нет, не нужно, мне нужно... Мне не нужно, ясно. Но мы должны поспешить. Идем, не забудь закрыть свою дверь. Серьезно, ты выглядишь так, словно вот-вот упадешь. Ты в порядке? Потому что, если ты собираешься прямо здесь потерять сознание, я не могу потащить тебя на руках. Да, не обращай на меня внимания, я просто вспомнил кое-что со вчерашнего дня. Мне надо поговорить с Зименом. Ты не будешь против, если сначала закончим к нему? Заскочим. А что к нему-то идти, я не пойму. Может, нам следует позвонить ему. Алина, 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 ты тут? На стриме? Алина, 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 ты на стриме или не на стриме? Может, нам следует позвонить. Если она сейчас не ответит, то я сотру надпись. И может, нам следует позвонить ему, чтобы предупредить. Все же еще довольно рано, хоть мы и доедем туда уже около полудня. И что ты имеешь в виду, поговоря об этом с Заком? Он же тоже был там, когда открыл письмо, верно? Он тоже его читал. Я уверен, что с ним все в порядке, но... Алины нет, вот тут. Можно стирать. Так, я уверен, что с ним все в порядке, но не лишним будет проверить его, просто чтобы убедиться. И знаешь, если вдруг он скажет то же самое, что и рассказывал мне вчера. Если он тоже что-то видел. Если вдруг это женщина, которую я видел прошлой ночью. Я пока не говорю, что это действительно проклятие, но надо рассмотреть эту ситуацию со всех сторон. Ну, флаг я оставлю, а это можно стереть. Потому что, ну, некрасиво оно идет. Не, Алины нету. Ее нету. Стираем по-быстрому, тупо стираем. Не при части, ге, все тупо стираю. О. О. Сейчас лоб красный будет. О, красавец какой. Ля какой. Ля какое. Тупо ля какой. Так. Все. Теперь можно нормально. Алина спит, наверное. Да и может быть отошла. Но она подойдет, может. А может и нет. Не знаю. Ну, повтор же будет. Она посмотрит. Ля хакбар. Синий красный лоб. Да, красный немножко есть. Потом умоюсь. Так, подожди. Погоди, не спеши, бля. Погоди. Себе кое-что надо. Что она себе пошла рисовать? Так. Чуть выше, выше. О. Окей, но разговаривай, если ты не чувствуешь себя хорошо. Ты действительно выглядишь, как ты шокируешь на что-то. А, может нам следует позвонить ему? Так. Что ты имеешь в виду, говоря, Зак? Опять я потерял... Хорошо. Но скажи мне, если будешь чувствовать себя плохо, ты выглядишь так, словно задыхаешься, ты не обязан делать это для меня. Так. Ты знаешь, все не так-то просто, как на самом деле. Мы спустились к моей машине в рекордные сроки, не тратя ни секундной времени на сборы и поехали к Заку. Кто-нибудь из нас, кроме Изабеллы, знает, что происходит? Кто может помочь мне разобраться с запутанной мишаниной в моей голове? А там, может быть, и он. Он выслушивал ее. Так. Зак из тех, кто предпочитает проводить выходные, отдыхая в своей квартире, особенно после такой занятой недели, как прошлая. Блин. Надо будет что-нибудь перекусить через какое-то время. Но мы, наверное, еще половинку, потом сделаем перерыв. Я не знаю, будет ли кто-то смотреть. Но глянем. Так, пузо. Какое пузо? А, понял. Так. Хотя, когда я приехал, большого парня нигде не было видно. Но, конечно, люди никогда не бывают на месте, когда мне это необходимо. Офигенно. А, у него же ключи есть, да? Оглядевшись, я не нашел признаков, рассказывающих о том, куда бы он мог пойти. Обычно он оставляет записку на холодильнике, если уходит куда-то на весь день. На случай, если кто-то заскочит к нему. Так, сейчас чуть-чуть. Так как записки не было, он, наверное, просто вышел на прогулку. Я надеюсь. Так. Может. I hope. Может, у него закончились яйца? Или что? Еще что-то. И он вышел за покупками, и яйца у него закончились. Между ног. Типа, яйца это, и он, типа, нехрабрый, да? Ведь у него и правда закончились яйца. Ну, одолжи свои. Это на время успокоило мою крушащуюся... Крушащуюся... Кружащуюся или крушащуюся? Кружащуюся голову, вот. У него... Они всегда должны были для омлета и для выпечки. Эш, разве... Ты должен рыться тут? Да, хули там. Достаточно плохо. Уже то, что мы пришли сюда, не спрашиваю его разрешения. Остынь, я просто смотрю. Вообще-то я сейчас пришел еще и за чертовым пирогом. Но холодильник с зака почти пустой. За исключением некоторых остатков. Нормально, нормально пойдет. Все... Так какие же громкие, блядь, звуки? Почему они такие громкие? Все, что мне оставалось всегда вздохнуть, закрывая его за собой. Если ты увидишь, как я забираюсь что-то отсюда, смело можешь вызвать полицию. Хе-хе. Изабелла послала мне резкий взгляд, и у меня вырвался еще один смешок. Несмотря на... На беспокойство, появившееся в моем животе. Но веселье продлилось лишь несколько секунд. По большей части, потому что она была не в настроении для всякого дружеского стеба. Это говорящая тишина, и молчаливая Изабелла. Это первые признаки надвигающегося шторма. То есть это так делаешь, когда приходишь в дом к другим людям. Потому у меня возникло множество вопросов по поводу твоих методов действия. И Эштон говорит, только Заком. Я все еще переживала за нашего друга. Блин, а где же Зак? Изабелла тоже, несмотря на все, что ее беспокоит. Теперь она стояла в дверном проеме уже несколько минут. На самом деле, с тех пор, как мы пришли к Заку, кажется, она сама не знает, куда себя деть. Как бы я не хотел ее успокоить, ее нервозность начинает бесить меня. То, как она пытается сделать... Сделаться меньше. То, как потирает свои руки. Сначала сжимает их, потом разжимает. Это настолько сильно отвлекает, что мне хочется спросить, что случилось. Хотя я сомневаюсь, что она ответит мне прямо. Я лучше... Мне прямо. Лучше, что я смогу сделать, это помочь ей сдержаться. Тебе не надо болтаться возле двери. Так, мы можем задержаться здесь на некоторое время. Так, что можешь присесть. Стремная улыбка. Блин, а я не вижу... Я не вижу, где там... Стремная улыбка, я не видел. Это ты серьезно рисовал или просто шутку? Ты еще спроси у меня, серьезно ли я говорил, что мне 48 лет. Вот серьезно, спроси. Или спроси про то, что я шучу... Нет, говорю про то, что я люблю парней, чтобы они мне писали в личку, да? Вот тоже спроси мне про это. Тебе не надо болтаться, да. Это, ну, вообще... Сразу видно, кто меня мало смотрит. Вот реально, сразу видно, кто первый раз на стриме. Так, какую-то секунду она сомневалась, но в конце концов заняла пустое сидение за письменным столом Зака. Мы не собираемся пойти искать его. Какой род Барда? Алоэ, о чем ты? Вот, Маха, как тебе 8 лет, так и мне 49. Вот, реально, кто тебя знает? Мы можем, конечно, но откуда начать? Я могу предложить несколько мест, в которых он может быть, но Лаксборн большой город. Я не хочу пропустить появление этого большого парня, если мы уйдем и... Я прервался, сделав расплывчатый жест в сторону кровати Зака. Ух ты, первый раз видим его. Да, какая-то вот алоэ есть у меня, какая-то такая вот писька, которая не хочет ни учиться, ни работать вообще. Что-то такая, какая-то жопа негра, которая ни еду не готовит, ничего. Я не понимаю, как я ее в жены-то взял, вообще непонятно. Да вот, вообще, хрен пойми. Так, развороженная кровать означало, что он вышел отсюда в спешке, не потрудившись даже заправить в постель. Его телефон также был брошен здесь. Еще одна крайне странность, при том, что у него есть привычка никогда не оставлять его на случай, если позвонят клиенты. По крайней мере, закрытая дверь говорит о том, что его вынудили выйти силой. Так, чуть ниже. Кажется, это успокоило ее, но не слишком сильно. Это понятно. Всякое могло случиться. Ты гетера. Я гетерой не ношу, нет. Сексуальные гетеры? Ну, нет. Сексуальных гетер просто не существует. Гетера. Гетерой. Гетера. Гетеросексуал. Что ты тут спрашиваешь у меня такие ужасные вопросы-то? Теперь, на прошедшее время, я понимаю, мы так же не должны были оставлять Ребекку одну. Теперь я понимаю, мы так же не должны были оставлять Ребекку одну. Почему-то повтор идет, нужно просто будет проведать ее позже. На данный момент, Зак, но не имея иных предположений, где он может быть. И не имея другого способа связаться с ним, у нас нет другого выхода, кроме их ждать. Если у вас есть какой-то вопрос, ставьте лайк на АВУ. На мое, чисто вот. Чисто вот все люди, которые сейчас сидят на моем стриме. Вот, просто поставьте лайк на мою АВУ ВКонтакте, и я вам отвечу. Вот, вы мне ставите лайк, да? А я вам ставлю лайк в ответ на вашу АВУ. То есть, вот так вот. Вот вы напишите, поставьте. Я вот сейчас зайду, посмотрю, и все ваши вопросы, я отвечу на все ваши вопросы. Это тупо, знаешь, как какой-то президент Белоруссии. Так, так что, вот такие дела. Так. Я, конечно, могу пробежаться по комнатам, но я не думаю, что Зак понравится то, что перевернули его квартиру вверх дном. Да и забыли, не позволит мне, и забыла, не позволит мне этого сделать, кроме того. О, я еще ничего не ел, блядь, тоже жрать хочу. Так. Так, кто, кому ты нужна, Ситру? Кому ты нужна? Так, как видео, где ходят по улице и спрашивают людей, как вы относитесь к гитеросексуалам, а люди не знают, говорят, о, ужасно. Да, 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 Лео, да. Да, я видел такое, типа, терпеть их не могу, короче, и там подобное. Да, я видел. Я это давно, еще давным-давно. Такой звук тебе думает. Я это, знаешь, когда еще видел, когда у нас Дурнев был, короче, в Украине, и он там по всем городам, короче, ходил и там подобное. И он там спрашивал, это было лет 5 или 6 или больше, или 8 лет назад. Серьезно. Вот, и это было жестко. Так, а потом уже я пересматривал, видно было, я орал тоже с этого. Если бы ко мне так подошли, я бы сказал, да пошел ты нахуй, я, блядь, хуи люблю сосать, давай хуй. Ладно. Так, я еще ничего не ел, Изабелла, кажется, тоже. Мы ушли в спешке. Мы ведь можем воспользоваться этой возможностью, чтобы немного отдохнуть, верно? Все что угодно, чтобы отвлечься и не грузить голову происходящим, но бредовыми идеями. Со мной, Изабелла, я не могу быть безрассудными. Блядь, жрать хочу, сука. Уже желудок болит. Утром встал, покушал картошки фри, то есть свободной картошки, она кричала, а выпустя тебя, блядь. Я выпустил ее, ну такая, фрииидом. Вот если сейчас кто-то угадает, откуда я вот этот вот сейчас вот, чисто вот, вот этот момент, Freedom, да, проорал, получит соточку рублей, тупо вот просто ни о чём. Но сейчас никто не угадает. Фу, реклама чипсов, да, реклама, вот откуда это? Сейчас Маха, блядь, угадает, сто процентов, я даже не услышал из-за громкости музыки. Так, блядь, ну, можно же сказать, мялоя. Неаппетитная. Да я сам просто жрать хочу, у меня чипсы похуй, но, когда говорят о еде, то хочется. Да, ВСЭ что ли? Нет. Никто не знает, откуда Freedom, серьёзно, когда чувак орал. Маха, даже ты не знаешь? Меня смотрят люди, которым, ну, это 90-е, 90-е вообще никто не знает, походу. Ужас, всё. Ладно, никто не угадал, это было из Храброго Сердца, когда, как же его звали, и вот этого актёра, бля, забыл уже, охуенный актёр, он кричал, ну, так, когда его казнить должны были. Ага, Фома, да, да, вспомнили, да? Как это можно было забыть? Я даже не знал этого даже фильма, даже толком не смотрел его, но в концовку я знал, чисто вот, ну, видел. Поздно, Алоэ, поздно. Там порно, да, порно там было, короче, БДСМ, там, человека на этих путах, или как они называются, руки, ноги, поотрывали, короче, и он кричал, свобода, ему говорили, что если ты Freedom, это свобода. Если ты, короче, попросишь прощения или типа такого, то ты, короче, мы, что там, я не знаю, что-то там будет. А он в итоге не послушался и кричал всем, типа, ну, его казнили, он знал, что его по-любому убьют, в любом случае. Блять, как же его звали, сука, он, он, он был в фильме, ну, короче, ладно, сейчас, да, расскажу это, потом скажу, ну, охуенный актер. Короче, он все равно прокричал, его разорвали, короче, и там, руку там где-то там оставили, ногу где-то там, цикады, короче. Да, Аллоэ, я вырежу. Мел Гибсон, да, 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 Мел Гибсон. Он снимался во многих охуенных фильмах, он режиссер Мел, Мел Гибс, ебать, нихуя себе, Мел и Гибс сразу, ебать, пиздец. На стройке точно работал. У него фильм классный, да, что любят девушки или чего хотят девушки, вот, классный. А потом, я не знаю, что там снимался, ну, там многие фильмы стрел, Страсти Христовые, там, где он играл Христа, которого пиздили там. Какой апок, что такое апок, не видел. Мел. Так, я еще ничего не ел, и забыл, кажется, тоже. Мы ушли в спешке. Иногда, кстати, я, Кэнзи, с тобой соглашусь, что чипсы, они не выглядят аппетитными, но иногда, сука, жрать хочется, и хочется и чипсов даже. Иногда, очень редко. Я их не ем сейчас уже, потому что обожрался в детстве. А, про мой апокалипсис, да, да, классный тоже, неплохой фильм такой. Так. Со мной забыла, я не могу быть безрассудным, нет, это не то. Я еще ничего не ел, и забыла, кажется, тоже. Мы ушли в спешке. Мы ведь можем воспользоваться этой возможностью, чтобы немного отдохнуть, верно? Ох, хочу есть. Не надо про чипсы. Да иди ты. Нельзя тебе чипсы. Каждый день их ешь. Как у меня он 2-3 месяца ела. Все, что угодно, чтобы отлечься, и не грузить голову про... И он уже бургеры сегодня ел, а вообще офигела, а? Ела я вообще офигела. И не грузить голову происходящим, но он придумывая идеями. Со мной забыла, и я не могу быть безрассудным. Так, это не то. Это где, блядь? Я потерял. Понятно, короче, я немножко улетел. Тут был момент, и забыла, не упустила возможности кинуть на меня раздраженный взгляд. Но, короче, он чипсы, походу, взял. Предпринял никаких попыток, чтобы остановить меня. Так что она проигнорировала предложенную мной еду. Так что я просто сел на старый диван, зако, и включил телевизор. Про молчание забыла могло быть и не слишком тяжелым, но чертовски неловким. Вот, экран загорелся, по девятому каналу транслировалось. Какая-то ужасная полуденная драма. Никто не убивает время, как... Ничто не убивает время, как... Просиживание перед телевизором, на экране которого бегают бессмысленные болванчики. Этим мы и занимались, убивая время. Яичницы. Забыл, когда я ел яичницу, кстати. Давно яичницу не ел. То картошку жарим, то еще что-то. Полдень близился к завершению, когда с той стороны двери послышалось какое-то движение. И тяжелые шаги из ака прервали монотонное бормотание телевизора. Надо будет сделать все яичницу тоже. Ну, скоро к аллое приеду, ебать буду только есть и яичницу, хуичницу и тому подобное. А что с тобой такое, я не пойму. Няш. Я не пойму, что с тобой такое. Целый день тебе плохо. Может, пойдешь к врачу завтра или что? Твою мать. Фома, молчи. Аллое. Купишь завтра ту штуку? Купи завтра ту штуку. Купи завтра. Проверь, там реально, а то что-то мне это не нравится реально. Что-то тут странно, прям резко начинает тошнить. Это ненормально. Ага. А в маке, значит, могу есть, да? Просто так не могу есть, да? Ты купила, кстати, что я тебе говорил, там, о, овощей, там, то, сё? Или нет? А в маке, ну, тогда не беременна, тогда нет. Это все нормально тогда. Можно даже не это. Замок щелкнул, ручка двери. Когда Аллое скажет, я хочу то есть или это, или пятое-десятое, это она не беременна. Когда она начнет жрать сало, блядь, с шоколадом, тогда да. Вот тогда вот нужно опасаться, я думаю. Это не смешно сейчас вот это было, вот реально. После разговора с Чиповским, мне вообще не смешно это. Полдин близился к завершению, когда с той стороны двери послышалось какое-то движение. Тяжелые шаги из ага прервали монотонное бормотание телевизора. Замок щелкнул, ручка двери повернулась. Она медленно распахнулась, за ней появился. Выглядевший очень изволнованный Зак. Как она, Зимен? Привет, Зак. Извини, что мы так ломились сюда. Эш был... Раб, слабся, Зимен. Сам дал мне копию ключей, но это мы знаем. Это огурцы соли с молоком. Да, это хуйня. Я сам такое ем. Не желаю кушать. Да, ага, нормально, да. Ну, я попросил тебя купить овощей, сделать салатик. Тебе лень это делать. Вот я не приеду, пока ты не сделаешь. И я тебе советую купить краску для волос уже заранее. Можешь даже сейчас покупать. Алоэ, хватит мне такие страшные скрины кидать. Я посмотрел. Что не может быть такого? У тебя только один раз это было. Это только один раз было. Не второй же месяц. А вот второй, если месяц не будет, то пиздос. Но он говорил, что в первый месяц могут быть они. И там написано, что в первый месяц они могут быть. Но дело, что не в этом, а в том, что... Ой, ладно, все, короче, это ужас. Да, надо питаться нормально. Она ест бургеры, хуйоргеры, колу, там, вот такое вот. Сегодня... Я даже не знаю, что она ела даже сегодня. Ешь, давай нормально. Ага. Еба. Мне повиделось еблан. Ты шо, перенит? Так. Алоэ, ты кто блуду? Да-да, продавщица в пятерочке. Какая-то непонятная вот. Каждый день думаю, кто она мне? Не готовит и не... Ну, сестра, да. Ну, немножко так и есть такое. Когда она кричит, братик. У меня уже готова. Ой, Лан. Это так. А я говорю, это... Так, я говорю, какой братик? Я твой... Это... В подвал, где быстро, падла. Ну, так, а нет. Там вся грязная в этом. Так, по свет... Что-то там. Да я и отец, и брат бывают, да. Ну, по-разному. Когда какалоя попросят, ну, какие-то моменты. Так, где мы снылись? Так, вы пишите, пишите. Я даже не могу понять, блядь, Дима, снылись. Кто может понимать, что случилось с моими друзьями? А, во! Кто знаешь, что бы я сделал, если бы с моими друзьями что-то случилось плохое? Если бы он не показался через минуту, я мог бы прибегнуть к каким-нибудь нетрадиционным методам. Только после того, как ты сломал 13 замков, я не могу заменять их каждый раз. Когда ты решишь, что заявиться ко мне в квартиру, это хорошая идея. Это уже было вроде бы. И хватит меня звать Зименом. Ты волнуешься больше, Алоэ, чем я, человек, который должен приехать, взять комплюктер и тому подобное. Ты понимаешь? У меня намного больше, я должен больше волноваться, чем ты. Че? В этот раз я ничего не сломал. Да, ху-син, спасибо. Сейчас. Эш, то, что я дал тебе ключ, не значит, что ты можешь целяться сюда, когда бы тебе не захотелось. Эй, это мои. Дружеские подкулки и легкая улыбка получаются просто пугающие естественными. Я делаю это даже не задумываясь. Это красная речи во всяких слов. Говорит о том, насколько я комфортно чувствую себя рядом с ним. Это же хорошо, разве нет? Однако, это заставляет меня опасаться того, что может случиться так, что я сделаю это ненамеренно и как-нибудь обижу его. Наша дружба, хоть и гораздо крепче, чем с кем бы то ни было, но есть границы, которые нельзя пересекать без согласия другой стороны. До сих пор Зак относится к этому с уважением. Он не спрашивал о моих родителях или о том, что с ними случилось. А я, бьюсь об заклад, он бы сказал не особо, наверное, имеется в виду, что я же не слишком положительно относился к тем, кто за границей Зака. Так, после легких подшучиваний, мне хочется, чтобы мы навсегда остались такими же, никаких переживаний, никаких проблем, просто картофельные чипсы и спор о том, заслужил я их или нет. Но, как, но, как всегда, такие моменты что-то быстро прерывает. И, конечно, он сел их, сел, знаешь, я припас их на выходные, припас. Ты хоть представляешь? Фу, ты хоть... Почти, это было уже все, ты поделился хоть с Беллой? Не волнуйся об этом, я в порядке, Зак. Правда, это же бесплатная еда, понимаешь? Как ты там обычно говоришь, не отказывайся от бесплатной еды? Что ж, случилось? Нет, я просто не голодна. Это уже было. Кузькин хвост. Это же было, да? Не отвечай Ситру, пока она не поставит лайк. Пока она не поставит лайк на этом, не отвечай ей даже. Алло, было бы так. Было, когда мы с Заком играли. Все, понял. И хотя его тон заставил его сомниться, Зак не стал давить на нее. А когда он кинул взгляд в мою сторону, в ее глазах я сначилался вопрос. Хотел бы я ответить ему, несмотря на все мои усилия. Я забыла так и осталась молчаливой. Что же я должен делать? Я не могу просто заставить ее говорить, не так ли? Она не преступник, чтобы ее допрашивать. Ради всего святого, она же друг. Хорошо, что Зак лучше меня справляется с этой ситуацией. Вскоре я сменил тему. Которая, однако, не обязательно должна была становиться приятной. Да, вот, блядь, пока все лайки тупо не поставят. Вот я сейчас зайду, проверю. И сейчас тупо лайков нету. Так, вообще, не понял, что такое. То все, тупо всех в бан. Тупо всех. Так, три человека поставили. Так, а ну-ка, а ну-ка. Настя Орешкина и Марк Кравченко. Вот поставили лайк. А тупо им ставлю лайк на их. Ух ты. Вот, Марк Кравченко. Вот, девушка красивая. Вот. Сейчас посмотрим все фотки. Опа. Я не знаю, это парень или девушка. Ну, вроде бы. Так, я не знаю, я не хочу обидеть, но. Просто потому, что тут косплей. Вот. Костель Нара Лучата. Вот у него в этом. Так, вот. Я хочу сказать. Так, дальше что у нас там? Настя Орешкина. Тупо ставим. Тупо лайк. Тупо тоже лайк. Тоже девушка на коне. Загляните на своего парня, потом на меня, да? Два, три, три, два человека поставили лайк. Все. Остали мне отвечать на это. Пойду уберу и поставлю. Лео, тааа. Лео, тебе можно и так бесплатно. Если что, пиши. Да, я же поставлю бесплатно. Тупо сегодня бесплатные лайки. Вот даже врехил поставлю. Хотя, бежи, врехил. А, нет, нет, лайка. На, поставлю. Всем тупо лайки. Махараджи. Подожди, Махараджи я должен был поставить. Подожди. А, у Махараджи, как всегда, лайк есть. Как-то... Где, Лео? Где это? Даш... Ой. Ну, я хотел сказать... На. Ой, фу, у тебя такая... Фу. Ой, фу. Фу, 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 фу. Ой, фу, ви. Даже Ригл. Даже ей, которая не ходит на стримы. Даша... Ой, да... Кто такая Даша? Что такое Даша? Нормально АВУЛЬО. Так, короче... Давайте так. Давайте так. Я... А можно как-то открыть комментарий на свою АВУ? Как это сделать? Да ну, что? Не, давайте так. Так, я сейчас открою... Блядь, как это так? Сейчас. Стену сейчас открою. На стене напишите какие-нибудь смешные комментарии. А я буду ставить лайки. Вот. Через настройки ВК. Сейчас. Сейчас. Ебать, дедушка. Сейчас. Подождите. Сейчас разберется, как это, блядь. Все. Сейчас, блядь, как это. Приватность. Так. Кто может... Шо, блядь? Хуйня какая-то. Кто может комментировать? Где, блядь? Комментировать, а? А? Зря. А скрины можно? Можно. Я потом удалю и в бан. Зачем? Затем. Так, как тут, блядь, это хуйня? Ух, нихуя 39 лайков. Сразу Антон Волков киданул. Антон подписан. Так, Антон, добавляем. Что это было только что? Его прет. Кого прет? Где? Кого прет? Так. А ничего не получается. Нихуя. Как сделать, блядь, чтоб писали, а? Как, блядь, сделать это, а? А? А потом удалю. Просто главное, чтоб, ну, было. Чтоб я понимал. А? Что происходит? Что происходит? Кэнди. Да, можешь спать ложиться. Ничего страшного. Будем как-то потихонечку вон там алой тоже спать. Я не вижу смысла вообще стримить просто. Ну, я, наверное, застримлю просто для того, чтобы запись была, и я потом все это забабахал. Там, кстати, уже вторая запись каким-то хреном, без почему-то, без звука, без музыки. Монтинизация ушла. Алло, давай ложитесь спать, смотрите как-то с сонными глазами. А я буду делать это. А то меньше, что я могу для нее сделать. Наверное, чтобы просто оправдать себе за все те разы, когда я сделал ей больно. Позволь мне сначала проверить это. Ладно, я согласился помочь, но теперь ты должна... Позволь мне разобраться с этим. Я уже тебе все сказала. Так. Должно быть что-то, что мы еще не видели. Мы все уладим. Но никаких больше глупых идей, беготней в одиночестве. Ты заставляешь людей беспокоиться только больше необходимого, особенно Беку. Так, все в порядке. В зависимости от того, что ты спрашиваешь. А как у тебя? Что-нибудь необычное? Все хорошо, я полагаю. Следует признать то, что все... Что... Как все прошло на вечеринке, слегка выбило меня из колеи. Я не об этом тебя спрашиваю. Помнишь письмо, которое мы забыла, я все время болтала? Я все спрашиваю о такого рода странности. И как раз самое интересное. Как и ожидалось, Заг стал смотреть на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Да, я бы тоже так смотрел, таким взглядом, если бы... А, если бы когда-либо существовала вселенная, в которой я стоял бы перед самим собой. Поэтому... Потому что с самого детства я никогда не верил в истории призраков, талисманы на удачу, магические предметы, которые моя мама хранила все это время, или дарила в качестве незначительных подарков тем, кто больше их ценит. Так... Ну, сны они стали гораздо хуже, чем раньше. Теперь там появляется женщина с тех самых пор, как я увидел письмо. Не знаю, это ли самое, о которых говорит Изабелла, может она... А может и нет. Я не хочу, иногда действительно не хочу ложиться спать. Прошлой ночью было хуже всего. В любом случае, почему вы об этом меня спрашиваете? Смерть Розы, это не было просто случайностью. Зак. О, хоть куськин хвост. Пришла, да, не мотрый. Я думал... Стой, так, подожди. Смерть Розы... С этим может быть что-то связанное, что я могла... Стой, остановись на секунду, Белла. Я думал, ты не купишься на такие вещи, Эш. Просто в прошлый раз ты говорил то же самое. Разумеется, я все еще не исключаю возможность... Но что еще... На что еще можно было здесь опереться? Обеспокоенный взгляд, который кинул в мою сторону задней капли, не смог собраться с мыслями. Хотя я пришел сюда именно за этим. Все как-то... Как-то неожиданно стало... Неожиданно... Все стали неожиданно беспокоиться обо мне. Не то, чтобы я вытащил этой задницы. Или не то, чтобы я взял это с потолка. Перевода. Я все еще не могу заставить себя поверить в это. Но из всех людей даже Ребекка утверждает, что в этом что-то есть. Что бы это ни было, кто-то должен с этим разобраться. Все, что имеет отношение к этим крикам, подозрительно. Еще с предупреждениями Изабеллы. То, что происходит с Заком. То, что случилось с Лаксбордом с тех пор, как Изабелла нашла письмо. Я в любом случае это должен записать, потому что у нас запись, ну, останется. И просто люди, те, которые не видели, придут и посмотрят. Если не придут, не посмотрят. Ну, как бы, если не оставят лайки, да, там, комментарии, там. Все равно. Мы все равно продолжим писать. Мне как-то все равно. Вы двое смотрели... Смотрели новости этим утром? Мы чисто для себя. Вот компания чисто собралась. Какие-то люди смотрят, каким-то нравится, кому-то нет. А задача на выражение Зака говорит само за себя. Конечно, он не смотрел. Очередная ночь, очередной кошмар. Как девушка в Скорлупе. Поначалу все такие. Ой, там ебай, обосраться, игра классная, давай проходи. Потом с перерывом просто люди сами как-то теряют интерес. Как-то думают, да, пойду другое поделаю, пойду что-то другое и все. Ага, да, 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 да. Алло, да, ложись спать, жопа. Не знаю, что здесь, что-то не так, да, все равно интересно, как будет проходить. А тут будет кузькин хвост? Интересное, что-то жесткое такое сейчас. Или нет? Хотя это концовка. Ну, как почти концовка уже. И, блин, это должно быть интересно прям жестко. Скорее всего, парень вышел отсюда сразу как только проснулся, чтобы согнать впечатление, оставленное сном. Воспоминания, на самом деле, никогда не покидали его, но и забыла. Я, на самом деле, не смотрела. Мама, позвонила. Мама, я была занята. Как, подожди, письмо не стрела или что? Это могло означать что угодно. Где ее? Куая? Куя? Хуя? Ее старший брат снова попал в тюрьму? Ааа. Ну, наверное, скоро да. Да не, я не сейчас, я имею вообще в виду. А раньше она множество раз вытаскивала ее под залог, хотя все это только бесило ее, никогда не вызывало в ней такой радости. Или это другой ее брат, тот, который младший продолжает наставить на том, что он бросит в школу, чтобы она приехала домой? Ради того, да? Это было два года назад, насколько я знаю. Она уже совсем с этим разобралась. Это же не может быть ее отец, верно? Куая, это типа может быть кто-то из родственников, да? Вообще, конечно, да, понятно. Продав особняк, она получила достаточно денег, чтобы оплатить все счета, на какое-то время должно было хватить. Тогда что? Ничего, в дневных новостях об этом тоже нужно рассказать. Чтобы ее не беспокоило, я сомневаюсь, что это возможно решить простым разговором, иначе она бы упомянула об этом раньше. Отложив на потом свое любопытство, я взял пульт и начал переключать каналы. Отлекающий маневр не слишком хороший, я согласен. Но это определенно лучше, чем позволить ей предаваться грустными мыслями. Мотаем. А, понял. Но он так говорит, типа, это тот или тот? В конце концов я нашел один канал, на котором шел повтор сегодняшних утренних новостей. И вот оно, бедного парня не смогли опознать, из-за того, как сильно обгорело его тело. Еще одного? Убийство через поджог, таково было логическое объяснение. Если бы я был тем офицером, который это расследует, если не считать того, что они не смогли найти источник огня, огонь даже не распространялся. Найден труп сегодня ранним утром. Почему, мать ее, так громко? Фона, звук, давай, я не знаю, сделаем так. Что ж, блядь, так громко-то звучит, я не пойму. Все же тише сделано. Запись стрима будет, только, не знаю, целиком, скорее всего, посмотрим. Логхаус, привет. Будет, наверное, ну как, наверное, да должна быть по-любому. А там будем смотреть, только будет она обрывисто, там, с кусками обрывистыми и тому подобное. Это он показывает Белли-Белли-Заку-Новости. Ну, это я понимаю, да. Так, сейчас я быстренько вырублю всякие там клипы и тому подобное, на всякий случай, чтобы никто не закинул. Так, найден, ага, утром. В помещении был пожар, никто из других постояльцев не пострадал, посредением лаксбурнской полиции. Вскоре они начнут рассматривать это как спонтанное самоозграание человека, если ничего не найдут. Но то, что важно отметить всем, это состояние комнаты. Похожие надписи были найдены в комнате еще одной жертвы после инцидента на прошлой неделе. Это была Роза? А оба были сотрудниками агентства Брайер. ЛБН связалась с... Так же случилось и с Купер. Розой Купер, да? Девочки интересно, сколько еще таких смертей я пропустил, пока следил за райтами. Лаксбурнский полицейский департамент уже думает, что это дело рук серийного убийцы на данный момент. Так, кого уж еще, наверное? Не это вот же, как он называется? Никакого-нибудь проклятия там, или я не знаю. Стрим опять, да, начали. Сколько времени пройдет, прежде чем они проконсультируются с Лондонской городской полицией? Я не уверен. Анселимский местник всегда был загадкой даже для людей в этом городе. Так он есть все-таки, да? Исчезли несколько лет, а потом в последующие годы стали находить тела одно за другим. Может, это люк? Просто-напросто введение. Дело было передано шефу-инспектору кучу лет назад. Он так и не смог узнать, кто совершил эти убийства. Может быть, теперь, в этот раз. Да, вот. Это из-за той штуки? Так ведь? Это я? Это я как-то сделала? Нагнетается. Потому что вот сейчас должна атмосфера уже нагнетаться и нагнетаться. Потому что много было, были, тут моменты так идут, чередуются, типа, ламповость, любовь и потом хоррор. Потом какой-то момент, как бы это сказать, повседневности, скучной повседневности, пересказывания слов. Ее слова прозвучали почти шепотом. Ну, что сейчас происходит шепотом почти, но каждый слог завис в воздухе, тяжелый от ее чувства вины. В густом напряжении воздуха они ударили сильнее, чем все, о чем мы говорили. Однако, она также должна понимать, знать, что она не единственная. Никто не просит ее взять все это на себя. Ни Бека, ни Зак, ни, конечно же, я. Сейчас так. Еще не слишком поздно, мы сможем это исправить. Нас здесь же трое? Четверо, если считать Требеку. Нет, она... Пусть она держится от этого подальше. Я не хочу втягивать ее в это еще больше, чем тянула. И вас уже тоже. Я же сказал, что это совершенно не обсуждается. Хватит просить. Если отбросить все это воодушевление, это все хера в бардак. И мы тут совершенно слепы. Хуже может стать только, если мы начнем бегать вокруг, как кучка безмозглых куриц. Но теперь у меня есть конкретный план. Я так думаю. Конкретный план, серьезно. Ой. Сейчас. Так. Возможно, я забыла права. Наверное, нам стоит копнуть глубже под самое агентство Брайер. Может быть, мы ищем не в том направлении? Тем не менее, на данный момент никуда не делись. Какого хрена они сейчас идут не по тому, чему я думал, не по проклятию, а под агентство Брайер они куда-то вообще идут? Ну, понятно, да, что легче расследовать людей, которые живы, чем мертвых, каких-нибудь проклятий и тому подобное. Может быть, мы ищем не в том направлении? Так. Ой-ой-ой. Тем не менее. Ага, да. Заку не нужно будет знать о деталях, пока мне не появится то, что я смогу показать достаточно того, что он знает, что у меня есть идея. Зима со своей стороны не настаивает, и часть спустя наш отъезд сопровождает лишь тяжелая тишина. Серьезно, Зак, наверное, мог быть более ответственным офицером, чем я, если только у него хватило бы мужества присоединиться к полиции. Нам определенно пригодились бы такие, как он, люди. Но как бы ни была хорошая эта мысль, я задвигаю ее за дворки к сознанию, когда мы с Азабелой идем к машине. Но сегодня я не могу отвлекаться. Кроме нескольких нерешительных попыток добиться какой-то реакции, Забелой. Интересно, мы что, в Брайер агентство пойдем? Пойдем, серьезно? Попыток добиться какой-то реакции, Забелой? Я молча ехал к агентству, неловкая ситуация. Более того, до наступления темноты ждать еще около часа. Даже если нас лишь двое, пространство вокруг нас полно напряжения, теперь остались лишь считанные минуты. Но тикающие секунды не отменяли напряжение, вещащего между нами. И я в пятый раз взялся возиться с радио, настаивая его, настраивая, скорее всего, настраивая, да, и нажимая на кнопки безо всякой необходимости. Нервная причуда, сейчас опять будет хоррор, сто процентов. Нервная причуда, которую я развил, и никогда не заботился о том, чтобы избавиться от нее, сидя в засадах. Так, для того, чтобы чем-то занять мысли долгими ночами. Так, что мне еще было делать? Сейчас сто процентов какой-то пиздец произойдет по радио. Так, человека, на которого я обычно полагался, рассчитывал на неперенужденную беседу. Игнорировал мои попытки с самого начала. Эш, выкладывай. То, как она сразу замолчала после этого, несмотря на ее тон, заставила меня сомневаться в том, что она имеет в виду именно то, что сказала. Она даже не построила мою сторону с тех пор, как мы приехали. Передумала? Ты все еще можешь отказаться, если хочешь. Мы просто идем в офис. Почему я должна отказаться? Я не знаю. Привет всем полуночникам. Так, подожди. Я не знаю, вдруг у тебя могут возникнуть проблемы. Это не совсем легально. А смотреть агентство Брайера, разузнать, имеется ли у компании, занимающейся недвижимостью, дополнительный информатор, который может оказаться полез... Поле... Которая может оказаться полезной. Найти что-нибудь о Купере других агентах, которым поручили заниматься особняком Эрмингардов. Согласно словам Изабеллы, это последняя недвижимость, над которой работали жертвы. Конечно, я тоже могу проверить. Полные рапорты в участке, это легкий полулегальный способ. Но сейчас я не хочу наткнуться на шефа. Парни в участке точно выставят меня вон, типа по его приказу. Бля, я как и говорил, он пойдет... Он тупо пойдет и будет расследовать это дело дальше, как и должен. Не то, чтобы мой нынешний план хоть чем-то лучше. Я просто вламываюсь в другое место, так или иначе, с гражданской в придачу. После обстоятельств... Последнее обстоятельство все еще не укладывается у меня в голове. Оно и никогда не уложится. Особенно, если это впоследствии поставит ее в довольно сложную ситуацию. Она очень осторожна, когда речь заходит о ее работе. Почти типичный сотрудник, как могли бы сказать люди. Почему? Сейчас она бросила осторожность. Так. Это же не я сотрудник. Не я должен искать какие-то конфиденциальные вещи, в которые посвящены только такие люди, как ты. Если ты раньше сказал, что это твой план, у меня было бы больше времени, чтобы подумать об этом. Я уже обещал тебе помочь, если тебе нужен доступ к этим файлам. Я не думал, что ты захочешь взглянуть на них так скоро, именно таким образом. Кроме того, это же то же самое относится к тебе. Тебя сняли со своего дела. Ты хочешь проблем со своим боссом? Да, нашли время, когда разговариваете об этом. Самый сок. Если честно, я колебался между тем вломиться в ее офис или же в особняк райтов. Как можно заметить, для меня проще сначала прийти сюда. В конце концов, зачем кому-то проникать в компанию, занимающуюся недвижимостью? В любом случае, я был здесь раньше множество раз. Во время нескольких очередных визитов, когда я просто хотел позлить эту трусишку. Так. О, Маха пришла. Ты не спишь тоже? Будет люка нагибать. Кто? С годами я более или менее ознакомился с их охранной структурой тем, что плохо она укомплектована. Плюс... Ой, так. Да, плюс это старое здание, слухи о банкротстве, правда, то, что это не можно... Так, устаревшими, так. Если же знаешь, я могу сделать это сам. Правда? А как ты собираешься попасть в наш офис без карты доступа? Объясни, пожалуйста. Ну, я собираюсь ломать картридер и использовать гекко или геккун, или хз, что это может быть, корюка кошки? Гекко? Ты безнадежный человек. Меня действительно интересует, почему никто еще не отправил тебя за решетку? Короче, он какую-то фигню использует, которая за это. Кстати, а я что, всегда выглядел так или нет? И все же, ты помогаешь мне с этим по доброй воле. Он какой-то с длинными волосами. Он вообще был с длинными волосами. Я не думаю, что в филиппинском посольстве это одобряют. То, что ты, скорее всего, получишь этот шанс быть депортированным в ту же минуту. Как они найдут тебя? Скоро меня депортируют с Россией. Если я приеду, буду так же лазить по комнате у Аллоя. Этот удар ниже пояса, я понимаю. Но стоит попытаться, пока она еще может отступить. Не то, чтобы у меня не было возможности проникнуть в это агентство. С ней или без нее. У меня есть способ. Да. У меня, по крайней мере, есть причины, чтобы шпионить. Может, он и звание могут говорить за меня. В том случае, если что-то подойдет не так, а у тебя что? На секунду мне показалось, что у нее сработало. По ее лицу мелькнуло выражение паники и сомнений, когда она посмотрела на меня изучающим взглядом. Потом все это неожиданно растворилось не за страхом, которого я ожидал, но за чем-то острым и жгучим. Я не совсем уверен, что она увидела или что она надеялась найти за короткое время, пока удерживала мой взгляд. Только все это оставалось невысказанным. С минутой позже она просто снова повернулась к окну и продолжила изучать его за пределами. Я забыла, пожалуйста, сейчас не время. Уже слишком поздно, эш, уймись. Это ее призыв. Высказанный вслух слишком жесток. Возможно, она не намерена. Возможно, она уже слишком измучена из-за всего, что происходит в последнее время. Так. Что ж она там такого придумала, низко хотел сказать. Когда она говорит таким тоном... Фу, блядь, как ты громко, блядь, дышишь. Когда она говорит таким тоном, сложно не уступить. Я вопреки себе вздохнул, скрыв всю заботу. Это была... Это была во мне... Это была во мне ради того, чтобы довериться ей в этом, по ее словам. Она также безоговорочно доверяла мне все это время. Хорошо, ладно. Если так, то хочешь. Как же громко, капец. И в наушниках, когда играл, не было такой фигни. И не волнуйся, я не имел в виду, о чем сказал раньше. Я и не хотел, чтобы что-то случилось. Ее губы быстро растянулись в улыбке, хотя в ее глазах совсем не отразилось той же радости. Да, я просто покончим с этим. Ладно. Сейчас уже все должны были выйти из офиса. Неуверенность в ее позе как-то заставила меня задуматься. Может, она хотела сказать... Сделать что-то вроде утешающего жеста. Она... Но она не позволила мне узнать, для кого был предназначен этот жест. Для меня и для нее. Не говоря больше ничего, она вышла из машины. И мне оставалось только выбраться наружу и последовать за ней. Она была в ужас... А, не, она была уже возле бокового выхода, протянув в руку картридеру. Рядом мы уже готовились открыть дверь, когда я догнал ее. Какие бы сомнения ни были написаны на ее лице, сейчас они исчезли. Увидев ее такой, мне стало лег... Легче поверить, что мое беспокойство не обоснованно, что в этот раз все может пройти гладко. И куда это вы, детки? Уже поздно. Большинство офицеров в этом здании уже свернули свои дела на выходные. Этот парень казался довольно дружелюбным, хотя на самом деле... Никто не может определить этого по одному лишь его голосу. Он может быть осторожным, насколько мне это известно. Сохранение равнодушного вооружения лица и остраненной атмосферы не помешает, пока я придумаю, как выкрутиться из этой ситуации. Просто приходите в понедельник, если у вас есть важные дела. Но потому как просветлело лицо Изабеллы, похоже, что пройти внутрь не будет большой проблемой. Наверное, он работает здесь уже несколько месяцев, возможно, от 4 до 6 месяцев максимум. Иначе он бы опознал Изабеллу или меня с первого взгляда. Я не показывался с тех пор, как мне год назад поручили это дело. Во-первых, ни он из охранников, ни один из охранников никогда не задерживался на службе больше года. Продержавшись дольше всех, работал около 7,5 месяцев. Я дам этому парню примерно столько же, пока его не уволят. Или пока он не найдет более высокоплачиваемую работу. На данный момент его слишком приветливое отношение является для нас почти подарком. Привет, Сэп! Да она просто его знает, господи, и все. Че ты вот понакрутил себя как-то? Посмотрите, кто у нас здесь. Прошло несколько дней с тех пор, как я видел этот хвостик. Кэм Сантьяго. Сантьяго. Стой, стой. О, подожди. Довольно близко. Стой, стой, пока не говори мне. И в этот раз я попытаюсь угадать. Санчес? Санчес, Саня. Первый раз ты был ближе. Черт возьми, клянусь, я так вертелась на кончике моего языка. Мне просто нужен был намек, чтобы вспомнить. Брусовые слова назад. Этот чудак не продержится дольше этого месяца. Он даже не может запомнить имя постоянного сотрудника. Ладушки, в этот раз я уверен. Сантилан. Все еще далеко, Сэп. Забелла, у нас нет целой ночи в запасе. Я знаю, просто позволь мне разобраться с этим. Прости, Сэп. В другой раз мы немного спешим. Мне просто надо забрать несколько вещей из своей кабинки. Ну, знаешь, по работе ничего, если мы на несколько секунд поднимемся наверх. О, безусловно. Проходите, бога, у тебя есть с собой карта доступа. Все в порядке. А, то есть он думал, что это типа какие-то люди, которые типа не работники. Хотя я не уверен, что мне можно пропускать внутрь твоего парня. Парня. Кого? Меня? Ебаню в глаза. Моего кого? Того парня. От того, что с тобой. Разве не твой парень? Почему в фильмах в... Не знаю, везде все так смущаются. Моего парня? А, да ты можешь сказать просто, что он не мой парень. Хотя ты даже можешь так чувствовать, что он твой парень. Но, как бы, ну, сказать, да нет, не мой парень. Да, говно собачье рядом. Ходит вот это вот какое-то непонятное. Я целую, я так делаю постоянно. Что на нее смотришь? Это справедливо... Справедливое наблюдение, если можно так сказать. Само собой, разумеется, отпустившаяся тишина была неуютной и жутко неловкой. Хотя последнее всего, скорее всего, исходило основной от меня. Потому что в следующую секунду Изабелла рассмеялась. Рассмеялась? Алло, у тебя вебка, как в этом, как в Леттере, кстати, сейчас находится. Ха-ха. Это звучало легче, чем все ее смешки, которые я услышал в последнее время. Утешающийся звук, действительно, после того, как начиная с сегодняшнего утра, я видел ее в таком мрачном настроении. Несмотря на то, что все это превращается в простое хихиканье, скорее, чем мне бы хотелось. Скорее, чем мне бы хотелось. Хе-хе, как так она. Такая хе-хе-хе. Так, радостно видеть, что я, по крайней мере, частично в ответе за это, несмотря на то, что мое бедное сердце разлетелось на кусочки. Кстати, тут звук же... Сейчас. А звук же есть? Все нормально, да, там? Ну, звук новеллы, да? А то что-то я... Нормально все здесь, да? Ох. О, нет-нет-нет-нет, нет, он не мой парень. Есть, да? С таким же успехом она могла бы заодно поджечь его и превратить его в прах. Честно говоря, количество нет в одном этом предложении было зашкаливающим. Нормально. Боже, одного нет было бы достаточно, чтобы донести сообщение. И действительно надо было так сказать. Это невозможно. Не смеши меня, Сэп. Я пройду, ладно? Она быстро проскликнула внутрь, легонько помахав. Мне оставить за собой еще более неловкую атмосферу, с которой мне нужно было бы справиться. Это было бы нетерпимо, если бы мне не надо было страдать на потеху незнакомцу. Вы горе мне. Не парень, но близок к этому, да? Занимаюсь со своими делами. Ну и дети пошли в наши дни. Дети, ебать, 30 лет, сука, каждому. Но я рад видеть, что она уже оправилась. Я был уверен, что она исчезнет, как и другие. Что? Простите? Вон, ты знаешь, о чем там говорят в новостях. Вы имеете в виду, что случилось с Роуз Купер? Раз я так застрял с ним здесь на какое-то время, почему бы не попытаться добыть как можно больше информации? Он может быть просто охранником, человеком, у которого нет нереальных полномочий, но в большинстве случаев такие люди, как он, знают гораздо больше, чем им позволено. Да, но даже как раньше, у нас было пару хороших парней, которых мы никогда больше не видели. А, они ж пропали! Блин, в какой-то из моментов был момент, когда они пропадали, и ей надо было решить, где они, то есть искать, короче. Правда, эти парни могли бы просто уволиться, чтобы вы знали. Я не знаю, с этого момента я улавливаю только разные кусочки информации. Хотя, если серьезно, я слышал, что филиал скоро развалится. Но это не оправдание для анархии. Эх, понятно, почему босс был в ужасном настроении весь прошлый месяц. Они могли провернуть хорошую сделку с помощью этого особняка. Ван с Лимми, верно? Это не сработало? Похоже, что нет. Мужик орал так, словно в последний раз. Он был не слишком доволен, когда вчера вечером ему позвонила девочка и попросил еще один выходной. Девочка? Забайла? Неудивительно. Какая девочка? Кто? Кому позвонили? Подожди. Неудивительно, с учетом того, что она была не на работе уже три дня, и теперь попросил еще один. А, типа работ... Директор, да, попросил, короче. Не то, чтобы это плохо, это ее право как сотрудника, но... Изабелла редко использует выходные. Да, бедная девчушка. Если ты спросишь мое мнение, в конце концов она нашла для него покупателей для особняка. Меньше, что он мог сделать для нее, это рассмотреть ее прошение, прощение после смерти члена семьи. Постой, что? Слухи агентства Брайор Роуз, Купер, пропавшие бизнесе, сотрудники, все это в этот миг становится неважным. Мо глаза почти мгновенно сосредоточились на домофоне, словно вбившись... Твою мать! А-а-а, я понял, почему... Ой-ой-ой, подожди, подожди, стой, стой. Подожди, сейчас. Она же хочет уволиться, да? Не, я кое о чем другом подумал. Вы сейчас, опа, наговорите. Ага, я не знаю, о чем вы говорите, но... Подожди. Ну? Какая просьба, подожди. Концовка! Концовка! Она выходной взяла. Да пофиг на выходной! Просто кое-кто сказал, что в конце что-то жесткое будет, и я так думаю... Ой, я уже забыл, что я думаю, ладно. Мои глаза почти мгновенно сосредоточились на домофоне, словно впившись в него взглядом, можно увидеть человека, говорящего через него, и тем самым прочесть правду на его лице. А ты не знал? Не знал что? Я не знаю, я должен спрашивать об этом. Ты должен спрашивать об этом не у меня. Ммм. Знаешь, здесь может быть немного скучно. На самом деле, никому не хочется слушать то, о чем болтает старый охранник. Почему бы тебе просто не пойти за ней? Она... Сэп сказал, что это после смерти члена семьи. Эээ... Но, блин... Ну, типа, из-за отца, наверное, да? Да это не важно, я о кое-чем другом подумал. В концовке, что важнее будет. Пока ты не собираешься доставлять мне неприятности, никаких проблем не будет. Ну, то есть, не... Ну, там, короче, ладно. Ты же здесь не за этим, верно? Ему повезло, что я здесь не для того, чтобы кому-нибудь навредить. Кто-то из родственников было. А что, Роуз? Ну, не Роуз же. Правильно, она ж не эта. Ну, нет, но... Тогда я пойду. Ладно, тогда я пойду, открою для тебя вход с этой стороны. Просто не забудь выключить свет, прежде чем уйдете, хорошо? Эй, секундочку. Что ты имел в виду, когда... Он оборвал связь, прежде чем я закончил говорить, и остальная часть вопроса застряла у меня в горле. Вскоре щелкнула задвижка, и дверь расхлопнулась. Хм, что-то тут интересно. Крепкий мужчина, одетый в униформу, слишком свободный для него, помахал мне через дырной проем, прежде чем снова исчезнуть за своей стойкой. Мне повезло. Я-то думаю, что мне придется рассчитывать только на то, что принесет из собой Забелла. Хотя, как бы я не радовался, кое-что уже крепко занимало все мои мысли. Почему она сегодня сама на себя не похожа? Когда это все началось? Конечно, как только я вышел в здание, постарался задвинуть эти все вопросы как можно дальше. Мне нужно сосредоточиться. Работа есть работа. Но если то, что я услышал, это именно то, о чем я думаю, если это зловещее предзнаменование... Серьезно? У меня не очень хорошее предчувствие. Я не пойму. Ну, если умер кто-то, ну... Ну, умер, бывает такое. Наверное, отец умер, скорее всего. Хотя, может быть, и брат какой-нибудь. Ну, блин, а в чем ты виноват? В чем она виновата? Ни в чем. В тишине еду на седьмой этаж, где находится главный офис агентства Брайера. Все было достаточно добр, чтобы включить лифт для посетителей, когда... Я уже готов был пойти в сторону лестницы с аварийным выходом. Это было приятным облегчением. Я, конечно, активный парень. Но лестницы? Я хочу слишком быстро вымотаться, если вдруг что-то пойдет не так. Наверное, не возникнет проблем в таком тихом месте, но я не могу узнать наверняка. Да, клянусь, все здание в это время ночи кажется жутким. Я аж прям чувствую, как я там нахожусь сам. Но пока я не получу подтверждения, все это просто выдумки. Получаются вещи похуже. Нет необходимости запугивать себя. Оставаться спокойным значит делать меня меньше ошибок. Хотя я чертовски смелый, особенно учитывая то, что я делаю. Сейчас я нарушил множество законов, а еще подверг и забыл о большому риску. В лучшем случае, может получиться так, что Изабелла окажется права самого начала. В худшем случае, первая кто-нибудь может обнаружить, что Изабелла во всем этом замешана. Ее босс уволит. Кто связан? Второе. Я найду доказательства причастности агентства Брайер или Люка Райта в преступлениях. Если не буду достаточно осторожен. Из-за моего вмешательства доказательства это неприемлем для суда. И если быть честным, я бы предпочел потерять работу, если... Или встретиться с Райтом, чем... Каким-то духом или призраком, или чем бы оно ни было. Конечно, любой бы так подумал. С первыми я всегда могу ладить в проблемы. Изабелла... Ты уже можешь найти работу получше. В агентстве никогда не платили ей должным образом, несмотря на ее усилия. Но сражаться с Фантомом... Как вообще кто-то может сделать такое? На них вообще действуют пушки? На члены действуют. Да, этого не случится. Хотя я здесь, чтобы исправить ситуацию. Если я сделаю это, не оставь следа, будет даже лучше. Хорошо, что я именно в этом хорош. Именно я в этом хорош. Хорошо, что я именно... Хорошо, да. Ладно. Наверное, в том, чем я никогда не преуспевал. Это в выборе подходящих слов, когда того требует ситуация. Так... Вот так. Но видеть маленькую фигурку изабелла за этими дверями. То, как она пробирается вперед, несмотря на то, что в этот раз ей придется нести совершенно другую ношу. Как она притворяется, что все в порядке. Это... Сложно не попытаться. Да, да, да. Сложно не попытаться. Люди, которые ничего не видят за ее улыбкой, никогда не узнают. Никогда не поймут. Черт, наверное, даже Ребекка не осознавала этого. Да, блядь... Ребекка, блядь, другое осознавала. О другом думает сейчас. Я... Понимаю. Сейчас у нас есть другие проблемы. В конце концов, я делал то же самое множество раз, чтобы защитить себя. Но все отражается в ее глаза, когда она поднимает взгляд после того, как я несколько раз легонько постучал в дверь. Она не стала тратить времени зря, и оставив разбросанные бумаги на столе, открыла мне дверь. Хотя, даже ее замешательство, когда она обнаружила мое присутствие, едва скрывает это. Сэп, впустил тебя. Теперь, когда я знаю, почему даже напряженность ее голос изучит по-другому. Да, просто знать. Это не то же самое, что услышать. Это от нее самой. Я не могу просто так поднять эту тему, не так ли? Это неподходящая тема для обычной беседы. Я сомневаюсь, что она хочет поговорить об этом со мной. Как бы сильно я не хотел помочь, между нами есть дистанция, которую я никогда не смогу пересечь. Та, которой там бы ни было, если бы не я. Возможно, если бы год назад я был бы честным и не менее трусливым, то смог бы это сделать. Конечно, я даже этого не смогу сделать для человека, о котором я даже... О котором я, как продолжаю себе говорить, очень забучусь. Что я могу сказать? Я очень обойтельный человек, да. Для камня может быть. Как камень. Рок. Рок мерц. Так, полакаю, это самое близкое, чем мы смогли стать друг другу. Легкие подшучивания, мимолетные взгляды, или иногда длинные моменты дешны. И этого достаточно для меня. Это так, потому что даже без слов, между нами присутствует чувство комфорта. С ней это легко. Тогда должен быть довольно крутой камень. О, дойди ты. Эй, заслужил некоторую поблажку. Сегодня вообще-то у меня должен быть выходной, и все же... Вот он, я, помогаю тебе. Помогаешься стоя в дверях? Ну, ты на самом деле не впускала меня внутрь. Несмотря на то, о чем она говорила, когда пыталась обойти, она загородила мне путь. Наверное, она ожидала этого с того момента, как мы пошли ко входу в здание. И надеялась, что сторож ночной смены не впустит меня сюда. Лол. А че так? А че так? Она что-то, походу, скрывает, нет? Конечно, отрадно знать, что она заботится обо мне, хотя это и немного неуместно в данный момент. Рок переводится не то, что как камень даже, а как скала, типа и тому подобное, но по-разному. У нас же рокмерс есть, типа скала. Кроме того, не считая беспокойства, мне не хотелось бы, чтобы она попала в гучу событий без меня. Не сейчас, когда у нее и так много проблем. Забайла? Серьезно, знаешь, из-за этого у себя могут возникнуть проблемы. У тебя могут быть даже большие проблемы с боссом. А у тебя не будет проблем? Мы уже обсуждали, у Зака об этом и речи не может быть. Сделай это хотя бы ради себя, ради Себа. Он, правда, хороший парень, учитывая то, как все здесь складывается, он... Я в этом с ней согласен. Себ не такой уж плохой парень. Возможно, он взлыха беспечный в своей работе и слишком болтливый, но у него добрые намерения. Мне не нравится, что этот парень уйдет отсюда с плохой репутацией, если вдруг что-то пойдет не так. Однако беспокойный взгляд, который я наметнула в сторону стола, застал меня еще больше забеспокоиться. Ты что-то нашла? Нет, я еще не уверена. Я еще не начала рассматривать файлы, которые хранятся у нас в архиве, только те, что поручили мне Роуз. Поручила. Наверное, с файлами что-то не так, и, видимо, из-за этого убивали всех, да? Че-то бред какой-то непонятный, шо такое? Дай мне посмотреть. Постой, Эш. Изабелла, я уже обещал тебе, что ни у кого не будет проблем после того, как мы закончим, даже у Себа. Я удостоверюсь, что мы уйдем отсюда, не ставь следов. Ее сомнения все еще не развеялись. Доля секунды нерешительности, пока она пыталась подобрать правильные аргументы. В итоге, когда ничего не приходит, ей на ум она вступает. Хорошо. Но мы не можем забрать оригиналы файлов из офиса, ясно? Ни единой странички. Мы просто сделаем копии. Не волнуйся, есть план. Фотографии, да? Кажется, это ее успокоило. Она кивнула, а потом жестом велела следовать за ней. Пройдя мимо целого моря кабинок, я невольно осматривал все в офисе и в основном в силу привычки. Насколько я знаю, Лаксборнеотделение агентства раньше владело всем этим зданием полностью. Блин, как же он громко ходит. Когда-то офисы располагались на нескольких этажах, когда недвижимость все еще была прибыльным делом для компании в этой части страны. Потом появилась конкуренция, и неожиданно все стало не так уж хорошо. С годами все стало только ухудшаться, если верить слухам. Теперь же, несмотря на то, что написано на огромной вывеске на здании, отдел занимает только этот этаж. И сказать по правде, это не слишком сложно поверить, судя по состоянию, в котором сейчас находится эта комната. Многие столы убраны. Личные сувениры встречаются редко... Ага, редко словно все сотрудники массово покинули свои места. Странно. Должно быть, было сокращение сотрудников, вероятно, хотя все это вызывает беспокойность. Что-то это странно. Конечно, я... Сейчас будет скримак, мне кажется, скоро... Конечно, я отмел все эти мысли в сторону, когда Изабелла начала передавать мне бумаги, которые она осматривала. Сосредоточься, Фрей. Сфокусируйся. Трейсон. Трейсон. Нет смысла ныть из-за этого или засыгрываться на этом. Прежде всего, именно поэтому и здесь. Узнать, что на самом деле происходит старым добрым способом. Присутствие Изабеллы тоже является благословением. Я не могу даже представить, сколько бы это заняло времени, если бы я наставил на то, чтобы прийти сюда одному. Никто не понял шутку, да? Ну ладно. Так, это все документы, о которых ты упоминал, да? Так. Или уже все спят? Они все еще закрыты в архиве. Они тебе необходимы сейчас? Принеси их сюда. Все, что связано с продажей особняка, а даже те люди, что касаются того, кто занимался реконструкцией и уборкой, все... Маха, ты уже это... Ты уже все, наверное, на Веллу, да, знаешь? Включаю свои обязательные регистрации регистрационные листы. Ха-ха-ха. 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 Звучит их смех по сравнению с обычным ее, да? Все равно я рад его слышать. Это напоминает мне о том, что Изабелла, которую я знаю, все еще здесь. Через минуту она вернулась со стопкой папок и скоршевателей. А люди без сознания разве не валялись в этом, в школе? А, ты написал в здании. Подожди, ну... Ага. Так, вроде, да? Так, следующие полчаса работаем в полной тишине, вникая во все, что собрано в папках. Это непростая задача, учитывая то, как много там всего, но нас двое. Да ёпта. Бля. Ага, вот. Это непрост... Так. Блин, хорошо, что я не промотал. Я чуть-чуть не туда нажал. Хорошо, что не промотал. Фактически большую часть работы сделала Изабелла, а сортировала контракты, списки сотрудников. И то, что нам нужно, не нужно в аккуратной кучке. А одни только файлы, касающиеся реставрации, составляли кипу бумаг в дюйм толщиной. Поставщики услуг третьих лиц, нанятые для кладки кирпичей, установки радиаторов, столярных работ, штукатурных работ, кровли, крыши, еще куча других вещей. Все было тщетно задокументировано. Документировано тщательно. Черт побери, каждый подрядчик, работавший над проектом, был перечислен отдельно. Перечислен, да? Дальше, если он был хотя бы для прокладки труп. Ну, короче, это, да? Сотрудник. Хорошо, это высокий профиль. Дорогая недвижимость. Но в таком масштабе появляются лазейки. Это значит, что есть множество возможностей для того, чтобы что-то скрыть. Если там происходило что-то подозрительное. Все, что мне надо сделать, это найти закономерность. Это не занимает много времени. При ясном взгляде, несмотря на то, что изначально владельцы взяли на себя расходы за ремонт, было бы удивительно, если бы смогли покрыть расходы на особняк Эрмингард. Хм. Как насчет дополнительных расходов за открытие дома, комиссионными для агентов и другими накладными расходами? Накладными? В какой-то момент переговоры о том, чтобы записать все под именем агентства Брайер, почти сорвались. Какие-то разногласия из-за указанных цен. Владельцы хотели... Так. Избавиться... От него как можно скорее, сохранив стоимость на выгодном уровне. Агентство наставило на большой сумме вдвое выше, чем предположил оценщик. Хм. Не понял, подожди. А... Агентство Брайер в Лаксбурне и правда в долгах... Нет, подожди. Прибавив к этому еще слухи о том, что отделение закрывается, агентство Брайер и Лаксбурне и правда в долгах и пропаже особняка с легкостью могло стать отчаянным шагом, чтобы сохранить отдел на плаву. Не удивительно, что окончательная продажа прошла настолько быстро. Ты знала об этом? Нет. А они забрали у нас все... Как только я предоставила последние документы на продажу, я даже не знала, как это... Пока не прочитала это. Я не уверена, знала ли Роуз, мне дали ключ от архива, только после того, как она... Как бы там ни было, я считаю, что... Они скрывали от меня файлы... Подожди. Я что-то не пойму. Что не так-то? Роуз была той, кто выполнял все с нашей стороны, даже... Тогда как... Она всего-навсегда... Скорее всего, не осознавала этого. Блядь, какой же мелкий шрифт, пиздец, приходится взгляд... Вглядывать просто. Это все, что позволило... Позволили нам узнать. Потом она сказала нам ждать своих комиссионных, что команда юристов разберется с остальными. Так это слухи, правда? Похоже на то. Так, блин, это просто неудачное место стать банкротом в то время, когда происходит все это дерьмо. Но это не то, что мы ищем. Подожди, я не пойму. Агентство Брайер что, наебывало, что ли, людей или что? Я что-то ничего не понял. Эм? То, что нам нужно, это знать людей. Те, кто причастен к этому делу с особняком, за исключением Забелла и Купер. Как у них сейчас идут дела? Что-то я не понял. Мы не можем что-то поделать с внешним подрядчиками. И нет в файлах, с другой стороны, списков сотрудников. Даже когда два человека работают с такой кучей документов, вся работа занимает довольно много времени. Четверть часа спустя мы со вздохом откладываем бумаги и переходим к клиентам по настоянию Забеллы. Для этого... Может быть полезна регистрационная форма использования во время открытия дома? Так. Эта бумага вызывает у меня смех, когда я посмотрю фальшивое имя, которое я вывел в этих листах. Подожди-ка, это когда было? Так. Агентство Проблем... А на границах закрытия агентства были тёрки с владельцами особняка по поводу цены. То есть, у самых главных, да? Ханна Райт, Люв Райт, Ричард Франк... Эшли... Кто, блядь? Маритун? Боэтрич? Боэтрич Вилде? Эшли. То есть, Эшли это, да? Не то, чтобы в этом было что-то секретное, я забыла обнаружила меня в тот же день, но всё же. Эшли? В тот день я был небрежным... Выслежив... Подожди. В тот день я был... С той... Небрежным выслеживаю Люка Райт и не получил подтверждение в том, что... А, никто не выбрал ее? Это... Подожди, блядь, я... А! А, вот почему я вообще выбрал это имя? Она звучит так убого? Какое имя? Ничего важно, сосредоточенно на тех бумагах, которые у тебя есть, но надо скорее... Подожди, я не пойму. Эшли, это Эшто? Ну? Ну? Эшли? Люк. А Люк это тот. А, всё, блядь, я запутался. Она вырвала бумагу, прежде чем... Мне в голову пришла идея ее спрятать. Не то, чтобы в этом было что-то секретное, забыла обнаружила меня в тот день, но всё же... Эшли... Вот, в тот день я был небрежно выслеживая Люка Райта, не получив подтверждения о том, куда они направляются. В то время как дворецкий ужасно эффективен, сохраняя в тайне от общественности дел Райтов, были другие возможности, если только я уделю этому весь день. Воспоминание об этом сейчас я был слишком упорен, слишком нетерпелив в своем желании найти что-то, что раскроет дело и сможет покончить с ним. Так... Я не хотел бы использовать свое настоящее имя. Однако... Ой, это сработало, признай, это гениально. Кто бы мог подумать, а? Она закатила глаза, потом полностью закрыла тему, пихнув мне обратно в руки этот листок. Впоследствии мы вновь погрузились в нашу работу, просматривая все подряд. Прочитывали, откладывали в сторону, брались за следующие материалы. Снова посмотрев на регистрационный лист, я заметил Люка Райта и Хану Райт, записанных в начале списка. Не то, чтобы я не знал о них, конечно, но просматривал список, я сразу же обратил внимание на одно имя. Мэдлим Уильямс. Кто это такая? Да там миллион, блядь, людей, хуй пойми кто. Да, я разбужу. Ложись. Что-то не так? А, нет, я просто помню эту девушку, записанную здесь. Она нахмурилась, передвинулась в свое кресло ближе и внимательно прочитала список. Прежде чем она заговорила, прошла длинная пауза, но по тому, как она напряглась, казалось, это... Она ожидает этого худшего. А что с ней? Она была со мной в группе, которую вела Купер. В смысле, когда мы осматривали верхние этажи особняка. Она была довольно громкая, особенно, когда мы заглянули на чердак. Я продолжал болтать о призраках всю экскурсию. Тогда ты думаешь, она... Да, да, пися. Ложись. Высыпайся. Ты уже должна давным-давно лежать, потому что тебе рано вставать. Ты с ума сошла или что? Она была объявлена пропавшей через три дня. Было много шума в участке в тот день, когда ее семья подала заявление по прошествии нескольких дней, без какого-либо прогресса с их стороны. И, естественно, зазвучали угрозы отчаяния. Отчаянные. Ее семья была готова отдать все деньги, что у них были, лишь бы найти ее. Но, к сожалению, усилия не увенчались успехом. Офицер Бенджамин был в плохом настроении с тех пор, как поговорил с ними. Но что мы могли сделать? Давай пить. Он связан. Все мы... У вас холодно, да, еще? Хорошо, что я кофту не порвал, потому что скоро я приеду, да, и мне кофта понадобится. Ее все еще не нашли. Прошла уже неделя. Пол чата. Та, чат. Пусть спит. Все равно это на запись идет. Изабелла никак это не прокомментировала. Просто кивнул. Кивнул. Представляете, сейчас кто-то влетит с донатом, с громким. И пол чата обострется. Или скрима какой-нибудь в игре появится. Вместо этого она села обратно на свой стул. Со сравненным взглядом ее руки сжались в кулаки, пока она боролась со своим разочарованием. Или, может быть, с гневом. А я сейчас подойдите. Сейчас подойду. Ой, блин. Сейчас подойду. Саша. 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 Вот. Хуяш. Ой, что такое? Глаз заплыл. Так, шо у вас там происходит? Я не понял. Что такое? Шо у нас там? Сколько у нас лайков тут? На стриме. А ну-ка. 21 лайк. Нихуя себе. У нас даже людей столько не было. Кто накручивает лайки? А ну-ка, быстро показались. Мне ебало. Так, все. Ладно, я немножко ебнулся. Так. Блин, глаз заплыл немножко. Все. Так, Саша, твое второе я. Саша, это ты. Маха Саша. Маха Саша. Ты же с Сашкой общаешься, вот видишь? Все. И тут такой блуд врубает громкую музыку и чай стрелка. Да если бы. Если бы. Сейчас, почему? Сейчас. Бля, я удалил. Ладно. Потом скачаем опять. Ладно, все. Поехали. Так, где мы остановились? В этот момент должен лазить ту лонг. Этот момент мне длился 2 года. Блин. Блин, где же я закончил, а? Вот. Но это не продлилось слишком долго, да? Вскоре ее сжатые кулаки расслабились, да? И она положила руки на колени, впрочем ее выражение лица. Так же я видел в зеркале множество раз. Да, вот оно. Что можно сказать, что человеку, на которого давит не одно поражение, а множество, кто несет их на своих плечах, словно клеймо позора. Так, делаем вот так. Я еще сам не нашел ответ на этот вопрос до тех пор. Единственный путь это двигаться дальше, чтобы увидеть, куда может завести нас наши попытки исправить свои собственные ошибки. И, несмотря на свои сомнения, проблеск такого взгляда на ее лице уже достаточно причинно для меня. Я не могу просто так сдаться. На кону стоит слишком многое. Снова сконцентрировавшись, я продолжаю на третьей, последней странице и замечаю еще одно. Беатрис Уайлд. Беатричи. Это имя я опознал из газетных некрологов. Это Беатричи, блять. Это она все делает. Даже тут это Беатричи, падла. Умерла от сердечного приступа. Письмо с выражением соблезнований. Короче, все поумирали, что ли? Так получается. Ее родственникам подтверждать, что ее... Само ее файлах умерла во сне. В свои 74 года. Не врите. В тысячу лет она умерла, 100%. Ей уже столько лет. Это определенно должна была быть естественная смерть. Верно? Мне бы тоже хотелось в это верить. Да, блять. Но появились еще три письма, когда я парился в стопке. И это оставило во мне лишь плохое предчувствие. Все они отправлены семьям клиентов, которые умерли на прошлой неделе. Да я и нахуй, блять, убью, сука. Кто, сука, это делает? Блять, Кузькин. Кузькин. Убить? Что это, 74 тысячи? Что это, 74 тысячи у меня подписчиков или что? Или что? Вы, блять, издеваетесь или что? Сейчас донаты отключу. 74 тысячи чего это? Что это, подписчиков у меня или что это? У меня ж не столько. Да, ну. Нет. У меня намного меньше. Вроде бы. А ну сейчас. У меня 71 тысяча 085. Где вы видите? Страшно? Нет. Нет. Где вы такое видите? 71 тысяча 87 подписчиков. Может мне куда-то нажать надо? Или вы меня наебали? Да. Все. Вот все. Тупо вот. Все. Вот отстаньте от меня. Вот это вот тупо вот по больному. И так подписчики не идут. А вы. Все. Все. В бан всех. Можно куда-то нажать. А вообще-то Махараджа. Есть такая фигня. Раньше была такая фигня, когда ты смотришь своих подписчиков в одном. У меня сейчас в разных местах разные подписчики показываются. Например. В реале у меня показывается одно количество. Число подписчиков. Заходишь в одну фигню. Вроде в творческую студию. Другое количество подписчиков показывается. Я не шучу. Могу сейчас показать даже. А раньше была такая фигня, когда можно было, ну, перед обновлением Ютуба, там можно было нажать на свое количество подписчиков, короче. И там показывалось реальное количество. А там, до этого, когда ты выходишь и на главную приходишь, у тебя показывается примерное количество. Вот такая вот фигня, короче. Да. Несмотря на это, они отправились в кучу вещей, которые стоит проверить после нашего визита. Сюда, вместе со страниц информации о Уильямс. Там было столько имен, столько лис. Каждый из них я видел в тот день. Я задался вопросом, прятали ли они все теперь. Отнюдь не самоотверженная мысль навела меня на этот вопрос. Скорее, это следствие логики. Чем больше из них все еще живы, тем больше количества людей я могу задать вопросы. Пока еще, конечно, ничего конкретного. Это все просто предположения, но у нас есть успехи. Закончив с регистрационными листами, я положил их вместе с растущей кипой слева от меня и притянул к себе еще столько же документов, что приготовила для меня Изабелла. Так. Теперь мы просматривали список сотрудников, тех, кому было поручено заниматься поместьем. Потому что... Так. Вниз. Потому что... Во все, что верит Изабелла, если... То, что она видела, то, что случилось с Роуз Купер, произошло из-за этого письма. Мне нужно знать всех, кто прочитал его, кроме нас троих. И заметили ли... Заметили ли они тоже разные странности? Насколько я знаю, все это может быть просто ужасным стечением обстоятельств. Хотя эта мысль... Стало появляться все меньше... Все меньше, пока мы просматривали документы агентства Брайер. Спустя 15 минут куча... Возле моего локтя переросла от 15 до 21 различных досье. Документация клиентов, сотрудников, люди, которые прибыли на открытие дома или работали с имуществом в том или ином качестве с тех пор, как обнаружено было письмо. Они сейчас все тоже окажутся мертвыми. Алоэ спит, да. Он даже сказал, я пойду спать. Мне рано вставать, 4-6 утра. Амаха, подожди, мы сейчас до твоего перевода еще доберемся, а сейчас его обострем. Там вообще ужас просто. Так. Кристиан Си, специалист по недвижимости и Марк Джулиэс Жан Мари, оценщик имущества. Что этот парень Си, он был под арестом совсем недавно. Так, стой. Что там? Пукнул тебе в ушко. Ага. Так. Правда, Сэр Джон искал его, он перестал приходить на работу несколько недель назад. Ты уверен, что это именно тот человек? Да, это он. Ребята в участке говорили, что они приехали к нему домой после жалобы на шум. Они обнаружили, что он ведет себя словно безумец. Пришлось забрать его, когда он стал применять, насилие применять. А, он себе продолжал кричать что-то о женщине. Она мгновенно застыла. И не хотел говорить об этом или подразумевать, что это связано с историей Изабеллы. Но именно это и случилось. Это очень злило охранников, но он ненадолго там оставался. Несколько часов потом он стал биться своей головой в стену. Ну, как в фильмах ужасов, когда выносят себе мозги. Это был тот еще хаос, мягко говоря. О нет, мы понятия не имели о том, он в порядке. Котровяки просто отметили, что он самолунный от лучки. Потому что не смогли до него дозвониться. Сейчас в больнице. Я слышал, что они поместят его в психиатрическое отделение. Как только он восстановится, он все еще немного нестабилен. Как Махараджа, да? Да Махараджа вообще ужас. Просто вот ужас. Смеется только как Беатрича. Я ее убью скоро. В личных данных. Только тут Блуд Линес ее любит. Она тут вообще пукает. Тут вообще сидит. Ой, ужас. В личных данных этого сотрудника отмечается дата увольнения. Даже когда был произведен его последний плодеж. Ага. Вместе с этим. Ты не Эрика, Маха. Ты это кто-то другой. Так. Вместе с этим есть письмо к его семье о том, что оценщик был найден мертвым в офисе. Сообщение было чрезвычайно секретным. Там упоминалось вознаграждение, если они станут об этом распространяться средствами массовой информации. Инспектор Эбигал часто ругала меня за то, что я не читал аэропорты. Не читал аэропорты регулярно. Но очень старался постоянно быть в курсе событий. Блин, как они долго тут находятся. Давайте уже как-то решайте что-то. И давайте уже куда-то пойдем. Очень долго находимся. Монстр. I feel like a monster. Та-ла-ла-ла-ла-ла. И тогда я старался... Кстати, Маха, ты знаешь, что... Я... Акира Ямаука вот сейчас будет петь. Только вот по разным городам. Ну, ты знала, скорее всего. Так, и тогда я старался быть уверен. Я бы тоже хотел бы сходить, но... Не знаю, вряд ли получится. У нас... Жалко, в Ростове нету. Если бы в Ростове было бы, было бы афигенно. Давайте что-нибудь страшное. Да, но у меня там... В новостных пабликах тоже показывалось, короче. Ахахахахахахахаха. Что ты ржешь? Что ты ржешь? Регочишь? Та шо ты? Я не понимаю. Что ты регочишь? Тогда я старался быть уверен, что... Знаю саму суть этого... Что суть этого происходит в городе. Это никогда не доходило до ушей полиции для... Или комитета по вопросам здравоохранения и безопасности. Ты знаешь об этом парне. Ты знаешь об этом парне? Ты знаешь об этом парне? Два убийства, ага. Один взгляд на нее говорит обо всем. Они скрыли это от средств массовой информации. Они скрывали от полиции. Неудивительно, что... Ай, блядь. Это было секретом также для кого-то, кто находился на должности и забыл в этой компании. Серьезно? Подожди. То есть, получается... Он... Роуз искала его. Он... На прошлой неделе... О нем мы тоже ничего не слышали. До этого момента. Они никогда не говорили нам об этом. В смысле? Они скрывали смерти работников, но... Чо? Бизнес идет ко одной. Кто-то умирает, работая здесь. Конечно, они хотели сохранять это в секрете. Это плохая реклама для них. Дело становится все безумнее с каждой ее минутой. Тем не менее, в решении забыли файл, чтобы она сняла копии. А сделать копии страниц с их именами, адресами, контактными данными. Давай начнем с тех, кто живет в пределах города. То есть, они скрывали смерти людей. А кто... А они знали, кто убил их или нет? Ну, ложись, писечка. Выключи мой звук. Выключи звук. Ты же мой звук включила? Да, сто процентов. Спадки быстро. 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 Ой, блин, я ж не только тебе это делаю. Так. В моей работе, как только появляется зацепка, будто бы она... Так, блин, сейчас. Так, хватит волноваться по моему приезду. Ты по работе своей волнуйся, а то будем потом член сосать. Каждого друг друга. Я у тебя, ты у меня. Как только появляется зацепка, будет только правильнее быть... Будет только правильно быть... Быть подозрителем. А, особенно к истории Си. Саня, охусь... Так. Она очень похожа на то, что мои друзья рассказывали мне. Все это... Стопка гораздо больше... Тоньше, чем та, которую она принесла. И все же... От того, как она держала папки, прижав их к себе, они казались тяжелее. Она вцепилась в них так же, как кто-то цепляется за жизнь. Только те, что заслуживают внимания. Те, кто, может быть, все еще жив. Может. Но ей не надо знать об этом. Мы не можем проверить внешних подрядчиков. Но тех, кто напрямую связан с агентством Брайер. И тех людей, кто принимал участие в открытии дома, должно быть достаточно. У нас нет времени повидать всех и узнать, как у них дела. Особенно, если... Если... То, что ты сказала, правда. На секунду мне показалось, что она сейчас начнет спорить. Но быстро передумала и скрыла это, прежде чем стало возможно прочитать по ее лицу. Потом она резко повернулась к Сероксу и начала работать. Да, выгонят. Ага. Парень в офисе агентства сдох. Вот они пытаются... Ну это да, я понял. Давай спадки быстро. И вскоре только... Ага, ага. Вскоре только постоянно постукивание аппарата наполняло воздух между нами. В то время, как я занялся уборкой. Беспорядка, что мы устроили на столе. Молчание было неловким, мягко говоря. В худшем случае тревожным. Ай. А я также привык позволять ей... Просто болтать без умолка, когда мы вдвоем. Однако же могу сказать, что... Она хочет большего. Она хочет разобраться во всем этом сама. И это желание делает ее беспокойной. А в то же время она учится как... Не быть импульсивной или упрямой. В точности, как я и говорил. Прежде чем согласиться на все это. Или как... Или... Эти так называемые изменения всегда были с ней. В конце концов, тяжелые ситуации меняют людей. Ну, сейчас будем встреть. Будем до конца, надо как-то... Хотя, когда это происходит передо мной, мне сложно подобрать правильные слова. Такой напряженной нервной атмосфере. О чем нам остается говорить? Определенно не о новостях. Что еще хуже, это когда понимаешь, что... Все же задним числом, сразу после того, как сболтнул то, чего не надо. Знаешь, что касается дома, которого ваша компания, кажется, спешила продать. Все же они заработали на этом целое состояние. Только посмотри на это. Один, два, три, шесть. Ты уверен, что они выплатили тебе твою долю полностью? Это немаленькая сумма, особенно учитывая обычное сокращение. Шесть миллионов, что ли? Это то, что их бухгалтерский отдел находится в не лучшем состоянии? Даже если нет. Бля, это Люк, что ли, там продает, блядь, через Брайеров? Или что? Я не понял. А потом убивает тех, кого не нужно знать и там подобное? А он же богатый, да? Так вот, может он богатый из-за этого? Даже если не выплатили, вряд ли это кому-то все еще нужно. Вот поэтому люди и не позволяют мне говорить. На комнату снова опустилась тишина, еще более плотная по сравнению с той, что уже было сегодня вечером. Я слышал, как она движется позади меня, резко и точно укладываю оригинал в машинку. А потом все щелчком остановилось. Ее ноги легко просеменили. Кого-то Блуд сегодня убьет, написала Леса. Но там так и было написано. Блуд же любит точные переводы. По полу шла... Это Леса написала. По полу, когда она шла обратно. Что-то мягко скрипнуло. Наверное, стол, когда она на это оперлась. К этому времени слова прощения уже готовы были сорваться с языка, но... Это для Алоэ. Был я. Папа? А? Папа больше нет, Эш. Я же говорил. Я же говорил. Нормальное слово, да? Алоэ, у тебя титьки не замерзли там, нет? Фу. В течение этих нескольких незначительных секунд, все, что было между нами, изменилось, потонув под тяжестью ее слов. В тот же миг что-то тяжелое, неподвижное стало между нами. Смерть это то, чем ее знаком. Почти 10 лет в полиции. Невозможно не встретиться с ней за это время. Вот из-за этого, из-за этого, да? Выбирай ее, да? Но это, это не имеет ничего общего с теми жертвами, что мы изучали на судмедик-эспертах. Очень далеко от тех жертв, что мы находили в неудобных, неудачных расследованиях. Те, которых я мог слегка всего оградиться. Никаких эмоциональных привязанностей. Нет нужды притворяться. И все же, как-то, каким-то образом я осознаю, что подыскиваю, что ей сказать. Любые слова, утешение, притупляющая боль. Потому что, даже если не глядеть на нее, ее горе кажется довольно ощутимым. Ее боль неизменной тяжестью ложится на нас. Так что я мягко предложил ей... Tell me about him. Расскажи мне о нем. Stay by busy. Оставаться, типа, занятым. И тут начинается у нас перевод. Самый... Как ты спать не хочешь? Да, я... Каких пять часов уже? В смысле? И тут у нас начинается перевод Махараджи. А где Махараджи перевод? Эштон... А, нет, подожди. Или Эштон в офисе. Это подожди. Это же перевод Махараджи, да? Получается. Ну, тут немного, кстати. Да? Не осталось пять. Да, ложись спать. Ну, завтра ты ж не встанешь. Ну. Да, да? Блин, так мало в переводе, капец. Очень мало. Кажется, много, но... Выбираем второе. Когда? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Какой же у Махараджи перевод плохой? Ужас. Ой, Махараджа... Пис-писюна. Писюна так между ног же, не? Ой, Махараджа перевод ужасный. Маха, где ты? Так. Я... Когда? А? Что? Подожди. Твой... Твой отец. Я имею в виду, твой отец. Когда ты узнал об этом? Блин, тут написано Э, и я думал, Э, это он говорит или она, а Э, это означает Эштон. Вот. Э, так. Тайна не спит. Она может сидит, но молчит просто. Так, во всяком случае, не сразу. Э, то есть она не отвечает, во всяком случае, не сразу. Долгое время только тишина растягивалась между нами, поглощая секунду, которую мы теряли, что здесь просто в ожидании. Наконец-то она выдыхает. Легко, достаточно приглушенно. Я мог пропустить это, если бы не обращал внимания на каждое её движение. Около... Вчера. Кстати, у Махи намного лучше в плане перевода, знаешь, в чём? А, не, подожди, у неё такая же фигня, как и у тебя. У неё страницами идёт. Я думал, тут страницы нет. У меня какой-то переводчик раньше был, то есть не переводчик, а какая-то фигня такая. И... О, видишь, Махараджа, я же говорю, сидит, сидит Махараджа. Стыдно, да? Стыдно, да? Ладно. Короче, у меня была такая фигня, что нет страниц. А страницу такой вот аж диаметр... Тьфу, то есть расстояние, и его надо проматывать полдня. Ну ладно. Очень быстро проходим. Да, медленно. Мы могли бы быстрее намного, если бы я не... Не вот это время не это... Что такое, Махарадж? Что такое? Ничего, всё, так, поехали. Около трёх часов позвонила мама, она сказала, что умер во сне, и... Я думаю, теперь я могу успокоиться, верно? Папе не было больно, когда... Она замолкает, прерывисто, выдыхая, скрывая, падая усмешкой, безразность, безрадостно, тяжело, наполнено только печалью. Затем она снова замолкает, и несмотря на все мои попытки облегчить её время, я внезапно растерялся. Только вновь обретённая уверенность могла сделать так много, но её единственная причина пребывания здесь была внезапно отнято. Надежда покинула её сразу после того, как она была щедро награждена. И кроме этого, без единственного человека, который подталкивал её теперь, всё это дерьмо, через которое мы проходим, идти дальше и бороться. Что сказать человеку, который теряет себя, медленно разрушается, ломается изнутри. Достаточно ли только слов? Так или иначе, если у меня на это право. Я не могу дать ей ничего, кроме лжи, которая изменит меня как человека, и чувство, которое она может хотеть или не хотеть для себя. Потому что, вне зависимости от того, насколько легко она стала нашей частью жизни, насколько неизменным стало её присутствие, её сердце всегда будет тосковать почему-то другому по дому. Расскажи мне о нём. А, о ком? От твоём отца. Расскажи мне о нём всё, что угодно. Просто... Просто типа расскажи, да? Просто поговори со мной, расскажи мне, что захочешь, не важно, о чём именно. Я выслушаю тебя. И снова тишина, как будто бы она взвешивала всё за и против. Зачем именно? По какой причине? Даже сейчас я не могу сказать. Эштон, что, возомнил себя психологом? Типа, расскажи мне, выговорись там подобное, да? Типа, типа, вот всякое такое. Однако через некоторое время она начинает говорить неохотно. Её язык застревал, запинался, спотыкался на каждом слове, когда она выбирала подходящие слова. Как я сегодня с Махараджей разговаривал, по душам. Вот сегодня я её как-то разговаривал, думаю, чтоб ты не убила себя, девочка, а то... Девочка. Девочка. Чтоб всё было хорошо, а то там лежишь, валяешься тупо в шопе, да? Так, трудная чала, но вскоре она пришла в себя. И вместе с этим, историю с детства вспоминая, которую она любит. О, вот этого мы не видели. Да-да-да. Шо, да-да-да, шо не так? Шо, тебе не стало легче со мной, когда поговорил, а? Вот скажи мне, а? 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 Наполнены слезами. Это Махараджа и Блудлини сзади стоит. Какие женихи? Освобождение. А, не, несмотря на то, что её душит, горе душит её, боль стягивает горло, рыдания сотрясают её тело, она продолжает сам по себе разговор, облегчает её ношу освобождение. Она рассказывает не о своём отце, а о том самом человеке, который назвал её, которого она уважала. Как повзрослев, стала той ещё девчонкой с рванцом, когда пыталась подражать ему. Хорошо. Хорошо. Авторы, вы меня убедили, Изабелла хороший персонаж. Она важный персонаж. Но я выберу Беллу всё равно. Как отец поощрял. А потом в конце такой. Ноу! Такой Изабеллу хуяк в конце выбираю. Да ну блин. Так, ну Махараджа. Ну, потому что, знаете почему? Потому что у нас с вами был сеанс очень короткий. Очень короткий. Мы, мы, мы с вами поговорим ещё завтра, послезавтра. Придем к вам в Пытер. Поговорим с вами. Разберёмся ваши дела. Намажем Харю майонезом. Подождите, всё будет классно. Какие психологи, какие там... Это даже не разговор был на самом деле, что мы сейчас поговорили. Это так вот, так, чисто в моменты, в какие-то такие. Но, вот. Но разговор это совсем другой. Психологи... Ты же понимаешь, что это психологи. Из-за этого тебе и хреново. Так. Какой трюк? Ещё не ещё мужиков ни говно. Они даже спотни вот... Всё. Вот там и лежи одна. Я не приеду. Всё. Пойду. Не знаю. Куплю говна. Как отец поощрял её следовать за тем, что она действительно хотела? Повзрослев, пожалуй, единственное, что она когда-либо хотела для себя... Я поеду в Киев на Майдан. Всё. Желание, чтобы на столе у них всегда была еда. И он говорил мне, что я не должна их служить. Что я могу делать всё, что захочу. И каждый день он просыпался в 4 часа утра. Эш. Потому что так он мог зарабатывать больше. И всегда. Каждый раз он отдавал их мне. Вне зависимости от того, сколько дополнительно он зарабатывал. Он давал бы всё, что я могла бы приобрести. Что-нибудь полезное для моих картин. А он аж рисует. Да, там вначале показывали. И знаешь что? Домой. Вернуться домой только один тюбик хорошей краски. Стоит почти столько же, сколько мы тратили на еду на весь день. Домой только один тюбик хороший. В смысле не понял? Но он всегда что-то откладывал. Вот никогда Лой не скажет, что я хороший. Вот всегда я говно. А в итоге отжирала тут, спала, пукала. И уже до такой степени дошла, что даже уже не работать, не хочется, не учиться, не хочется ничего. Да? Говно. Ага. Ты спишь? Ты сидишь, потому что ты не хочешь завтра просто вставать и одна спать. Он сказал мне, что однажды хочет увидеть мои картины в музее. Она выплескивает все это наружу. Каждую маленькую деталь о нем, которую она любила, восхищалась. Теперь легко понять, почему она так старалась для него. Потому что она ставила свои мечты. Почему она прошла против желаний, только чтобы дать ему хотя бы один шанс на жизнь. Другие скажут, что именно ее теплота привлекает к ней людей. Или ее радость не то, что не другое. Не совсем верно. Так же, как эта вся правда и для нее самой. Потому что те, кто никогда не удосуживались заглянуть внутрь и за облочку, никогда не увидят ее настоящую. Увидеть кого-то искреннего. А того, кто всегда думает о хорошем, несмотря на ее упрямство. Вот как она любит. Вы встретите не так много людей, как она. Не на моей работе, не среди тех людей, с которыми мне приходилось иметь дело. Всегда что-то скрывающее, всегда обманывающее. В конце концов, слишком много сталкивалось... Много сталкивалось с такими людьми. Вы меняетесь сами. Вы сами становитесь, как они. Во многих отношениях, по многим причинам. Она... Она тот человек, каким я хочу стать. Быть окруженными такими людьми. Тот... Тот, кто заставляет меня почувствовать, что я еще чего-то стою. Он не хотел, чтобы я уезжал, а умоляя, говорил, что сперва я должен окончить учебу. В конце концов, я не смогла даже... Я не смогла даже выполнить его единственную просьбу. Правда, я ужасная дочь. Это не так. А? Что такое? Это не так. Я не могу гурить за твоего царя. Я даже никогда не встречал его, но... Я знаю, что это не так. В смысле? Я не совсем уверен, куда это приведет. Фраза вырвалась сама по себе. Теперь я когда пытаюсь склеить все и в один... Что... Что он не так сказал? Тоже все аж нормально. Не буду отвечать на ваши вопросы, алоэ, потому что... Мужики не отвечают на вопросы. Так. Я не совсем уверен, куда это приведет. Фраза вырвалась сама по себе. Теперь я пытаюсь склеить все и в один. Но... Одно не... Несомненно, ничто из того, что я собираюсь сказать, не является ложью. Это было, которое я знаю... Что такое, что он сказал не так? Это было, которое я знаю, полное недотепа, но... Я никогда не видел, чтобы кто-то работал так усердно, как она. Она из тех, кто... Выставляет свои чувства на показ. Хотя это и не обязательно плохо. Всегда в нужное время. У меня один вопрос. Маха, ты тут не рыдала. А рыдала ты, когда Бека спрыгнула вниз? Ну... Ага, говнись. И ни разу не слышал, что ты так говорила. Ага. Вот буду обижаться, теперь все. Я пугаю от многих вещей. Она знает, как ценить самые мельчайшие детали в нашей мелочи. Жизни. Честно говоря, она доставила нам немного хлопот, немало. Когда я появилась в нашей жизни. Но когда я с тобой... Когда я с тобой, все мои заботы кажутся пусяками. Да ну нахер. Да ты, блять, издеваешься или что нахуй? Моё лицо уже запылало, когда я осознал все происходящее. Прежде чем я выпалю все остальное, рассказать о чувствах, которые я даже никому не готов раскрыть. Тем более ей. Закрою рот в ладони, чтобы подавить это. Сквозь быстро одолевающее меня смущение, я успею закрыть свой рот на замок. Я уверен, что Зака и Бека думают так же. У тебя ужасная манера нравится нам больше всего. И ты знаешь еще что? Мы получили все, что нужно было. Я просто сотру запись из камер в ее безопасности, и мы готовы уходить. Я пока здесь. Тебе лучше вытереть собреки с лица, а тебе не идут слезы, когда ты плачешь. Сейчас можешь чекнуть... Вот, пишет по ходу Махараджа. А сейчас можешь чекнуть появившуюся новую запись в журнале 29 октября. Я-то могу чекнуть 29 октября, но у меня, наверное, не появится. Или появится? Во время сбора информации, которую они нашли, я что-то ненароком обсудил отца Изабеллы, который, очевидно, скончался накануне. Внезапно он понял причины, по которым она пыталась разобраться в этом хаосе. Пытаясь успокоить ее, он чуть не признался в том, что пока еще не может выразить славами. И что на Фрей позвонил начальник полиции из Лаксбурна первым делом с утра, сообщив, что он был снят с дела фирмы. Не понял. А он знал заранее, что ли, что она мертва, что он мертв? Ну, 29 октября, вот, я уже смотрю. Собирая о том, что нашли, я что он случайно поднял тему про отца Изабеллы, который, по-видимому, скончался накануне. Внезапно ему стали понятны ее причины, по которым она пыталась исправить этот беспорядок. Но на его попытку ее утешить, он почти признался, признал то, что... Еще не готов выразить славами кое-что важное. Что важное? Важное то, что он ее, типа, любит. Да, в пижаме прикольно. С овечками. Кстати, овечки это символ компании, которая сделала эту игру, вроде бы. Я спешно собираю все личные дела, клиентские документы, договоры купли-продажи и контракты, все, что попадается под руки. Почти признался в чувствах. Ну, не знаю, блин. Бред. Меня-то думал. Ладно. Через пару мгновений все это было сложено в аккуратной кучке и готово к хранению. Секунды позже направляюсь в комнату записи, где бы она ни была. Я должна быть легко найти, если, конечно, это место не является лабиринтом, в чем я очень сомневаюсь. Просто стоя здесь и глядя на выражение ее лица, сердце все еще пульсирует. Дерьмо. Жопа, а почему вебка темная? Алло. На самом деле ее гнев пока еще терпим. Я могу понять, это по сердитым взглядам, которые она бросает в мою сторону. Ну, я пойду и разберусь с видеокамерой безопасности и вернусь... Верну все это туда, откуда мы их взяли. Блин, они тяжелые, понимаешь? Эш, это просто бумага, ты даже не знаешь откуда, и я... Не-не, справлюсь с этим. Проще простого, да, камеры безопасности, ленты, видеокамеры, вебкам, что ли? Вебкам. Маха, ты что-то не то смотришь. Ты вебкам смотришь, да? Так. Что, смотри... Игнори, потому что ты жопа. Ну, я пошел. Она не приняла эту отмазку, может быть? Так, вниз листаем. Ты что, вебкам смотришь, да, там девочек, да? Или парней, а? Так, может быть, пока нет? Возвращение файлов в архивную комнату BRC, пусть такого дела. Так, короче, фирма и забыл, да? Вернув документы... Ох, на свои места я закрываю за собой дверь, и чтобы точно убедиться дважды, дергай за ручку. Вот так она ее с закой сломала кучу замков. Теперь перейдем к следующему заданию. Я тоже вообще каждый раз дергаю два раза, но член. На второй раз отрываю. Удаление о свидетельстве нашей маленькой экскурсии здесь, или, по крайней мере, части записи, показывают, что мы делали в течение последнего часа. На кадрах не должны быть наши отпечатки лиц. Что? Отпечатанные лица, показывающие, как мы нарушаем закон. Мне также придется стереть данные о записях с карты доступа из Абеллы. Удивительно. На поиск комнаты безопасности был самым легким, сложнее пробраться внутрь. Тот факт, что за все это время, что мы здесь были, никто не выходил, означает, что комната либо пуста, либо охранники спят. Там никого нету, просто-напросто и все. Всю игру эффект эхо. А у тебя эффект эхо или что? Не пойму. Воу. Воу. Да нет, нету вроде бы. Какой эффект эхо? Звук двоится просто из-за того, что с колонок идет в этот, как он называется, в микрофон, скорее всего, из-за этого? Или что? Я склонюсь больше к первому. Это, скорее всего, из-за колонок. Если они сокращают кадры, увольняют агентов, не сомневаюсь, что они уволили парня, находящегося здесь. В первую очередь, того, кто наблюдает за мониторами. Довольно распространенная система для таких заведений. Просто оставлять записи с камеры безопасности на неопределенный срок и проверять отснятый материал только в том случае, если что-то действительно произойдет. Просто чтобы проверить, я прижимаю уши к двери, прислушиваюсь к признаку того, что кто-то там на самом деле есть в комнате. После долгой минуты бездействия несколько раз дергаю за ручку. Все, пиздос, попалось, блин. Стандартный замок, ключ. Будет достаточно подобрать. Только голос их двоится. Ну, не знаю. Это уже все. У нас есть набор отмычек, но их нужно использовать только при необходимости, при наличии ордера на обыск. Даже тогда этот набор навыков редко используется. Для полицейских хитрость не является приоритете, так как они имеют право обыскивать помещение. Болтарезы грубой силы являются предпочтительными методами. Если это не работает, мы называем слесаря. Что касается меня, я предпочитаю старый добрый трюк с заколками, когда вышеперечисленные недоступно. Кроме того, их легко спрятать и хранить на крайний случай. Проведя рукой по волосам, я вытаскиваю пару-тройку заколок шпилек. Всего лишь с помощью двух я могу открыть почти любой стандартный замок. Они создают рычаг, а другую ручку. Я не называю это... Блядь, вот как же долго тянут кота за яйца. Просто уже можно было бы открыть замок или что-то поделать. Но тянут, господи. Это заколка, ручка, созданная на фабрике Аллах Акбара и тому подобное. Короче, она состоит в металле. Там краска покрашена так, что свет, когда на нее освещает, бледно-ликий, там символ моих яиц бритых, с жилетом, с лавиком. Плюс... Блядь, просто ты взял, похуй, что оно там, как оно работает, просто всунь, блядь, и открой, все. И вот так вот в некоторых новеллах просто тянут и тянут и тянут. Ты уже, блядь, думаешь, ну вот, давайте, уже, блядь, рожайте. Нет, вот тянут, сука, и тянут, блядь. И в Фэйте такая хуйня есть. И тут есть... В Чайках так вообще... Я даже не буду говорить. В Цикадах так тоже, там... Чем дольше новелла, тем ее в каких-то моментах растянут. Вот он просто возьму так... И вот, блядь, вот... Так, я не назову это сложным навыком, но, безусловно, требуется внимание, много практики. Да, да, да. Хорошо, что я немного там тренировался с ним в студенческие годы. Ой, блядь, это я же говорю. Там сейчас расскажут, как он там дрочил в студенческие годы на... Блядь, я не знаю. Это просто Максим, да. Ох, так, стандартная проблема. Наклон здесь, щелчок. И мне удается достаточно быстро захватить все штыри в запирающем механизме. Немного повернув в ручку, комната безопасности открывается для обыска. Ура! Так, сейчас будет хоррор, сейчас будет скример, ебать. Готовьтесь. А-а-а! Немного повернув в ручку, комната безопасности открывается для обыска. Сразу же запах комнаты достигает меня, а острая ташнотворная вонь, как будто бы кто-то случайно пролил целый литр отбеливателя в комнате. Когда последний раз я открывал эту комнату? А, открывали. Походу, пиздос. А это место ужасно воняет. Господи, здесь хуже, чем в криминалистической лаборатории в тяжелый день. Может, это из-за неудачной попытки убрать это место. Даже в темноте я могу разглядеть темные пятна на стенах. У меня нет времени, чтобы попытаться угадать, что это кетчуп или газировка, но интуиция подсказывает мне, кому действительно может принадлежать беспорядок. Как и ожидалось, ни один из сотрудников службы безопасности не управляет системой видеонаблюдения. В офисе и автономная настройка цифрового видеорегистратора открыта для всех. Обычно у нас... У меня нашлось бы... Кто лагает? Лагает? Напишите все. Обычно у меня нашлось бы многое, что сказать по этому поводу. Это небрежные настройки безопасности. Там вот это посередине был этот хер или нет? Без шума и пыли. Теперь займемся данными карты доступа. Надеюсь, что попасть в их компьютер не будет слишком хлопотно. До сих пор все выглядело гладко. Конечно, были проколы, но они не испортят мое хорошее настроение. Однако, только я обращаю внимание на машину, находящуюся рядом с видеорегистратором, а оно испаряется. Где? Я не любитель компьютеров, но я точно могу распознать, что этой штуке больше десяти лет. Просто глядя на это, я чувствую себя младенцем. С тяжелым вздохом я исключаю его и мысленно готовлюсь к медленной возне. Медленно, по-видимому, это еще мягко сказано. Заняло целых три минуты, чтобы эта махина запустилась. Операционная система даже не начала загружаться из-за скуки. Я начинаю изучать прямые трансляции с камер. А работают только две. Одна выходит на улицу, кажется, там все в порядке, а другая на помещение, снова в офисе, на который... Мимолетно взглянув в край глаза, замечаешь то, что приковывает мой взгляд. О, я говорил? Изображение немного размыто, но кто-то стоит на одной из ячейок прямо посреди комнаты, я могу разглядеть. Я же говорил? Что за чертовщина? Я не слишком углубляюсь в эту мысль. Семь пизда, блядь. Спустя несколько секунд, после того, как слова случайно соскочили с моего языка, я все еще пытаюсь понять, что это такое. Это леса? Нет, это я. Вчера перевел. Сидел, за пять секунд перевел. Образ движется. Я застываю, как в копы, но когда она останавливается прямо перед камерой, как чертов новобранец, сталкиваясь лицом к лицу с опасностью. Ебаш, блядь, отсюда, Петро. Определенно, я не был обучен разбираться со сверхъестественным, и это то, что происходит сейчас, не так ли? И... Ох, блядь. Махараджа такая перевела. Ох, блин. Ну или... О, бля. Хе-хе-хе-хе-хе. Махараджа. Ее глаза пронзают меня острой злобой, даже стоя за экраном, когда уже достаточно, чтобы я не мил от ужаса. Здесь шкушка, падающая на пол, после того, как моя рука случайно ударяет по ней и вырывает меня из транса, напоминая мне, что я здесь не один. Изабелла? Мне кажется, она ничего не заметила, единственное... Кто это, вижу, в любом случае, должен вытащить ее оттуда, чтобы не случилось. Собравшись с мыслями, я быстро достаю свой телефон. Всего через две секунды она берет трубку, но нет времени расслабиться. Эштон? Тебе действительно нужно позвонить, мы практически на одном этаже. Да... Убирайся оттуда. Что? Почему ты? Ходи, убирайся оттуда, я встречу тебя у лифта просто. Ты пугаешь меня, Эш? Просто уходи из офиса сейчас же. Не задумывайся, я отхожу подальше от панели управления от этой комнаты, чтобы распрощаться с этим местом. Но до того, как я пошевелил ногой, она исчезла. Ебать! Нахуй! Инстинктивно, мгновенно, берет контроль надо мной, рука быстро достает рядом со мной пистолет, чтобы соприкоснуться с пустотой, ошибка, которая стоит мне сейчас драгоценных секунд и одновременно документы, которые я принял с собой грозят разбросаться повсюду. Охуеть! Сейчас бы было бы хорошо, если бы на всю... Чё ты там стоишь без... Да! Собираю все вместе, рядом с духом, без оружия, чтобы защитить себя, чувство самосохранения, владевать мной и бросать в двери. И так, без оглядки, я рванул в офис! Бля, если бы там бы... Вот как в доки-доки, вот какой-нибудь момент бы такой был бы громкий или конченный, это было бы страшнее, просто-напросто. Это Ямаха перевела и... Кузькин хвост. Один тот же скримак. Да ты вообще говно, иди вообще валяйся просто. Шепот. К тому времени, как я выбрался из офиса, забыла, уже ждала меня перед лифтом. Блин, у меня на вопросе не разгибает брови, но у меня нет времени, чтобы ответить на вопрос в её глазах. Как только я добегаю, да не её, хватаю её за руку, практически зашвыриваю нас двоих в открытый лифт и нажимаю кнопку на первый этаж. Вырывается вздох облечения, когда лифт начинает спускаться. Нормально. Алоэ, да. Уехала, но ничего страшного, приедем скоро. Скоро я уеду. Так. Стрекущий звук исчезает вдали. Изабелла... Ага. Beside me. Насчёт меня. Изабелла, да? Ладно. Изабелла ёрзает рядом со мной, перемещает стопку бумаг под мышку, пока оценивает мой внешний вид. Я в глазах читаю. Но теперь они хотя бы верят, я надеюсь, что начался пиздец просто. В МСК, может быть, загляну, когда... когда будут деньги в Ригелл. Когда будут деньги и когда мы будем где-нибудь жить в одном месте, вот где-то без долгов, без ничего. Тогда заглянем и в МСК, и в Калугу, вот там рядом, и, может быть, в Петербург. Я... У меня есть план на это, но это будет тогда, когда всё будет нормально по деньгам. так что вот. Но тут не так, тут не страшно, психологичного страха не хватает. Не знаю. Это если ты, ну, как бы, не спишь, да, как бы оцениваешь всё, ты вникаешь и тому подобное. Кто в Калуге? Ну вот подумай, кому мы посылку отправляли? Кто сегодня донатил? Не знаю. Вот. Чебак, можно в Татарстан переехать? В её глазах читается беспокойство, но я могу сделать только маленький жесть рукой, пока пытаюсь собраться с духом. Дыши. Вдох-выдох. Почему мы так спешим? Нам нужно выбираться, чтобы ты перехватила что-нибудь. Да, всё со мной. А правда, ты хреново выглядишь. Что случилось, Сеш? У меня в порядке просто. Я был в комнате для охраны, и там на мониторах была грёбаная пизда. Грёбаная пизда. Ну, плохо там всё было. Остальные слова застревают у меня в горле, когда лифт останавливается и двери открываются. Сука, сейчас что-то будет. Появляется пауза, пока мы пропытаемся посмотреть, что происходит. Вы вполне объяснимы, замешили. Ой, да ладно. Они должны были заменить эту кнопку? Не, я уверен, что нажимал на первый этаж. Правда же? И как сказала Изабелла, если в том, всё были, всегда были проблемы, когда я был, бывал здесь в прошлом. Она часто приходила в ярость, когда мы пытались добраться до её этажа. Много раз тыкала по кнопке, пока лифт снова не оживал. Это всегда было довольно смешно, и я не беспокоился об этом сейчас же. Всё, я же говорил, Татарстан, там кто-то живёт? Кто? Кто там живёт? Издалека за предел... А, там кто-то живёт, кому посылку отправляли. А кто? Подожди. Издалека за пределами видимости шумом эхом звучал в моей голове вместе с резким биением в груди. Врилл, ты вот скажи мне одно, ты чё не приходишь на стримы, скажи мне, пожалуйста. С Махараджей уже провелись беседы. С вами надо тоже проводить отдельное, да? Я забыла напряглась, услышав звук её глаза, широко распахнулись. Осторожно, она протягивает руку, чтобы ухватиться за край моего рукава, крепко держит его и глубоко вцепляется ногтями в кожу. Её глаза безумно исказили, наверное, источник звука. Или искази... Безумно искази источник звука, пока спрятал её за свою спину. Твою мать. Сейчас. Улетел. Там кто-нибудь есть? Я жду, you hear that? Ты слышишь это? Да, вот. Там кто-нибудь есть? Да нет, просто там, знаешь, крысы шумят. Понятно. Я слышу тебя, как ты движешься. Покажись. Ответа не последовало. Никакого ответа, только тихий звук чего-то медленными осмотрительными движениями копошащимися на пополу по стенам. Слабый, хотя всё ещё слышный звук в тишине. Пока это не прекратилось. Мгновение. Нам нужно идти, аж мы должны... И затем... На этот раз я уверен, что это не моё воображение. Вопреки моим тренировкам всё моё тело застывает. Руки продрожали... Судорожно на... Продолжали судорожно нажимать на кнопку. Зрачки расширились, ожидая каких-либо дальнейших движений. Уже напряглись, слушаясь в источник звука. Я даже не могу ускорить изоблыл, как бы мне не хотелось признавать. Страх пронзил всё моё тело. Грёбаный лифт всё равно не работал. Это должно быть в моих грёбаных учебниках. Да, должно быть. Эш, эш, нам нужно уходить. Я узнаю этот звук. Эш, пожалуйста, вызови лифт. Очередная порция шарканья по земле и смех нежна. Она уже там. Как ускоренный паук, она таращится. На свыражение макулода в глазах, извращенно улыбаясь своей ядовитой ухмылкой. Она испытывала заслуженная радость, как будто бы мы чёртовы мухи, которые угодили прямо в паутину. Эш, что... Чёрт, чёрт. Без предупреждения начала двигаться, медленно и издевательски подползая неспешным движением, зная, что я в её власти. Чёрт возьми. Эш, там дверь, дверь. Наша жизнь зависит от мерзкого лифта. Буквально виси между жизнью и смертью. Мы умрём здесь. Только не в грёбаном лифте. Приготовься. Блять. Да, блядь! Иди нахуй! Нормально. Что? Не могу спать из-за ваших интересных моментов. Понятно? Терпуюсь пропустить секунду стрима. Да. Понятно. Понял, понял. Ну, короче, вредил другими словами. Типа, ну, стримы это так. Типа, хуйня, короче. Другими словами-то. Типа, неважно. Короче, я понял. Теперь сплю. Нельзя. Вот. Ну, я понял. Короче, ну, вообще, в принципе, так и должно быть. По идее, если подумать, что стрим это так, чисто... Оно есть, оно нету, там так, 64. Оно не сильно важно, в принципе. Но надо, да, отдыхать. Блядь! Я не говорю ничего. Так что... Три. Ебать, тут сложно. 5, 4, 1, 6, 3. Хуй там, ебать, жопу подотри, 4, 8. Да ты охуела полная, блядь! Не, я понял, я не так выразился. Я просто имею в виду, что врил, ну, что типа... Фу, как сказать. Ну, не стоит на каждый стрим приходить и тому подобное. Надо отдыхать иногда и тому подобное. Да, я не говорю, чтобы каждый стрим. Ну, просто тебя давно не было. Вот из-за этого я говорю. Вот. 6, 1, 9. Блядь! 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 Это самый тяжелый из всех, которые мы были. Да тут, блядь! 3, 9! Да тут, блядь! Как? Как? Почему? 9, 2, 5, 1, 6, 6, 3, 1, 4, 5, 1, 3, 7, 6, 2, ля, 4, 2, 8, 1, 5! Капец! Это самая, блядь, быстрая загадка, которую нужно пройти. Это шопа! Получено достижение? Какое, блядь, не успел есть? А, ну ты бы хоть бы писала бы, ну ты бы хоть бы, ты бы хоть бы сказала, что я захожу, но не пишу. О, так, сейчас, хоть бы, это, напоминало бы о себе. А то, в Ригл, смотри, у нас месяц-два, если человек не появляется, то модераторку я снимаю, потому что, блин, если человека 2-3 месяца не будет, ну, тогда, как бы, какой смысл модераторов, модераторов оставлять. Вот, Вадим выше, что выше? Я лет, сто лет хранил, декер. Что выше? Почему у тебя на компе время, как у меня? А, а, я не перевел. Я думаю, ни хера себе, времени столько много. А 0,43 у меня, да? Я уже по твоему времени живу, уже, там уже пиздец. Скоро придется перестанавливать время. Фу, сейчас, это в миссии, как вместо спайдермэня. Да нет, спайдермэн легче, намного даже. Ааа, сейчас. Теперь я не могу понять, где... Так, где мы остановились? Приготовься, вот, да? Если что, ты проиграешь, что продолжение не будет только гейм овер. Так, это я знаю, как будто бы божественная сила услышала, как я морю в небеса. Двери закрылись прямо перед носом этого монстра. Вскоре этот гребаный лифт начал подниматься. Многие из обелы подкосились, наплевав на разбросанные бумаги и папки. Она густилась на пол и в паньке обняла себя за колени. Она тяжело, неровно дышала снова и снова. Каждый вдох был наполнен только облегчением. И теперь я так и не уставал за всю свою чертову жизнь. И только во время тренировок к ней, когда меня начальник впервые сбросил на меня свой округ. Не после слежки, но устал после долбения по чертовой кнопке лифта. Так он разные кнопки лифта нажимал. Серьезно? Что за бред? Измученный, я падаю на пол рядом с ней, но я не позволю себе расслабиться. Только пока мы свалим отсюда. Думаю, забыла считать точно так же. Тем не менее, я нервно рассмеялся. Нам все хорошо, мы в порядке, верно? Да, все хорошо. Мы живы. Блин, надо было спуститься по гребной лестнице. Да, по гребной лестнице, как Бэка в прошлом руте. Пока мы на серьезных боссахах. Это не серьезные боссы? Так, последний раз я зашла на Человек-пауки, баба говорила выше, выше, еще выше. Я на фоне играл рок, такая, боже, типиколгот. В смысле? В смысле? Ты шел, принял, ты шел. Ну, ты шел. Вообще, кстати, пас Человек-пауку был момент, когда вначале было скучно, потом пришли люди, было весело, потом играл рок, было так, потом я бомбил, потом мы более-менее проходили, потом опять бомбил, потом концовка. Я просто такой скил выбил, что мне кажется, что если я сейчас пойду поиграть Devil May Cry 4, 5 точнее, то я, блядь, на хардкоре его пройду просто-напросто. Но, в Рил, ты пропустила весь Devil May Cry и я удивлен, очень удивлен этому. Кстати, я думал, ты придешь на эту игру, потому что там же сосны и мальчики, не только, и блин, вообще игруха прикольная. Вот, ну да ладно. Так, черт так. А, так, ты говоришь, типикал, типикал тоже, ну, типа означает такой, типа, тот же самый блуд, или как? То есть, в смысле, я что, одинаковый? Я-то не сказал, потому что мы проходим то новеллы, то такие игры, то хуйню, смотрим всякую разную, так что не знаю. Ну, кому шо нравится? Я так понимаю, если бы нравилось людям, то они бы приходили и писали. Ну, ладно. Так, так, да, вот мы, теперь я видел это дважды, трижды, если брать в расчет вечеринку, если я не под кайфом, не осознаю этого, теперь я не сомневаюсь, что это действительно происходит в реальности. Я не хочу верить этому, но с правдой, которая позолит мне глаза, будет лучше отрицать реальности факта. Так, и тут пишет, махачек и появившуюся запись журнала за 29 октября. Зачем? Что у нас там будет? В конце его перекроет? Ну, мы будем еще, может быть, может быть, хотя, а вот быстро отправить на выход после получения того, что им нужно, убедившись, что не оставляет доказательства, ну, кое-что знакомо. Ну, это можно даже не смотреть, в принципе. Этот, по поводу доможных нечек, я понял, то рок, то боку на пика. Да, у нас не было давным-давно ни рок, ни боку на пика. Был только, как он называется, яойный стрим, но это один за, сколько, за месяц, или где-то так. Это, по поводу, как он называется, Devil May Cry стрим был 3-4 раза, или больше даже, не помню, может даже 5 раз, и даже эти остались, как они записи, но, ладно, как только лифт поднимается на первый этаж, может мы еще в хардкоре будем проходить, ну, да ладно. так, как только лифт поднимается на первый этаж, мы выходим из здания, мы слышали сопение Себа, когда проходили мимо его будки, тем не менее, столкнувшись лицом к лицу со всем, что мы видели сегодня вечером, нам действительно плевать, кто может увидеть нас у выхода, чем раньше и дальше мы уйдем из этого места, тем лучше, хотя я не уверен, что мы будем в безопасности, она почти достала нас, черт возьми, это хреново, она почти провела нас, дерьмо, только по счастливой случайности нам удалось выбраться из тупика на гребном лифте, если бы это проклятое хреново не заработало последнюю секунду, так, мне нужен нано-воздух, свежеприводный для дыхания, воздух, который не воняет смертью и запекшиеся кровью одновременно, так, я в панике, господи, не могу сосредоточиться, не могу позволить себе прямо сейчас, подожди, я не могу позволить себе это прямо сейчас, когда рядом со мной другой человек, забыла, ничего не сказала, но я знаю, что она в большем потрясении, чем я, а вот, я не могу потерять контроль, когда другой человек рассчитывает на меня, помни то, чему научили тебя, Фрей, еще один глубокий вздох, и вскоре завожу двигатель, и выезжая после того небольшого инцидента, было бы неплохо отправиться куда-нибудь на открытое пространство, куда-нибудь, где меня не застанут врасплох, вот, Лаксбурнский парк дарит желанное облегчение, хотя только наполовину, так, уже, блядь, слова запинаются, потому что, сколько мы читаем, сколько мы в общем читаем, три часа, и плюс этот стрим, 116 минут, почти два часа, почти два часа, ну, короче, пять часов в общем выходит, неплохо, а что такое, кто-то сполерит, фома, сполерит, обсесси, обсессион ривер, привет, это Наташа, ты что ли, привет, но вспомни сюжет четвертой игры, какой четвертой игры, а, подавил макра, а если подавил макраус, любые спойлеры, блин, не спойлерите, пожалуйста, люди, ну, блин, бан получите, на 300 секунд можно забанить, в принципе, человек, если он спойлерит постоянно, вот, ух, кто же еще, ах ты, падла, падла, что ты, что вы сюда пришли, так, так, поехали, что-то ты удивительно, что ты на такой стрим, пришла, ты знаешь других риверов, знаю, есть одна ривер, которую я ненавижу, просто, я ее просто бы задушил бы, нахуй, но я не скажу, кто это даже, а еще я знаю ривер, одну, которую я очень обожаю, это, ривер, которая вроде бы, вроде бы, ту зимуни была, ее звали ривер, вроде бы, что-то такое, вроде, так, по которому мы прошли, не, ну, блин, ну, Кэнзи, ну, другие люди, может, не прошли, или там подобное, ну, не надо, так, четвертый, у меня, нет, я, сур, вот, а есть одна ривер, которая, усатая такая баба, короче, ладно, Ее никто сейчас, наверное, не знает, потому что нету тут олдфагов старых-старых Так Холд, пробирающий до костей все мои внутренности, свернулся и распространился под моей кожей Если я не буду двигаться и ничем не займусь, то скоро потеряю сознание Это последнее, чего я хочу, когда на носу еще куча дел Но это происходящее уже ответило на все вопросы, верно? На все эти смерти? Сколько еще есть? Точно такие же писем Забыл, и не может быть единственное письмо, ведь другие люди тоже получают проклятие Может, и не люди получают проклятие, а просто их убивает какая-то падла Ща я, наверное, подойду Быстро, тупо, отолиськаю просто, от писькаю просто Атмосферно ночью стало Это просто потому, что кэнзи мало людей, и я читаю, не отвлекаясь на чат Вот из-за этого просто Сейчас В чате одной игры, там люди не знают, буквы на пике, стыдно их не знают Ну, это да Так, сейчас я подойду Вригал вообще тупо в бан Закидайте вригал бан Потому что, ну, она вообще не приходит на стрим А вообще тут приходит еще, спойлеры не видит На самом деле, знаешь, что вригал Там кручит Это рома гравитам Ну, этот Финь, он Так, я тут Ой Вригал, ты что пердишь на стриме, скажи мне, пожалуйста Это нормально вообще вещи или нет Так, спойлер про ве, я знаю Так А я не смотрел букву на пике, а только на стриме лис Про нейро нет Ой, блядь Так, ладно, мы не устали Да там вот какие там спойлеры, в принципе Если подумать Блядь, игра В которой Толком нет сюжета Толком нихуя нету Сюжет для галочки Вы тупо деретесь Без перерыва Все Красиво выбиваете Всякие моменты Это не Это не с сюжетом игра Это не четвертый Нет Это не третья Данты Не другие Это не та игра Совсем Совсем не та Где бы сюжет был бы классен Погодите чуть-чуть Сейчас, блядь Сейчас ее Просто Ухуярят Как Resident Evil Своими сиськами Хуями Там Нейра будет там С хуём огромным бегать Там Подождите Сейчас Как Resident Evil Там на одном движке Все сделано Сейчас, ебать Погодите Чуть-чуть Сейчас там Нейра будет Блядь бегать У него там сиськи будут И там подобное Сейчас все будет Тупо Погодите Будем кричать Ещё Как Дима Чиповский Вот реально Все будет это Как Resident Испоганили Просто Испоганили Ганили Блядь Вот Гадости Тупо наделали Там Падлы Паскуды Нахуярили Сука Конченые Мрази Как можно Испоганить Такую игру Падлы Блядь Моё детство Пидорасы Взяли Финал Фэнтези Тоже бы там Сисик накидали бы Ну чё А хули Нормально Нормально Давайте везде Сиськи Писки Тут пришёл Не из туалета Откуда я пришёл Откуда Прошёл Блядь Врел Так Врел Манси Так Что там Ривер уже спит Ривер Тупо речка Спит у нас Просто Залипание Нихотех же Кнопок В жанре РПГ Резик Не все Сто процентов Так плохо Плох Только то Что его Ну там В трусах Тираны Бегают И тому подобное Ну Но я имею ввиду То что Блин Я человек Который Обожаю Такие игры Старые Взяли бы Например Паразиты Иви Которые я Обожаю Резиденты Которые я Обожаю Лонзе Дарк Б еще Взяли И их бы тоже Вот так вот Шуточки Такие шутечки Понимаете Когда с играми Такие шутечки Происходят Они Менее серьезно Становятся И ты Весь хоррор Который там Должен быть Он испаряется Просто Все Возьмите Любую игру И начните Там Говно Делать Так А Джессман Копи Слэтер Блин Я потерял Где Изабы Контен Попал Твою дивизию Сколько Еще Есть Такие же Писем Да Вот Копи Писем Вот Изабылы В старых Приходится Поменьше Тыкать Вригл Ты играла В Devil May Cry 3 Я видел Картинку Только Недавно Devil May Cry И там Типа Показано Было Что Картинка Ви Картинка Нейра И картинка Данте И под ними Была Спорткар Машина Там Какая-то Ну ручник Типа Короче Вот Вот Вригл Для тебя Чисто И для всех Людей Для всех Людей И там Под каждой Картинкой Была такая Машина Ручником Обычная Потом Нейра Там Чуть Лучше Вроде бы А на Данте Этот Самолет Был Короче Типа Там Управление Такое Сложное И я Такой Думаю Серьезно Серьезно Поиграйте В третью Часть Тупо Поиграйте В третью С ДМС И вы Я вырежусь И шо Вот Поиграйте В ДМС Третью И сравните Там реально Классное Хорошее И управление Пиздос Я играл В Мортал Комбат Но в первую часть Не хочу играть Потому что мне кажется Там пиздос Полный Но ДМС Сейчас Которую взять И с пятой Сравнить Реально можно Потому что Потому что там Неплохая графика В принципе И там сюжет Классный И бои И боссы Там Там все классное Я же не говорю Про первую Вторую Потому что я даже Не играл в нее Ладно Сколько еще есть Точно таких же писем У Забел Может быть Единственное письмо Тем более Блин Как ДМС Можно играть И не знать Третьей части Это ж вообще Это там Там же Ну все это На новых играх Меньше надо Клацать кнопками В Ригл А ты говоришь наоборот На старых Меньше клацать кнопками Наоборот Наоборот Вообще На старых Намного сложнее На старых И больше кнопок И Сложнее в управлении Может и это хотел сказать Просто новых Ну Не знаю Даже такому дурачку Как я И он Бабы сидят И играют В любую игру И нормальными проходятся Сейчас Жопа Забел Не может быть Единственное письмо Ведь другие люди Так же получают проклятие Может быть То письмо Что она показала нам Только одно из пяти Может быть Их еще больше То что его И вообще Ложись спать Ну господи Но я же говорю Я может отвлекаюсь Что мне Тупо читать И все Игры сменились Фильмами Ну Практически Да Но Некоторые игры Классно То что Они Ну как Не то что Меняются Вот Uncharted Например Офигенно Да Что он Как фильм Ты играешь Там сложно И как фильм А некоторые игры Тупо фильм Но они еще Не интересные Вот как Detroit Ну вроде Интересные Но Тупо для тех Кто вообще В игры Не играл Тупо для Аудитории Той которая Так Не знаю Вот Нир да Что сложнее Дэмси на Харде Или Нир А вот не знаю Вот надо попробовать Но мне кажется Мне кажется Был вопрос Такой Был вопрос Такой Не то что Вопрос был такой Обсуждали Этот момент Ниравтомата В чем сложное Вот Кэнзис это Правильно говорит На еще одно Прохождение Не Я могу пройти Но Если я колой Поеду Не знаю Когда я это пройду Может быть На этих днях Не знаю Может быть Вот У меня прям Желание нереально Было поиграть В чем проблема Ниравтоматы В чем проблема Дэмси Дэмси Тупо проиграл Начало Тупо там Побегал И там подобное Не знаю Когда еду Буквально Наверное На этой неделе Сегодня понедельник Значит А в пятницу Скорее всего Еду Где так Вот И у меня Компьютер Будет старый И я буду Играть в старые игры Блудрейн Матрица Там Я Я миллион Игр старых знаю Которые можно пройти Можно Визуальные Новеллы Проходить дальше Которые мы проходили Короче В чем прикол А нереавтомата Если ты От одного удара Умираешь Иди нахуй Все Вот Вот В чем проблема Дышать уже не могу И В Devil May Cry Я не думаю Что от одного удара Можно умереть Вот и все Не Винкс Мы что-то будем брать Но Посмотрим Так У нас еще Заказов Много Так что Вот Колби Хуй пойми Что Сколько еще Таких писем Пять Может быть То письмо Что оно показало Нам Только одно из пяти И да В этом райтов Райтов Тоже могут быть В опасности Я думаю Я думаю Что могут быть Могу Могу Проклясть Кого-либо Независимо От того Насколько Он такой же Сплошной Придурок Как Лю Крайт Эта женщина Как нам выбраться Из этого бардака Как нам Избавиться От нее Дерьмо Еще Так много Вещей Которые Нам нужно Изучить И все Все еще Хочет Все Сейчас Чего Хочет Мое тело Это движение Выплеснуть Избыточную Внутреннюю Энергию Эштон У меня Кружится Голова Может Ты присядешь Впервые Забыла Что-то Пронесла Она сидела Тихо С тех самых Пор Как мы Только Приземлились Здесь Думаю Лучше Или хуже Будет Отлечься Чем Наблюдать За ее Нервными Привычками Теперь Она Кажется Намного Спокойней Ронпу Блин Не хочу Брать В ригел Пока Она Не выйдет Полностью Ну Какой Смысл Ну Можем Переведить Ну Хули Там Ну Бум И потом Сидеть Бум Ну Какой Смысл Думаю Лучше Или Хуже Будет Отлечься Чем Наблюдать За ее Нервными Привычками Теперь Она Кажется Намного Спокойней Слишком Спокойней Для того Чтобы Только Что Повстречался С Кто Только Что Наверное Повстречался С кем То Настолько Ужасным Но Для нее Это Длится Уже Больше Недели В определенный Момент Люди Станутся Равнодушными Даже Такие Как Изабелла Так А что Внутри Моей головы Там Слишком Много Всего Ля Ля Я не Схожу С ума Я Видел Это Я Я уверен Что Это И ты Видел Это Я Не Нюхал Ничего Странного Господи Дерьмо Да Ладно И что Вау Неужели Вы начали Сука Дум Вау Видеть А Изабелле Верить Начали Вау Сколько Прошло Времени Полгода Дерьмо Дерьмо Изабелла Прошу Скажи Мне Что Это Не Это Глюцин Это Все Грибы Это Все Грибы Это Действительно Я Не Ждал От Нее Этого Смешка Смеха Который Она Еле Сдерживала Ты Смеешься Ты Смеешься Почему Ты Смеешься Тупо Обосралась Просто Тупо Над тобой Рыгочит Потому Что Ты Дурак Потому Что Я Дурак Я Действительно Не Знаю Что Она Увидела На Выглядит Как Будто Он Я Не Пойму Я Что Перерисовали С того Момент Как Я Проходил Почему У нее Плечи Огромные Голова Маленькая Странно Она Ржет Маха Потому Что Типа Ну Наконец Он Поверил Хотя Да Я Не Ржал Б В этот Момент Я Сказал Ну Говорил Как Везде Правильно Конечно Я Не Единствен Кто Запаниковал Ты Чуть Почему-то Ее Нет Перевода Изабелла Это Не Смешно Эта Женщина Почти Добралась До Нас Мы Могли Бы Погибнуть Я Знаю Мне Очень Жаль Ну Это Слишком Великолепно Чтобы Устить Ты Правильно Навалил Тогда В штанишки Это Махараджа Тупо Махараджа Она Всегда Хихикает А Даже В Какие-то Моменты Когда Я Хочу Убить Просто Нахер Падла Бля Кто Где Кто Занимается Медленно Переводит Игру В смысле Те люди Которые В стиме Наверное Так Отбалды Переводят Ты Пытаешься Отомстить Не так Ли Ну Никак Кого Не Продолжала Постоянно Обзывать Жалкой Трусишкой Таково Это Я не Напуган В самом деле Потому что Мне так Не кажется Вообще Это Не так Понятно Я просто Обосрался Немножко И тупо Жижи Навалил Штаны Так Я просто Не знаю Что сейчас Делать Сразу После этого Момента Снова Наступает Напряженная Тишина Смех Застывает На ее Губах И все Застывает Мы Были В глубоком Дерьме И она Наконец-то Поглотила Нас Валилась Как тон На кирпичи И поразила Нас Сильнее Ждала Нас С самого Первого Дня И Первый Кто Отмахнулся От этого Это я Да Несмотря на Все это Она все еще Тянется Ко мне Отчаянно Дергаю За рукав Ее рука Трясется Голос дрожит Во время Разговора Веселье Уходит Остается Только страх Страх Который Давил на нее С самого начала Мы все еще Собираемся Бороться С этим Верно Не будем Стоять Как копан И позволять Ей Добраться До нас Неожиданно Она прислонилась Лбом К моей руке И крепче Вцепилась В мой Рукав Отчаяние Тихая Мольба Не хочу Больше Никого Потерять Я Хотел Быть Дать Обещание Но после Всех Этих Неизвестных И непонятных Вещей Правда Я имею На это Право Меня Сбивает С толку Почему Она продолжает Верить В то Что я Могу Что-то Исправить Я не Заслуживаю Этого После того Как Обращался К ней Тем не менее Несмотря на Мое Нежелание Я Придерживаюсь Ее мнения Ее объятия Теплое Легкое Что очень Комфортно Но Не обещание Но самое Подходящее К нему Звук Такое Тьма Засылает Мои глаза Черные Щупальца Обхватывают Мои конечности Далеко Впереди Их Отражаются Мягкие Шаги Стремительно Энергично Двигаюсь В необычном Ритме С нотками Пронзительного Смеха Кры Грозится Вырваться Наружу Но у меня Перехватывает Горло Очень медленно Холод Пронизывает Все мое Тело Забирая С собой Все мои Ощущения Кроме Одного Страха Снова Слышан Голос Отголосок Ее Смеха Последнее Что я Слышу Более Жесточенный Беспощадный Голос Прежде чем Она тянется Ко мне Земля Трепещет Мир Перестает Вращаться Утро Встречает Меня Расплывчатым Беспорядочно Яркими Формами Крас Как ни странно Несмотря на Смутные Образы Которые Разбудили Меня Чувствую Ужаса Или Паники Вскоре Медленно Вяло Разум Просняется Я Смахиваю Последние Остатки Сна Смых Глаз Что-то Что-то Херовые Какие-то Картины Рисовала Изабелла Ну ладно Девушку С волосами Нормально Да И мужика Снизу Как-то Ну не знаю Вскоре Медленно И вял Разум Проснятся Смахиваю Так Из открытых Окон Уже льется Ранний Утренний Свет Память Возвращается Наконец-то Комната Снутся Четкой Квартира Изабеллы Они Походу Переночевали Хуево Дело Очень Хуево Фу Как у нее Грязно Комната Блуда В смысле Комната Блуда Я тебе Показать Мую комнату Я тебе Покажу Сейчас У меня Так чисто Что я Блядь Ебаню Разобьете На Ой Так Не Вообще На самом деле У меня Бывает Иногда Так Но И я Вижу Тут Только Беспорядок Того Что тут Стоит Слишком Много Тут Знаешь Это не настоящий Беспорядок На самом деле Вот Этот Беспорядок Это Ну Не знаю Это вот Говнарский Беспорядок Из всего Этого Что я вижу Тут Только Лапша Стоит Вот это Быстро Приготовление Валяется Просто Чисто От балды Хуйня Какая-то У меня Такой Бывает Но У меня Чисто Все На столе Стоит Если У меня Грязный Грязный Стол Он Тут У меня Тут Может Вилка Лежать Там Салфетка То Но В одном Месте Далее Трусы Валяются Вот Это Только После Стрима Футболка На полу Тоже Кончено Ну не бывает Такого На полу Бумаги Тоже Посмотрите На ее пол Пол Тоже Без Всяких Ну как Как бы это сказать Ни ковра Ничего Любая Девушка Которая Ну даже не девушка Да любой Человек Ну захочет Что-нибудь постелить Под ноги Потому что Плитка Она холодная И Я не знаю Плитка Ну это же плитка Вроде бы Как бы А так все нормально Все в принципе В порядке Ну Ну да Беспорядок Ну как-то так Лишь бы Лишь бы сделать Показать просто Что беспорядок Вот и все У меня вот Если вот посмотреть Вот у меня Ебать стоит Вот туалетная бумага Это не туалетная бумага Это Слишком пафосно Чтобы это была Туалетная бумага Потому что она Слишком мягкая Она нереально мягкая Ей хорошо вытирать Руки после Если они выпачкаются У меня стоит Вот скотч Вот валяется Он должен в одном месте быть А Он в другом И использованная салфетка Вот валяется Вот я руки вытирал ей Да Как бы вилка Вот просто тупо валяется И тарелка Все Вот все что у меня есть Вот Зубочистка валяется Которая еще В зубе поковырялся Все Бутылка стоит Вот Вон Хуйня вся Накидана И мне говорят даже Типа Вадим Типа у тебя там это Ну мама приходит Говорит у тебя беспорядок Но это то что я люблю Я не люблю Когда у меня все Четко расставлено И тому подобное Потому что я все равно Раскидаю все Скажи Как всегда Что это я виноват Ой Когда лоя у меня дома Это Я думал Что у меня раньше Беспорядок Но когда лоя уехала Я думаю Ебать у меня все Охуенно Серьезно Тут Пиздос просто Такая баба Шоу Вообще Ужас Честно Напишет Пашу У тебя Короче Никуда Она Вот ты И говоришь Вот поели Убери сразу Тарелки Давай Уберем Вот я Я Видосы делал Ты убирай Тарелки Потом Не хочу Хуячу Блядь Пикачу Давай Сразу Быстро Нужно Так Делать Пыльный Шкаф Уберила кровать Пускай Стоит По столам Ага В шкаф В шкаф Можно все Покидать И все Когда поем Хочу полежать А ты знаешь Что в ДВС Вот ты Сразу видно Что в ДВС Не играла В ДВС Говорили Что А если ты После того Как поешь Лежишь То ты просто Корова Тупо Ты корова Понятно Вонючая Корова Ага Ага Так Приподняв Ленивую Сраку Блин Она сключилась Около Журнала Столика Это походу Не то Положив руку Под голову Продолжала Спать Щи Кофе Тебел Щит Найду Что Та дешену Блять Павла опасно супер бог они голые там валялись а ну-ка одежда но не пойму походу вот тут наверное мы остались спать здесь прошлой ночью после того как наши нервы успокоились мои в частности осталось на ночь вместе даже не обсуждалось но тут написано голые там вот до вере никто бы не захотел остаться после встречи с этой женщины с женщиной ну тут типа вот немножко промотал вам как у них буховыми повтори ножниц да 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 мэмру ой ну вот покажи вот форма вот это ты так и лишь покажи какой у тебя какой у тебя квартира какой слусь так human ее можно назвать таковой можно ли вообще ее назвать человеком может ли она еще чувствовать вину или боль черт я бы лучше получил люлей за взлом проникновения чем связываться с этой непонятной штуковиной никто чтобы размышления об этом сейчас имели хоть какое-то значение когда все наши жизни находятся в ее руках она опасна мы точно бросим коньки если ничего не сделаем с ней с этим проклятием я не могу этого допустить я слишком долго просто размышлял об этом наставить друзей в опасности после всего всех предупреждений из-за ужаса адреналина которые не дают мне покоя трудно не предпринимание этих действий знаю что может случиться с забылой бумага лежащая на краю стола привлекает внимание когда тянусь к ней свет касается моей руки меня привлекло это еще прошлой ночью на просто проигнорировал из-за того что нам нужно было выдвигаться однако логотип украшающий верхнюю часть страницы придет этому документу совершенно иной смысл не для меня определенное не для меня но определенное для нее предоставление стипендии если что она пару раз говорила о получении диплома так она редко подробно рассказывала про это предпочитая все держать в себе возможно из-за того что считает что уже допустила упустила свой шанс прошло уже пять лет но по обрывкам разговоров между ней заком я понял что она никогда не собиралась создаваться несмотря на произошедшее с ее отцом теперь она на один шаг ближе к новой жизни как бы глупо это не звучало друг от друга я я хотел бы дать ей возможность осуществить это я сделаю это неважно придется мне покинуть мою зону комфорт и разобраться с проклятием только улыбка снова вернулась к ней теперь она появляется у нее кажется только во время сна как например сейчас вне зависимости от того насколько ей неудобно улыбка появляется сама собой когда я хочу я просто смотрю на нее спящий она не шевелится медленно и размеренно дыша и плечи поднимались и опускались как-то не догадаешься что у нее куча проблем если бы только это было правдой что ты блять дышь так громко сука я обосрался просто вздохнув как же кружка сука неудобная алоэ кружка огромная просто пьешь и нос весь вовне вздохнув я возвращаю бумагу на место аккуратно чтобы аккуратно чтобы случайно не смять или не повредить ее и наконец стою совсем импровизированной кровать не забыла ерзает когда я переношу ее с пол на кровать но не просыпается только удобно заворачивается в одеяло которым я ее накрываю однако на чуть-чуть пробормотала что-то и снова глубоко вздохнула байка и штан снова тупит она прикалывается это в ригу кота когда спит по ходу так как будто и мио и все мои подписчицы тупит у нее у них все тупят у них вот тупо все они вот умные все тупи да как будто и бэт и и батлер и кейч и все как будто бы ее никто не прерывал вскоре она снова глубоко засыпает но маленькая улыбка остается на губах а я возвращаюсь к своему привычному состоянию и кто это теперь дрыхнет как убитые лучше оставить ее отдохнуть от реальности во снах надеюсь она будет получше чем у меня да и все таки молчат стартки а то вы думать блять про меня пиздят не хочу ничего говорить все тупо молча а когда она проснется у нее будет еще время побеспокоить со наших проблемах на данный момент это то что я не должен забирать у нее минутку передышки какой бы мимолетная она не была это заслужено после всего что она через что она прошла и после всего через что я заставил ее пройти я между прочим у меня все еще остались два человека с которыми мне нужно связаться забыла непременно запаникует если я проверю их когда я выхожу в коридор меня встречает холодный воздух лаксборна ничего да 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 вригал такого того же мнения в принципе так она тут сидите молчит а так когда я выхожу в коридор меня встречает холодная татата немного холодновато довольно сыро и чаще всего ужасно уныло из-за постоянного моросящего дождика каждые пару часов небо все чистое но через день или два погода ухудшится я постоянно жалуюсь на ужасные дожди даже несмотря на то что провел здесь всю свою жизнь но должен признать что это возвращение возвращается на круги свои очень успокоит меня по крайней мере сейчас хоть хоть что-то да еще остается нормальным мире нормальности которую которую после случившееся мне приходится сомневаться может быть все это просто кошмар обычно я говорю себе ты переживал худшее но это очередная ложь в которой просто пытаюсь убедить себя и за эти годы я впихнул в себя много лжи которые не запарывался просто чтобы не запарывался до этим завтра возможно если бы я не убегал не игнорировал факты скрывал их внутри себя так как до сих пор считаю что это проявление слабости у нас не было бы своей проблемы какой хрена я должен был знать о существовании призраков и причем тут зак причем тут рыбака зима напоминал красная женщине я еще не спрашивал то ли женщина что мы видели короче говоря скорее всего он знает про это столько же сколько я черт возьми вероятно рыбака в той же ситуации что и мы все еще цепляется за любую ниточку которая может вывести на ответ из выхода выход из этого так что мы можем сделать так что мы можем сделать если никто из нас толком не понимает что происходит одно можно сказать точно все эти все это приключилось из этого из этого письма и рыбака и закавили его но придет за ними махаштам пишет старая я уже не вижу что я сказал ты пишешь так и рыбака за кто же вели его она придет за ними и все же буду я иду к двери бэки одним маленьким шагом за другим растягивая время позволяя себе лучше собраться с мыслями чё не спите кстати как рассказать и то это если с вероятностью 90 процентов она все еще злится по этому поводу по той же причине когда мы с забыла приехали посреди ночи мы не заходили к ней мы бы только разбудили ее появившуюся у нее черт знает появившись у нее черт знает когда видя себя как психи она могла сердиться еще очень долго так так у смысл я тут много чего неправильно читаю пять часов маха но я пытаюсь понимать но сейчас она может легко простить только и забыла но тогда гнев бэки долго проходит прежде чем постучать я приглаживаю волосинки и поправляю куртку волосинки один за другой раз второй третий чтобы убедиться что действительно услышала меня даже если спит хотя обычно к этому времени нужно спит эй байкаешь открываем только не времени что вы все еще в кровати параносец секунды мне уже поздно ложится надо ответа нет и начал подкрадываться страх меня обучали справляться даже с тяжелыми ситуациями но с прошлой ночи я теперь занимаюсь этим довольно часто мой разум начинает предоставлять все самое худшее представлять и следующую минуту беспокойство смешалось моими мыслями ударила кулаком по двери на этот раз довольно громко определенно она будет в ярости но я предпочел бы столкнуться с ее гневом чем с мертвым телом бэка блять это ешь нам нужно срочно поговорить открывай сова я знаю что там ты чё охуел блять хуй собачий ты блять какого хуя ты шо блять твоя девушка ушла рано утром милый мальчик булочка с кориц маха я промолчу так что если ты не сделаешь нам кто это блять так что если ты сделаешь нам отложение и наконец-то заткнешься да будешь твою мать очень вежливо с той стороны кто это сука или он перепутал дверь я не понял моя рука замирает перед очередным тяжелым стуком дверь из остальной части дома другой сосед ребеки выглянул через дверь когда хотя я не увидел ничего кроме кучи тел его по идее совался нужна ли ему помочь чтобы его не засосали просто не но по-моему на порядке к тому же но еще тот мудак хочешь чтобы такие инвалиды как он не испортили тебе весь день поступай как самый хороший человек на планете так она жива или еще я не понял меня мне это удивило когда я был новичком по патрулирующим улице мне надо соответствовать его поведение о а она не говорила куда направлялась корицы глядь и даже хз чем написал это потому что махараджа в твоей жизни не было булочки с корицей купить тебе так я не знаю она сказала что-то вроде с кем-то или чем-то лучше спроси у той девушки из филиппинки причем здесь я я ее телохранитель что ли знаешь ли некоторые хотят люди спать в гребаном воскресенье так что потише я не могу дождаться этих водных спасибо мерзавец чувак тебе нужно быть таким застранцем не буду тебе мешать без предупреждения захлопнул двери но я успела услышать много красочных слов прегатрис наверное он знает что я не могу не услышать его в четырех стенах квартиры придурок конце концов я вздыхаю так рыбаки здесь нет интересно куда она пошла должен быть я просил пропустил ее около часа назад но по крайней мере не она не одна она должна быть безопасности в теории а куда же она пошла то махи такой конор вышел вышел девочки ничего девочки шо вынесет кроме того если человек с которым она встречалась это то таком я думаю тем не менее тем не менее все еще переживают может ли это люк люк да проще простого проще простого когда тебе раздирают мрачные мысли необходимо действовать не думать для начала о своих действиях и узнать где он куда направляется и направиться прям туда добавок еще остается зак если рыбака хотя бы ни одна то я не могу сказать того же про этого здоровяка простой телефонный звонок им обоим должен все решить во всяком случае это это хотя бы меня успокоит это лучше чем нестись в дому зака или предположить местонахождение рыбаки в итоге узнать что мои догадки неверные и они на самом деле совсем не там учитывая что всех все худшее впереди его предпочел избежать его как можно раньше по любому другой причине бы их не беспокоил но чрезвычайная ситуация будет таблет заебал пиздец блять нахуй давай по делу давай а например как сейчас верно даже если это не так тревога беспокойство притупляет концентрацию то что я не удивляюсь почему у нее такой длинный руд потому что пиздит и пиздит пиздит и пиздит какая-то концентрация у меня поджимается анус в этот момент я хочу срать а наверно ту эту блять как она называется шаверму которую съел до этого была отравлена тем чуваком который на вид и выглядел как араб на самом деле он был старик министана это сало которое он положил туда ляляля бла 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 сука это пиздец я представляю когда переводить но это пиздец нахуй это уже заебало он просто пиздит вот я заметил какой-то момент вроде интересно а какой-то момент он просто перемалывает стоит как знаете как будто бы он стоит и такой думает и у нее в голове туда все проносится в этот момент когда какой-то сейчас вот пиздец происходит ты должен бежать сводя ну это ноги там да там это и экшен какой-то должен быть в новелле но когда такая хуйня любое средство для успокоения нервов сводит чудеса всей этой каши в моей голове достойте лифон листаю по экрану она не останавливаюсь нока пока не остановлюсь но категорически со списками номеров за к рыбаки изабеллы при любом удобном случае многие скажут что у меня довольно мало друзей некоторой степени это правда ебаный пидор ты у тебя сейчас пека потерялась какие друзья у тебя мало ты еще ебан блять диджей ебан или что пути и бегел кстати красивая вот но у тебя ты еще должен я не знаю это это я не знаю про я просто не знаю он ебанутый или что какие друзья о каких друзьях ты можешь думать я могу легко назвать около 100 человек с которыми уже давно знаком сослуживцы приятели по университету соседи дыр и маха ты как это переводила вот скажите маха и и кузькин хвост как вы эту хуйню переводили вот серьезно как эту ебанью можно было переводить я не знаю мне даже это впадлу сука читать потому что он от он отвлекается постоянно были моменты до интересны но но по трое я знаю они всегда будут рядом со мной в любой день с ними очень легко гнетущее чувство заставы застаивавшиеся в воздухе сука сейчас куда-то я нажал не туда а о не улетел походу да я улетел какая там страница хотя бы мне не скажете потому что вы не знаете а вот все это пиздец я не хочу читать это говно серьезно я блять еще и потерял даже это на канал не хочу выкладывать это пиздец но я выложу конечно но если кто-то будет говорить ой блять там у хуйня отвлекался а пошли на хуй сразу они до этого даже не досмотрят все равно кто вы кто кто вы такие бумага кто такие так вот так он лайк за озер но он закиднес ребека писька и изабелла так вот а я знаю что не всегда будет рядом со мной в любой день и мне с ними очень легко гнетущее чувство застывающее воздухе когда ты стоишь один за комнате или куда и более проще например проводить выходные в одиночестве я бы назвал это одиночество много раз до более глубокими если это зависит от меня я ни за что не хочу потерять ни одного из них из-за какого-то глупого проклятия возможно телефонный звонок по крайней мере успокоит меня как бы было длинно сделал новеллу в этот момент когда это происходило я бы я бы я бы так написал мои друзья потерялись господи что может быть с ребеккой блять нужно срочно позвоните алё алё ребека телефон не отвечает на моем телефоне всего лишь три друга они самые важные для меня господи должен мчаться за ними вот так сука я должен блять вот так на было должно идти но тут тут три друга что а кого обосрался конечно предпочел бы находиться в одной комнате с ними прямо сейчас но это все что я могу предпринять прежде всего бека ура он звонит ребеке она рассердится на меня за лишнее беспокойство все таки она не какая-то беспомощная девушка постоянно падающий попадающий в беду теперь она не та маленькая стеснительная девочка которая была в детстве муж давным-давно изменились но сейчас довольно много причин чтобы проведать ее легко предоставить как она все берет на себя вместо того чтобы попросить ее помощи когда и это нужно и она сделать все сама не плевать если она еще злится на меня только бы узнать что она порядке гудки в тишине коридора единственный звук который может быть настолько резким чтобы ушах звенело проходит еще секунда две три но когда на девятом ура он позвонил вау ебать прикиньте он позвонил ебать а я бы сразу позвонил моментального позвонил моментально блять позвонил еще бы переживал насрал бы кучу прям там на лестничной площадке но когда на девятом гудке меня отключает по голосовой почте внутри живота мгновенно все сжимается голосовой автоответчик там рэбэки а вот вы попали на автоответчик извините но сейчас я не могу связаться с вами потому что вы много пиздите штанкачер хуячер блять и заебали просто пидорасы о и да если забыла то ты можешь разогреть еду из моего холодильника в противом случае оставь в сообщении верно она просто напросто занята хотя когда я говорю мне все еще контроли трудно контролировать и голос свой да эй бека перезвини мне когда сомневаешься нужно поговорить как можно быстрее с беккой все будет хорошо на порядке конечно да безопасности кто-то сейчас не рядом да успокаивай себя в случае если эта женщина появится с ней будет что-то кого она сможет попросить о помощи она в безопасности какая женщина какая женщина она справится сама у бекки может быть пыльчивый характер но она понимает когда сталкивается с чем-то ей не под силу рэбэка увидит мой пропущенный звонок и перезвонит мне опять же успокаивание самого себя хотя я мало показываю свои чувства рэбэка важна для меня это рэбэка это рэбэка такие очки как у махи прям проклятая женщина да серьезно он по маха я так же подумал но серьезно а маха маха почему ты снималась в этой новелле мы дружили с ней дольше всех кто угодно был бы уже сыт мной по горло и бросил девушка который поддерживал меня неважно каким бы я был придурком разумеется сейчас я заказал и забыла я всегда буду благодарен им за то что они рядом однако кто бы со мной кто был бы со мной в самые худшие времена бэка когда я рассказываю что будучи ребенком трудным подростком переживал ужасные времена никто в это не верит проблемы и было слишком много и какое-то время я просто отказывался бороться с ним знаете я скажу что если у этого чувака был пиджак жилетка галстук рубашка и тому подобное в его жизни не было никаких проблем если бы у него были проблемы эти проблемы бы начинались с того что ему даже было бы нечего одеть серьезно в тексте все так написано вот маха я тоже так думаю а что за идиотизм серьезно а он говорит что типа та женщина поможет ему может что-то мы не так перевели выбирай бэку да я и так хочу выбрать бэку даже похуй то что он там надумывает но посмотрим проблем их было слишком много и какое-то время я просто отказывался бороться с ними по крайней мере это то что эндрю любит рассказывать мне я стараюсь не забивать этим голову в основном благодаря сейчас в основном благодаря профессору я стал более спокойным за последние годы но иногда я задаюсь вопросом до сих пор ли обременяет это так же как много лет назад меня в конце концов я был кошмарен особенности во времена развода моих родителей оглядываясь назад у меня не было право изливать все свои расстройства на всех остальных хотя я не был ребенком который срывался на ком-то предпочитая все сдерживать себе и превращать эти негативные чувства в что-то более продуктивное ну короче он не был каким-то задирой там подобное был классным чуваком я так понимаю нет там было самого а понял значит я неправильно прочитал из-за этого я одолелся от многих людей от моих старых друзей вернувшись в свою школу и соседей с которыми общался до приезда наверное это привычка которую я принес во взрослую жизнь я был просто зол на всех все о чем я думал думал про себя чем я заслужил это оглядываясь назад я понимаю что был маленьким эгоистичным застранцем который думал что мир крутился вокруг него что я не должен проходить был через это я считал что мое поведение заслуженное поступаю правильно в трудные времена они она осталась со мной как она часто говорит вывела меня из моей маленькой хандры всякий раз когда поднимает эту тему она не терпела мою ерунду она никогда не бросала во всяком случае она оставалась рядом со мной за годами ее беспокойство могло иногда переходить границы но тем не менее она все еще моя старая подруга я многим ей обязан это и не изменится черт возьми где же ты бека оставляю еще одно сообщение на голосовой почте и на третьем звонке вешаю трубку сейчас я ничего не могу поделать только ждать когда она ответит на мои звонки блять как же неудобно а без причины беспокойства никуда мне не переведет теперь очередь Зака парень притягивает к себе неприятности независимости от того как сильно пытается их избежать но помогает даже то каким бы классным он не был с большинством других людей так его вчерашнее упоминание о планах не особо мне понравилось из нас четырех он может быть следующим ответственным взрослым человеком после Ребекки но мне все еще нужно проверить здоровяка убедиться что у него все в порядке в крайней мере в том что он запланировал завтра сделать все чем я прошу чтобы он не вел себя как идиот я уверен что он разумный парень однако отчаяние вцепляются в вас и подталкиваются к совершенно любых поступков рационально или иррациональных неважно когда в опасности трезвость мышления улетучивается искренне надеюсь что он не оказался в сложной ситуации это конечно классно но если сейчас будет два выбора куда пойти я пойду наверно к были но в любом случае моя голосова почта типа здорово зак вот да подожди а зака почта вот но в любом случае моя голосова почта я перезвоню как только смогу или просто оставить сообщение и нет я запрещаю тебе снова без разрешения сломаться в мою квартиру просто делай то что сделал бы любой порядочный человек на том месте и позвони если меня нет рядом спасибо забыл наверное как мамка или забыл забыл зак мамка даешь он выключил телефон зачем не то чтобы мамка тут маха а то что ну типа как уходит ты лезешь туда не лезь типа я пока не хочу загадывать худшего наперед может он просто забыл зарядить его не может быть этот парень может быть бойскаутом больше даже чем я хотя коп он из тех ребят у которых в сумке всегда есть дополнительная батарея или блок питания если он кому-нибудь понадобится все так делают он никогда не говорит и не хвастается об этом но у него довольно много вип клиентов если он не на месте он не может просто оставить свой телефон сдохшей батареи особенно когда люди скорее всего будут его искать он всегда на связи когда клиенты или друзья нуждаются в нем на зак можно положиться и почему мне никто не отвечает то что его мобильный телефон не зона в действии сидит звучит уже более правдоподобно хотя даже мысли об этом не может заставить меня отделаться от беспокойства в отличие от Ребекки да еб вот куда я перемотал а что все равно маха поздно отвечаешь я уже не помню о чем ты говоришь так в отличие от Ребеккин потратил время чтобы выслушать рассказы забыли и даже если он не поверил в это он определенно стал первым кто предложил помощь или попытался хотя бы что то предпринять ей богу если у него возник проблемы с чем бы там ни было держите меня я собираюсь ладно я не должен торопиться я знаю про это с прошлой ночи я прокручиваю голове но это то же напоминание но если что то случится обещаю ему мало не покажется как же долго он думает блять иди быстрее пиздец привет зак перезвини мне договорились я хотел удостовериться им да пожалуйста перезвини мне обычно между нами я шучу что он бацан дополняющий меня Шерлока хотя людям нравится так думать однако я не считаю его каким то левым помощником отбрасывая его в сторону пока он снова не понадобится он не какой то жалкий друг с которым я тусуюсь только чтобы на его фоне выглядеть лучше в любом случае если он в любом случае он тот кто остался со мной из жалости и Зак тут написано Зак это тот кто терпит меня большую часть времени блять серьезно ну серьезно ну я даже когда он не обязан это тот случай когда он у меня такое ощущение что люди которые пилили два последних рота они не знают как пилить их вообще это не тот случай когда он полицейский помогает мне потому что очень много разговоров в два в два три предложения внесите смысл всех слов мне кажется что люди которые переводили они такие блять новелла должна быть я должен нахуярить много необычных слов туда так вот эти слова я даже не знаю так книжки надо почитать так а где еще понабрать много необычных слов каких-то каких-то таких вот чтобы дополнить сюжет они будут крутиться на одном месте но я блять дополню сука чтобы новелла ебашила просто вот дольше вот чтобы на 50 часов чтоб если новелла длинная как японские новеллы значит она охуенная реально пизда блять я понимаю маха но но блин но тут так долго и так идет речь и тут идет о том как они там и он стоит на одном сука месте на одном месте возьмите сделайте так он бежит к нему какая-то хуйня происходит ну вот чисто я бы как создавал новеллу он бежит к нему по пути в голове у него что-то промелькает чтобы она не стояла на месте и он вспоминает какой-то там старый момент о ней о нем о том кто важен и что-то там как-то там вот этот рассказ другая картинка но один и тот же момент он тут попиздил с этим с бэкой и ребекой хуякой и он до сих пор тут ну как ну давай уже блять съебать отсюда иди бэку ищи нахуй у меня не то же подговорят я в ахуя он на одном и том же моменте и если дополнить новеллу тем что тут стояла подожди я же там тут стоял перед этим ночью да то тут мы уже стоим ну я не знаю сколько мы стоим два часа да два часа мы тут стоим нормально говно например мне это не нравится я не знаю зак 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 это ужас просто блять ужас даже когда я проходил ДВСС нас Behе ну так у него как В некоторых моментах затяжная была, но она для меня, блять, шедевр просто, потому что, ну, 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 это пиздец. Зак это тот, кто терпит меня большую часть времени, даже когда он не обязан. Это не тот случай, когда крутой полицейский помогает меньшинствам. Ну, типа, потому что Зак чернокожий, да. По правде говоря, вот. Я был прям вспыльчивым, безрассудным салагом для тех, пока я не встретил его. В этом не было ничего неожиданного, и какая-то часть меня все еще остается неопытным новобранцем. Но я вырос благодаря ему, и он подавляет мою слабость. Серьезно? А был ли момент где-то, что Зак помогал Эштону? Не видел. Не видел. Ну, ладно. Нет, она не будет короткая. Она не будет короткая, Антон. Антон, она не будет короткая. Но я бы написал бы... Я бы... Знаешь, как я бы сделал бы? Я бы... Вот с кем-то бы писал бы. Я бы говорил, как это должно выглядеть. С каким упором. Но я не умею красиво писать. Я могу сказать, что вот там вот это, вот это, вот это вот. Красиво. А кто-то написал бы это красиво. Вот как я бы хотел бы. Я бы рассказал, ну вот как я сейчас рассказываю. Но я рассказал так, от балды, да? Не продумывая. Но если продумывал бы, то человек, который со мной бы писал бы, он охуел. Он сказал, пошел нахуй вообще сюда и все. С этой комнаты. В этом не было ничего неожиданного. И какая-то часть меня все еще остается неопытным новобранцем. Но я вырос благодаря ему. Он подавляет мою слабость. Учитывая, как прошло наше первое знакомство, мне повезло, что он остается со мной. И да, возможно, мы с Беккой дружим с детства. Но Зак, он, но он. Наверное, он самый близкий человек, которого я могу знать, назвать лучшим другом. Хотя наше отношение это нечто более, чем дружба. Это то, что невозможно выразить словами. Он всегда будет моей опорой. Я его. Он тот брат, которого у меня не было никогда. Единственный ребенок в семье. Еще одно, что я хочу сказать. Если вы хотели бы сделать так, чтобы все было бы классно, ну, динамично и интересно, то вот эти моменты, когда вот эта вся хуйня происходила, вот эта бодяга, вы должны были это между строк вот так вот вставлять. Вот как вот Навелла идет, показывайте, что Эштону нравится Зак. Он с ним вот так вот. Например, у Зака, у других, были моменты, когда они, ну, вместе общались, да? Возьмите, сделайте, вставьте кусочек этого, что Зак и Эштон очень важны друг другу личности. Не было этого. Зачем? Да лучше пусть Зак там охуевает о чем-то непонятно чем. Даже если возьмите Дерево Рутов, я же говорю, вот, Дерево Рутов, подожди, посмотрите, вот, ну, нахуя делать вот на Ханне, вот, вот красную полоску видите внизу, маленькой, на Закаре маленькой, на Мариане маленькой, на Ребеке, вот, ну, на Ребеке маленькая, да, ну, но на Эштоне ее нет почти. Она маленькая вообще, я представляю, что будет на люке. И вот в какие-то моменты надо было, вот, взять и сопоставить эти моменты. Это было бы классно. Но когда он стоит на одном месте и пиздит, что там тот-то был классный, тот-то был классный, и это такое ощущение, как будто мужик какой-то сидит в этом, как он называется, в гараже и пиздит об этом. Ой, блядь. Да, и у меня есть все основания беспокоиться о моем брате. Сосед Бекки сказал, что она пошла на встречу с кем-то, никаких конкретных имен. Если я ошибаюсь, то она не с профессором Кларком, то может быть она с Заком. Может она с Заком, да? Она никогда, они когда не были особо близки, но это не та ловкая дружба, где о встрече друг с другом может быть и речи, не может быть и речи. И срек на это я продолжаю набирать его номер еще три раза, как это делал с Беккой. В конце концов, после третьей безрезультатной попытки дозвониться, я собираюсь прекратить прервать вызов с тяжелым вздохом, а остается только ждать. Я подготовлюсь, я подготовлюсь к этому, черт, я даже привык к этому, но никогда это происходит с близкими мне людьми. Так, хоть я постоянно и напоминаю себе о том, что нельзя терять хлам на крови, но это совершенно другое дело, когда это кто-то, кого вы знаете. Хоть я и постоянно напоминаю себе о том, что нельзя терять хлам на крови, но это совершенно другое дело, когда кто-то, кого... А, да, так, скорее всего, личные чувства рано или поздно начинают вмешиваться в происходящее. Кажется, это уже началось. Но это и так понятно, что это начнется у каждого человека, которого кто-то другой задевает. Беспокойство пронизывает меня струнами, которые скручиваются и раскручиваются, вызывая урага внутри меня. Именно в этот момент Ленин наконец-то соединяется. Еще до того, как он заговорил, мой вопрос уже вырвался из меня, наполняя всех накопившимся беспокойством и напряжением в моем теле. Где ты? Связь прерывается, хотя я все еще не могу разобрать и слово, которое он говорит. Тогда мне не о чем беспокоиться. Он просто... Где-то, где дерьмо... Он просто... Где-то, где дерьмо ловится в сеть. Что? Маха, что ты тут написала? Хотя я даже не могу себе представить, где утром можно найти такое место. Он отправится... Он отправился на пробежку. Что ты сказал? Эш, повтори, пожалуйста. Есть хреновый сигнал. Я спросил, где ты? Да еб твою мать! Не туда нажал. А-а-а-а! Сейчас, извиняюсь. Сейчас. Вот. Ай, бля... Сейчас. Извиняюсь. Мобильная сеть. Где? У нас до конца рута... Нет, вряд ли до конца. Да, блядь. Я нажал на кнопку и все. И улетел. Все. Сейчас. О! Так, сейчас. Да, рут огромный, но из этого рута очень много пиздежа лишнего. Маха и кустин хвост. Если вы будете переводить моменты, когда он будет пиздеть, просто вот так вот между этой хуйней, просто берете и вот чисто так наобум. Что-то там, вот, чтоб основная сюжетная линия была. Все. Не надо там дословно, не надо дословно вообще переводить. Потому что, во-первых, нам нужен только смысл, да? Мы не, блядь, не какие-то профессиональные переводчики, вот и все. Так что вот такая вот херня. Так, блин. Ваткинт. Где ты, блядь, находишься? Так. Где он, блядь, где ты? Ну, где... Ага. Вот. Короче, о чем разговор? Что ты только что скалыш? Повтори, пожалуйста, здесь хреновый сигнал. Я спросил, где ты? Черт возьми, Заки, добрых 20 минут пытаюсь дозвониться до тебя. В какую дерьмо ты опять вляпался? И вот я намеревался разговаривать как можно более дружелюбно, чтобы, по крайней мере, смягчить ситуацию, вместо этого только разочарования слышно в моем голосе. Ну, хозяй, это нам покажется неважно, но тебя, наоборот, заинтересует. Ну, ну не знаю. Ну, блин, когда он... Ну, Маха, ну ты же понимаешь. Я думал, что ты... Какому особняку? Я, правда, должен на это отвечать? Ну, в том особняке, господи. Зачем ты вообще? Господи, только не говорите мне, что это его план, наведаться утром в особняк, где находится Люк Райт? Во всех сумасшедших идей, которых можно сделать прямо сейчас, это лучше, чем он смог придумать. Взломы и проникновения? У меня куча причин, чтобы наорать на него прямо сейчас. Хотя, как бы я не хотел научить его уму-разуму, сейчас не время. Нет, подожди. Нет, подожди. Хотя... Хотя, Маха, ты правильно говоришь, потому что... Я на алое. Немножко... Да, тот тоже наорал. Ну, как наорал. Типа, она переводила все плохо, но... Ну, там кое-какой другой момент был, я тебе потом расскажу. Но там... Там даже не дойдет до этого. Я потом расскажу. Просто притащи свою садницу в квартире, забыла его, и побыстрее. Мгновение он колеблется, секунда нерешительности, пока он обдумывает свои варианты. Это очень срочно. Тут уже у нас осталось, кстати, очень мало. Правде говоря, его вопрос, сомнения и нерешительности в его голосе заставили меня... Застали меня расплох. И тут меня ссиняет. Его решение пойти туда, родилась нет. От глупого порыва, наверное, он что-то нашел. В любом случае, как бы это срочно ни было, ему все равно не следовало туда идти, по крайней мере, в одиночку. Неожиданно. Для себя в эти доли секунды я позволяю осмыслению взять верх надо мной и... к слабости. Простая просьба, переполненная беспокойством тревогой, вызывающая хаос внутри меня еще прошлой ночью. Это порождает и... Ага. эгоистичную надежду на то, что даже через нестабильный сигнал он поймет, что сейчас он должен отложить... пожелать... отложить все дела, чтобы его там, блядь, не держал, короче. Так, ага. Кажется, тебе уже недостаточно задавать вопросы. Дуй сюда. Пожалуйста, Зак. Блядь, как жопа болит-то, ё-моё, сияли. Пять часов без перерыва. Уже шестой час. Тишина снова заполняет конец провода. Через проложительное время я уже предложил, что он прислушиваться ко мне. Мне придется самому ехать туда, вытаскивать его с передряги, которую он пытался обойти. Счастью, он соглашается. Я буду через минуту, через пару мгновений. Максимум через час или два. Спасибо, увидимся. Так. Облегчение накрывает меня, как только звонок завершается. Обычно в такие моменты я не даю себе передышку. Я должен быть на чеку. Рыбака все еще где-то там. Она еще не откликнулась ни на одно из моих сообщений. Маха, скажи мне, пожалуйста, в конце будет что-то жесткое или нет? Потому что, если нет, то можно и на этом закончить. Так, из моих сообщений. Даже я нереально устал. Но сейчас я наслаждаюсь этим облегчением. Вероятно, это первый раз, когда я позволил себе это с прошлой ночи. Даже мышцы плечи ныли от напряжения, которое я испытывал. Меня все еще раздражает, что все, что я могу сделать сейчас, это стиснуть зубы, потащиться обратно в квартиру Изабеллы. Бесполезный. Именно такой я предстою перед лицом всего этого. Не поможет даже безумный рывок вокруг Лакспорна и Анслим, а я ведь не могу просто ездить и ныкнуться на них на обочине дороги. Это был раз слишком большой, чтобы один человек смог искать двух других людей. Мне повезет только если мельком увижу волосы одного из них. С последним полным надеждой взглядом на открытое небо, я проскальзываю обратно в квартиру, забыл закрывать за собой дверь. Так, возможно я уже привык к этому, но ждание всегда будет меня... Для меня очень трудно. Тем более, с людьми, которыми мне не безразличны. Квартиру? Надо в квартиру зайти. Ну вот, зашел. Что-то рано, я подумал, что ты уже ушел. Уже не первый раз я вижу и забыл этого вот такой. На квартире можно закончить или дальше лучше пройти? Там жопа будет или не будет? Что-то в жопе чешется. Угу. Просто устал, пиздец. Так. Я уже... Сейчас я... С'як. С'як. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как они трое, в том числе Зак и Сарбека, обнаружили взаимный интерес кулинарии Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что мы таким образом меня выгнали из кухни Оставшись без дела, я возвращаюсь К ее крошечному жилому помещению Падаю на диван Закрыв глаза Я позволяю шуму телевизора овладеть Моими мыслями Мыслями которых я держал в узде Освобождаю их из Воздвинутой мной клетки, чтобы только не думать о них Одна за другой Они просачиваются обратно в мое сознание Одна пугающая и нервирующая другой Так что много всего происходит Так что много всего случилось Бумаги, которые мы добились Добре, точнее, с БРС Также не приносят никакого утешения Кыш-кыш, я точно не даю пила Да, ну, че, нормально Одна за другой, она Та-та-та-та-там Серьезно, есть ли какие-нибудь В них вообще смысл Прошлой ночи? Что я спрошу у этих людей? У нас есть только одно письмо Но сколько точно их вообще? Что еще более важно Как мы вообще сможем выбраться Из этого дурацкого бардака? Эштан? Черт возьми, я никогда не чувствовал себя Настолько до смерти измотанным Я хочу думать, что может произойти В таком случае, если я упущу дерьмо Ребекка, Зак, Изабелла Они все рассчитывают на меня И... А он хавает Тупо хавает Е... Т... Я в ахуе Просто Эш... Эш... Как? Он не спасает друзей, он просто хавает Вот, сврывает У меня из моих мыслей Внезапно унися весь мой ураган Внутри моей голове Внезапно, когда я отрываю глаза Я вижу Изабелу Сидящую передо мной Я даже не осознал Когда сходился Руками За голову Теперь я представляю себя Почему она смотрит на меня Буду и упал в оборок Морщинка около ее бровей Станется глубже Из-за моего отсутствия Ответной реакции Хотя она просто смотрит на меня Не говоря ни слова Ее выражение лица Говорит обо... Обо всем Я слишком Сильно Пытался ее не пугать Плохими новостями Прости Я просто на мгновение отключился Не обращаю внимания На короткий миг Кажется, она совершается с этим Тихо она двигается Встает Занимает пустое место Рядом со мной Она делает это без единого комментария Затем я догадываюсь Что будет дальше Она осторожно подтолкнет миску в мои руки Сначала я почувствовал аромат Прежде чем смог понять Что она вручила мне От блюда распространялся Сладкий слабый запах Какао Какао Однако Вот так Успокающий Утешающий Несмотря на множество проблем Терезающих меня Безусловно Это пахнет Как еда Которая будет идеальна Для перекуса Дождливый день Ну идите нахуй Ну серьезно Ну не Не пытайтесь меня Свести С Изабеллой Ну Однако С самого начала Это выглядит Не очень аппетитно Что это вообще такое Каша Зачем она положила туда шоколад Да было сверху молоко Это ебать алоэ Вот Вот алоэ Тупо Вот Вот такое готовишь Ей Она такая Ой фу Ой там добавил Фу Ебать Говно Просто Она говорит Что у меня странный вкус Но теперь она Вруч Ча Но теперь она вручает Мне что довольно странное Кстати Она ведь уже Начала ковряться Внутри Вот реально Серьезно Вот Я там Готовлю для нее Стараюсь Там Она та Хуйня Каши ебать Гречку ебать Приготовил Там мясо кинул Зажаренного В говнище Просто Охуйная еда Просто я не уверен Что вкус будет Настолько Же хорош А задачный Я просто на нее взгляд Она не собирается Ничего говорить Сосредоточена Только на телевизоре Она просто Проложает есть Как будто бы Не делая Этого целую неделю Хотя она не смотрит А просто слушает Желание Желанное отвлечение Внимание На фоновом Фановом шуме Написал Фоновом шуме Голосов Которые кажутся Уж слишком веселыми Только после того Как она расправилась С половиной чашей Она осознала вопрос В моих глазах Вдохнув Она оставила Трилку на коленки Поставила Ставит Да И смотрит на нее Сверху вниз Вдохнув Вдохнув Вдохнув